я нажал и что-то все уничтожилось мы в эфире в эфире димка ты знаешь это когда запускаешь эфир так как тот котик в касочке такой красненькая кнопочка жмяк плановое говноебство каждый раз каждый раз когда мы начинаем наш эфир и я всегда вспоминаю хайнлайна и его книжку не фильма именно книжку звездный десант в котором самом начале там этот десантник он жалуется ну типа своему там типа полковому командиру что могут перед высадкой перед заброской до в тыл врага он начинает трястись причем трясется от страха типа того и кто-то говорит нет ты трясешься не от страха ты трясешься как типа боевая пружина сжатая такая наш типа вот я типа сейчас разожмусь и типа всем дам люлей и так далее ну вот я могу сказать что у меня всегда перед эфиром какой-то небольшой мандраж и как только начинается эфир это 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 ощущение тут же моментально проходит прям моментом уходит эта история то есть мне страшнее начать запись чем ее вести вот такой парадокс интересно с чем это связано я думаю что это в каком-то смысле боясь сцена но то есть как условно говоря люди которые допустим боятся сцены они как они не могут выйти данную на аудиторию что-то говорить а как только ты начинаешь говорить все абсолютно проходит тут же мне кажется это у меня так нечто похоже просто не в таком сильном но ты понял привет пацаны сорокалетние это сорокалетие у него или или мы сорокалетние или он сорокалетний мы все сорокалетние да я могу тебе сказать что неожиданное совпадение видишь ты прислал ремешок у меня очень жена пурпурный себе просила это ее геймпад а это ты укрописковал что ли нет он у меня тут просто на двух станциях стоит она играет с него на плойке и на пока не из розового короче мы сегодня немного хрипим и сопим потому что я вроде как долечился ну то есть плюс-минус у меня горло уже не так сильно болит а вот максимка наоборот заболел поэтому все сипит и хрипит но но я думаю что мы нормально запишемся потому что просто поддакивать максимка будет там на заднем плане говорит что заметим насколько крупным макс себе организовал рабочее место на самом деле у макса сейчас плане освещение всего очень классно все выглядит а я повесил я повесил видишь вон-вон два постера висят но я повешу остальные как димка я бы тебе посоветовал на самом деле на что сделать настроить освещение и выключать свой свет чтобы у тебя типа сзади было немножко темно а ты типа был как бы подсвечен подсвечен это было бы не сложно но в прошлый раз потом по хрена попробует я сейчас мне надо зачем смотри ты он опон за зачем свет сейчас лучше а свет слишком маленький нужно побольше света ну тебе нужно чтобы светило а вот здесь как у макса смотри так чтобы светило ну типа того можно чуть-чуть стало легче но эти могут мне кажется так лучше ты более ты на на фоне того то что он происходит вот сзади тебя ты больше сфокусирована больше контрастируешь с этим фоном мне кажется что так лучше немножко вот и тебе пишут и купи бассейн димка немножко размылся короче ждите я пойму где глубина резкости у нас у тебя не там да да короче мне где-то сантиметров на 10 перед моим лицом проблемы ручного автофокуса своими в лицо светит лампу прям сильно добро пожаловать и как это работает по-твоему я не знаю я хотел очки вот видишь спасибо я тоже такой прям как instagram блогер молодец теперь можешь проводить тренинги на дэш анима короче что просто не понимаю распро отпускаем уши ты как это скоро давайте лучше поговорим о ржении пожалуйста господи просто про ржение мне кажется можно вообще легко говорить но вообще ребят на сегодня видите мы немножко опоздали опять же для тех кто присоединился попозже дело в том что нас и дима и макс немножко болели вот сейчас немножко пришли в себя макс болеет побольше до сих пор поэтому он будет чуть поменьше говорит но как бы если будет чувствовать силу своего голоса он будет конечно как бы повстревать и говорить о том что вот и в общем то все будет нормально притежь парни и спасибо вам за приятное завершение понедельника ладно короче чё никогда не пробуюсь и по фактике и всегда выходим вовремя завтра пока мы еще не начали хотел рассказать историю я тут короче умудрился немножко долбануться машиной как это произошло с машиной ты бы вы купил или что бля чувак бомбо сейчас настолько дорогая что не несмотря на то что я хотел все купить x3 игру дубанулся и блядь ну пиздец ну типа я даже нашел типа ту комплектацию которая мне нужна чувак ну 6 лямов мне нравится как ты просто ты мог проигнорировать эту шутку ты зачем ты начала развивать как серьезную тему мне не надо это у меня боль просто я надо пожалуйста я не смогу этого сделать давай чувари ну в общем короче я выезжаю я поехал вместе своей мамой короче она попросил ее отвезти с лыжами там со всеми делами улетела короче на лыжи в горы ну вот и она там попросил туда сюда короче в пять утра в пять блять утра в шереметьево везу маму короче такой еле-еле вообще там душа в теле нормально приехал на парковку выгрузил там довел зарегистрировались далее там все-все мама пока удачно покататься туда-сюда короче все возвращаешься к машине там все возвращаешься к машины не но все нормально все хорошо короче и с парковки шереметьево пытаюсь выехать и как бы вижу въезд и там кто-то поставил на этом въезде типа то есть чтобы он был ну я не знаю такой узкий чтобы только лада проехала блять и как это сделано за счет того что мы поставили маленькие желтенькие такие типа хуйюшки ну вот и в одну из этих желтых хуйюшек я аккуратненько въезжаю я так же желтые хуйюшки это что это маленькие на полу стоят желтенькие такие типа приделанные к земле каменные лежачий полицейский только нет нет кругленькие это шайбочки такие которые обозначают границу так да короче и короче я в одну из них аккуратно въезжаю я выхожу из тачки смотрю и понимаю что типа царапина есть то есть никакого удара такого типа сильно ничего ну царапина такой блин ну ладно беру аккуратненько выезжаю короче оттуда еду и как бы сейчас поскольку когда ты едешь вот это все говно которое на дорогах вот этот снег смешан с грязью с полонием с радием там со всеми делами короче когда он тебе попадает на лобовое стекло то он оставляет такие прямо разводы ну и ты типа их естественно стираешь когда просто дворниками то у тебя не стираются у тебя остаются такой прям такие вот мутная каша такая ну и ты естественно брызгаешь короче омывайка но я брызгаю омывайкой и она не брызгает я такой блять пиздец неужели закончилась обычно у меня всегда возникает индикатор который меня задолго предупреждает долго ты ведешь тему короче у тебя соскочил шланг откуда-то или за жарочи я в итоге типа пытаюсь пытаюсь вот у меня уже стекло все вообще в говне полностью короче я останавливаюсь естественно на этом на ленинградке вообще нигде остановиться толком я буквально прижимаюсь выхожу заливаю остатки омывайки короче нихуя не работает и тут я понимаю что момент когда я жму омывайку передние у меня тихонечко льется задние а передние не льется и я такой бля какого хуя короче ну я заезжаю на там ближайшую какую-то заправку начинаю названивать короче и мне говорят сервисе типа бро ну ты приезжай сейчас разберемся короче время 730 утра я приезжаю в роль в химке ближайший ко мне и они говорят типа ну у нас там в десять утра будет свободно я два часа кукую блин ладно хорошо я понял что человеку это вещь это вещь которую знаешь типа не нужно ее слушать надо просто сочувствовать кивать короче в итоге два два часа там сижу охуеваю машину забирают я такой типа похуй мне нужно ехать там туда-сюда короче забирают я уезжаю и меня типа через несколько часов звонят и говорят что типа вы знаете вот в мы нашли у вас там типа удар я такой смысле как у какой удар такие у вас там типа снизу справа на бампере удар я к такой то как так не может быть какой удар не такие то у вас не просто удар у вас нахуй выбило крепление которое держит короче проводку для противотуманки и короче и противотуманки и еще и шланг омывайки и этот шланг еще и порезала это куста блять как бы легко серьезно они такие то есть маленький удар который даже не оставил вмятины в бампере умудрился внутри распидорасить короче весь целый узел который отвечает как бы и за электрику и за омывай у меня такое было летом у меня мне в крыло прилетели не сильно не сильно там без хардкора да мне прилетели в крыло и у меня от удара таким образом там короче на радиаторе есть кожух пластиковый который закрывает собственно вентилятор радиатора да этот кожух пластиковый так сместила что пробило радиатор в итоге я от легкого удара в крыло блять попал на новый радиатор лет автомобиль это боль короче чтобы ты понимал какая у меня в итоге оказалась боль учитывая что я был в роль в химкет официальный короче дилер официальный сервис в общем мне говорят бро на самом деле все хуйня короче но это конечно у тебя не гарантийные случаи поэтому будем чинить вот я сейчас буду пытаться все это еще регрессивно выбить со своей строковой компании показ как бы я знаю что это будет очень тяжело но я попробую короче прикол в том что деталька стоит 3600 рублей это шланг самый они вы заказали и он шел в итоге не два дня как они говорили опять не пять дней сидел без тачки и чего вы думаете короче диагностика стоит 4 600 работы 6 600 удар молотком 1 рубль за смену ёбаного шланга понимаете я такой просто короче в общем я охуел сегодня но если честно я думаю что будет сильно дороже я думаю что тысяч 50 будет но короче в итоге оказался не так дорого как бы я сегодня спокойно забрал тачку доехал до дому послушал наш замечательного подкаст про него сейчас тоже скажем но прикол в том что конечно я впервые столкнулся с тем что как бы у меня впервые такая типа аварийная ситуация за два с половиной года вождения когда ты попадаешь что-то ломаешь и это стоит денег типа и много и ты такой причем от хуйни от хуйни буквально вот вот у меня говорю летом тоже история херовая авария мы даже не приглашали гаишника мы расписались европротоколом ну потому что вмятина я через три дня обнаруживаю что у меня течет точнее уходит антифриз я приезжаю они мне говорят чувак у тебя просто кожух пробил радиатор видим от бокового удара что в итоге 16000 замена новый радиатор 11 собственно машин часы антифриз про прокачка опрессовка всякую ня и ты такой класс жизнь часто несправедлива тимурчик наш почему потому что нам например на наш анонс написали в чате что типа мем подобран идеально димка просто лучший ну нет ну не димка выбирал тот мем а тимур ну что поделать дим курсе лавра тебе жизнь несправедливо слушайте мы начинаем 245 завтра каст и с вами как всегда его ведущие меня зовут дмитрий зомбак сегодня со мной тимур сейфельмлюков привет тимурчик это я здрасте и максим зарецкий где-то там издалека казани нас по связи видео моста москва-казань здрасте здрасте ребята 245 подкаст уже напоминаю что конечно это очень много вот и что периодически смотрю подкастерский чат и где люди говорят а ведь как тяжело еще сделать целых 10 а самое тяжелое то что мы могли понять за 200 с 250 почти выпусков это то что очень тяжело не начать подкаст и не очень тяжело его продолжить тяжело его бросить к херам собачьим поэтому в какой-то метод превращается просто в привычку поэтому нам на эту неделю было тяжело поскольку мы должны были выйти в понедельник но вышли в четверг из-за того что я заболел потом максимка заболела вообще у нас сегодня такая полубольная тема мы я не знаю чем мы болели есть раз говорю что я не уверен что омикрон я у меня тоже не уверен что это корона но как бы симптомы все совпадают и вообще я тут читал недавно историю что оказывается в дании например вообще считают что коронавирус больше не представляет угрозу человечеству поэтому можно снять маски можно ходить как угодно то есть дания такая знаешь стремительно в 2019 год нырнула они отменили все противо коронавирусные вообще меры абсолютно сказав о том что одну оперировала статистика о том что у них вот так вот летят вверх кейсы количество смертей тоже растет но не очень сильно из-за микрона и но при этом количество людей которые находятся на ивл очень сильно начало падать и они говорят что типа ну начать в текущем варианте как бы коронавируса в общем-то нам ну не очень много чего угрожает и вообще типа мы справимся все будет зашивись поэтому нахрена типа как бы вот все это гнобить экономику сказала да не хочу как в дании что тоже все все закончилось и мы все это легонечко мы с последствий переболели и все закончили но про легонечко что я уже вторые сутки пытаюсь купить себе тест на дом у меня ни черта не получается яндекс услуги говорят у них сейчас очень дешево сейчас полезу потому что в е аптеке все кончилось в клиниках ну вы знаете через три-четыре дня у нас есть свободно это спасибо я постоянно хожу в две клиники я периодически вожу то в хеликс то в гемотест туда-сюда и сдавал тесты как бы и по приезду из-за границы и так далее типа обычно не очень дорого и довольно быстро делают попробую может быть у вас наверное будет так сделать но короче если вы вот как я просто так просты ли странно очень то на дому все очень сложно в регионах потому что тесты тупо кончаются настолько много видимо случаев что они просто их покупают и они тупо кончают нам пишут что кто-то очень плохо играет с нами в плаг-инк как бы не получилось так что это наоборот очень хороший игрок потому что единственный вариант выиграть плагинк это сначала всех заразить а потом ты прокачиваешь смертность то есть вот так работает но возвращаясь к нашему завтра кастику у нас тут очередные новости нашего замечательного подкаста давайте морщик ты вещам смотрите ребят дело в том что мы долго делили уже пару как выпусков о том что у нас будет довольно интересный новый проект и говорили о том что надо подписаться на наш патреон или в общем-то на нашу подписку в apple подкаст который называется завтра каст плюс и там и там и в общем-то случилось торги чего мы это все говорили вам делать дело в том что мы давно хотели запустить с димкой проект который так скажем является духовным наследником отчасти story каста только намного проще производстве но самое главное что он отражает наши давние очень давние желание с детства поговорить о всяких паранормальных явлениях для тех кто верит вот подкаст называется одноименным образом таким же образом как димкин канал в телеграме называется сказки дядюшки зомбака то бишь димкин вот и соответственно первом выпуске который вот вышел только сейчас он доступен соответственно только на патреоне и на apple подкаст вот там мы обсуждаем всяких различных людей организации которые занимались всякими там инопланетянами ло и так далее различными фактами которые вскрылись за последние там 5-10-15 лет и вообще в целом говорим про целесообразность все вообще изучение этого вопроса про то как изменилась стигматизация тоже как бы людей которые говорят о том что он и про очень многие другие интересные темы с здоровой долей скепсиса то есть мы не говорим о том что они существуют и все видели а просто вот ребят вот есть такие 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 то факты вот это рассекретили вот здесь вот это видели вы 10 вот так хочу о том таком-то говорили вот есть такой-то человек и так далее так далее так далее и просто вот обрисован а как говорится кто что думает кто чего там мечтает или кто думает что вот у нас внезапно там сейчас на платяне они все-таки есть ну и так далее так далее это уже на ваш суд остается то что мы только рассказываем факты какие-то наши и видение этих фактов и какие-то гипотезы да причем мы будем разговаривать не только про одну и ту же тему мы постараемся разговаривать про разное то что люди, в принципе, обсуждаем. Захотели поговорить про Бигфута? Поговорим про Бигфута. Захотели поговорить про призраков? Поговорим про призраков. В общем-то, у нас там контент-план пока что не расписан, но я думаю, что в ближайшее время мы его распишем. И теоретически, наверное, где? Раз в месяц, да, Тимурчик? Или раз в две недели? Посмотрим. Я думаю, что раз в несколько недель. И смотрите, имейте в виду, что пока что этот подкаст, он является частью нашей подписки. Мы не планируем в ближайшее время его выпускать в открытом виде. Если, ну, может быть, мы это сделаем, но сильно позже. То есть это, по сути, как бы это... Выпуски на десятом, условно говоря. Да, это, по сути, подкаст, который, так скажем, делает более привлекательной нашу как раз подписку, потому что мы видели, что большое количество людей на нас подписывалось за последние годы. У нас в общей сложности на Apple Podcast и на Патреоне уже почти 700 человек на нас подписано. И мы хотели для этих людей сделать, так скажем, подписку более ценной для того, чтобы она... Чтобы они понимали, за что они платят. Кроме ДТКД, кроме поддержки нас и так далее, чтобы сделать их жизнь чуть более приятной. Поэтому, если вы захотите нас поддержать, то этот подкаст будет в том числе и для вас. Вот. Да. Да? Так, ну что? Слухи недели! Нет, подожди, подожди. Во-первых, не слухи недели, а во-вторых, у нас еще второе и второе объявление, о котором ты хотел нам поговорить. Ну, подожди-ка. Какое? Я покажу сыр. Я сейчас просто вот выделю мышкой в шоу-ноту. Да, ладно. Хорошо. Чтобы ты смотрел, куда надо смотреть, да. Подожди, давайте зачитаешь донат, а я сделаю. Давайте, я зачитаю донат, пока Тимурчик там пьет и жрет. Уж простите его за это. Во-первых, человек, состоящий из точечек, без имени, занялся нам 449 рублей. Пук-пук, мальчики, кусай ваши пальчики. Спасибо тебе, братан. Теперь Мандракон занялся нам 449 рублей Тимуру на БНВ в Гран-Туризме. Тимурчик, с малого, с малого начинаются, знаешь, такие траты. То есть ты поначалу собираешь потихонечку, а потом уже хоп, и у тебя БМВ. Классно будет. Но, наим, занялся на 100 рублей. Чуваки, раз зашли с водительской темы, у меня на днях замена прав. 10 лет водительского стажа, ей хорошего стрима. Поздравляю тебя, братан. Поздравляю. Дмитрий Лубаков занялся на 100 рублей. Мужики, у меня такие же симптомы. Сегодня пришел положительный ПЦР. Карантин на неделю. Выздоравливайте. Ну, вот видите, походу, это реально у всех. Не хейтеры. Занялся на 100 рублей. Ребята, вы порой такие дико неадекватные фанбои, но за все годы, что я вас слушаю, вы мне уже тупо, как родные, продолжаете это дерьмо. Постараемся, братишка. Да, спасибо. Один там слушатель занялся на 86 рублей, купил икеевский стул Ярф Халет или Ярф Ялет. Новый уровень после Маркуса и очень приятно. Это кресло из Икеи, я правильно понимаю? Да, да, да. Стул. Блин, я просто, на самом деле, у меня мой стул. Помните, я все время говорю, что я купил стул, который такой, типа, не очень. Ну, типа, нормальный, но не очень. Я говорил о том, что я все-таки хочу поменять, и вот, мне кажется, наступил момент, я в ближайшее время поеду в Икею, потому что там надо прям накупить всяких мини-комодиков, всякой там помелочевки важных вещей. Я прям вот посматриваю на те кресла, которые у них сейчас есть. Я постараюсь посидеть, я вживую поеду, не буду заказывать. И вот я готов. Скорее всего, буду покупать или Маркуса, или вот у них новое кресло, довольно красивое, говорят, тоже довольно удобное. В поисках монитора занялось там 100 рублей. Шалом, ребятушки, лучше VA или кучка герц? Или IPS на лукошко герц? Диагональ плюс-минус 32 дюйма. Ну, во-первых, сейчас VA и IPS, VA и IPS сейчас, в принципе, одинаковые по герцовке. Новые IPS-ы 144 герца даже в бюджете берут. Не, ну они довольно дорогие. А IPS-ы... Нет, они уже подешевели, поверь. Зависит от разрешения, опять же. От разрешения. Мне нужно, то ты можешь... 1440p, 32 дюйма, монитор без проблем можно найти. Да. А второй момент, это то, что VA, конечно, прикольная, но у VA есть с углом проблемы, я тоже за IPS. В данном случае лучше... Сижу с IPS-ом, 4К 60 фпс, вот не являюсь дрочером, вот это всего 144 герц, вот это все, короче. Вот если вы такой же, как я, не парьтесь, берите 4К 60. О, Razer Россия занесла нам 100 рублей. Уважаемый... Точнее, 200 рублей. Уважаемый амбассадор. Странно, что вы вот хайлайн вспоминаете. Они прекрасные веб-камеры Razer, но мы не хотим терять вас в пандемию, поэтому выделяем вам субсидию на приобретение маски Razer по скрипту. Надеемся на честный отзыв. А в фильтрах а в фильтрах разбьется. Говорят же, сам прикол в том, что она не стоит 200 рублей, поэтому, ну камон, Razer, ну камон. Это субсидия была вообще-то. Да. Максим занес 300 рублей с выздоровлением, пассивьте, братан. CFO в Пусиджу занес 300 рублей, Дима стал на белоснежку похож? Нет, не стал. Все нормально. Нет. Все нормально, Дима. Не придет никакой принц, не поцелует тебя, все хорошо. А жаль. Илья Рябов занес 100 рублей подсадил девушку на геншин, чтобы спокойно смотреть стримы по вечерам, парни, здоровья, погнали. Спасибо, братишка. Спасибо, Илья. Фил занес 100 рублей, коллеги, напомните, где берете геймпаст? Спасибо. Вы знаете, вы знаете, мы как бы там, где она продается. Да. Вы знаете, идешь за углом, такой Ленин, такой стоит, такой, парень, не хочешь купить геймпаст? А я что, парень простой? Пошел и купил. Наконец, сейфов посижу, занес 100 рублей, ворваюсь первым, хорошего каста, по скриптам глянул, дюнул, нихуя не понял, но очень интересно. Ладно, дюн на самом деле такая, я могу сказать, что у меня девушка тоже смотрела дюну и такая, типа, чего? А почему? А зачем они прилетели? Ну и так далее, поэтому я могу понять твои чувства, чувак. В любом случае, ребят, еще одна новость наша, мы наконец-то созрели с мерчем, мы прямо сейчас готовим все возможные там, типа, компании, и мы опять будем делать их на Эверпрессе, то есть, соответственно, все люди, которые... Нет, смотри, во-первых, я тебе могу сказать, что они приходили довольно быстро, но некоторым людям в России были сложности, связанные с почтой, конкретно с почтой России. У нас была проблема не только с почтой России, у нас была проблема с почтой Израиля, по-моему. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что у меня есть... из Израиля прошло чуть-чуть три месяца спустя. У нас чуваки, которые покупали из Израиля, многие получили, типа, там, чуть ли не спустя пять-шесть дней после покупки, точнее, после старта печати, вот, и, как бы, я в России получил через 10 дней, то есть, печать, они прямо пишут, типа, что все, печать началась, типа, все мы вам отправили, типа, я через 10 дней в России получил, короче, посылку из Англии, вот. Короче, мы опять делаем через Эверпресс, соответственно, все люди, мерч, все подробности мы расскажем где-то, я думаю, скорее всего, на следующем выпуске уже, он, скорее всего, будет в середине следующей недели, вот, следите за нашими социальными сетями, потому что мы будем анонсировать где-то там, типа, в понедельник, вторник, среду, буквально, вот, ближайшую неделю будем анонсировать наш мерч, я надеюсь, вам очень понравится, потому что там мы очень долго с несколькими дизайнерами пытались сделать то, что мы хотели, вот, и получилось клево, и мне, слушайте, давайте перейдем к нашей замечательной рубрике слухи недели, и тут самый первый же слух, который, наверное, стоит обсудить в контексте нашей следующей темы, которую мы на этой неделе будем обсуждать, но, тем не менее, давайте обсудим сначала слух, компания Sony теоретически, теоретически может купить компанию Capcom, на это намекает инсайдерс очень смешанным трек-рекордом Джефф Грабб, очень смешанным, то есть, грубо говоря, знаете, 50 на 50, встретишь же или не встретишь его, то есть, произойдет, не произойдет. Он написал в своем твиттере, что в контексте поглощений, которые мы обсуждали каждую неделю, кстати, могу сказать, что очень забавно у нас завтра кайсти, то есть, смотри, первый выпуск года, первый выпуск года вышел, мы такие, самое большое поглощение в истории, супер, второй выпуск года, еще большое поглощение в истории, да, и третий выпуск года, и мы такие, типа, аааа, поглощение поменьше, да, да, я думаю, что на следующей неделе, знаешь, мы будем писать четвертый выпуск года, и там будет, поглощение маленькая вообще жесть, да, стопорно, так вот, короче, он написал в своем твиттере, что, в контексте поглощений, что, и тексту, ту танго, и здесь, как бы, есть, ну, два момента, танго, это имеется ввиду, танец, и тексту, типа, нужно, для того, чтобы танцевать танго, нужно двое, ну, то есть, такая поговорка, да, он это написал, и, короче, контекст можно воспринимать в трех, в трех видах, как минимум, смотри, во-первых, и тексту, это, соответственно, я, да, танго, это может быть танго Gameworks, но это у нас уже, извини, Zinimax, так что нет, не подходит, и тексту, то танго имеется ввиду, что, вот, типа, Sony, значит, потанцевала, да, Microsoft потанцевал, и теперь опять очередь Microsoft, да, ну, то есть, ты понял, чтобы танцевать танго, и, наконец, кто-то обнаружил в Твиттере, что в Resident Evil 5, в пятом Resident Evil, была такая ачивка и takes two, ту танго. А Resident Evil про что был? Про Африку, а какие есть геймдевы в Африке? мне это напоминает поиски, знаешь, от этих вот, как, с Кодзимой, когда всегда объясняют, что, типа, наебанды нет. Да-да-да, это все стопудово там, типа, все, я понимаю, что последние два года Microsoft сегодня как Sega не купит, а вы тут что-то рассуждаете про ковком. просто как показала сделка Activision Blizzard и как показала сделка, которую мы сегодня еще обсудим, на самом деле о таких поглощениях знает очень маленькое количество человек, даже внутри собственных компаний, и никто вам такие поглощения через подкаст не протерезерит, вот и все. Да, это первый момент, а второй момент, я бы не доверял Джеффа Граббе в этом вопросе, ну да ладно, это мое такое мнение, я не очень люблю Джеффа Граббе. Смотрите, тут есть еще какой вопрос, связанный с тем, что, когда у вас разные компании, которые работают в разных странах, то количество звеньев людей, которые потенциально могут знать о подобной сделке, существенно увеличивается за счет переводчиков, за счет легал-компаний, которые взаимодействуют друг с другом между разными странами и так далее. Да, но они все подписывают NDA, это намного проще. Я понимаю, но ты же знаешь, как это работает. Кто-то подписывает NDA, а потом приходит и там, слушай, блядь, ты никому не говори, но там Sony покупает Microsoft, короче. Это имеет смысл только в контексте манипулирования курсами акций, а вот так вот просто прийти на Reddit и рассказать о том, что типа, нахера, ради идиотских интернет-очков, для чего это делать? Человек может работа лишиться, именно так. Люди приходят и это делают. Они реально приходят и вот так вот делают. У меня было несколько знакомых людей из игровой индустрии, которые сливали очень серьезные, очень прям жесткие слухи, в том числе и мне тоже. И я все это спрашивал, типа, зачем, почему, потому что люди занимали небольшие очень позиции. Ну, то есть, это не то, что не синьор, а даже не мидл, это уровень, типа, прям очень низкий, но они узнавали это в офисе, там, типа, что, куда, почему. разговоры кулером. Конечно, они это все узнавали, как бы, и в итоге просто, типа, как бы, о, бля-бля-бля, надо быстрее слить, вот это все. Таких людей целая куча. Их очень много. Вы, что Sony может реально купить Capcom, нахера им это нужно? Ну, ты знаешь, как бы, смотри на Capcom. стой, прежде чем ты продолжишь, давай так скажем, мы обсудим это позже. Следите за новостями внутри нашего подкаста, который сейчас пойдет, давайте позже обсудим. Следующий слух, следующий слух, тоже про компанию Sony, Sony якобы, это пишет нам инсайдер в Твиттере, который, знаешь, типа, dude, trust me, bro. Источник, trust me, bro, да. Он говорит о том, что компания Sony возьмет и возродит игру MotorStorm. И если кто не знает, это такие гонки с разрушаемостью, которые были во времена, по-моему, PlayStation 3. Ну, не то, чтобы гонки с разрушаемостью, смотри, это были скорее, так скажем, гонки аркадные, где ты катаешься по краще. Аркадные гонки по бездорожью. По бездорожью, да. Но при этом это были гонки, в которых педалировалась тема, связанная с изменением ландшафта, что там могут быть интернады, с деформацией грязи, с каким-то ещеем. Молния может тебя ебануть, короче, может прямо перед тобой развалиться кусок трассы, тебя типа там уроняют. В последней части, я напомню, который назывался Apocalypse, перед вами реально все нахуй рушилось. Игру даже отложили из-за токийского землетрясения, чтобы ненужных ассоциаций не было. В контексте этого же слуха есть второй слух, который, ну, в общем-то, довольно похожий. Destruction All Stars, помните такую игру? Ты, как бы, немножко забегаешь вперед паровоза. Дело в том, что тут изначально слух, изначально такой, что якобы студии, которые делала Destruction All Stars, тот самый, который мы говорили, что она довольно прикольная, немножко скучноватая, непонятная, которую раздавали в PlayStation Plus, помните? Ну, такой типа а-ля Twisted Metal, типа только для детей, где, типа, можно бегать вне машины, потом запрыгиваешь в машину и, типа, долбишь всех и прыгаешь по трассам, а-ля, как вот, типа, соцсорение между Twisted Metal и Rocket League. В чем прикол? Дело в том, что якобы этой студии доверили перезапускать Twisted Metal. Да, нет, да, сначала ей доверили перезапускать Twisted Metal, потом якобы Twisted Metal забрали, его теперь делает Firewalk, который, собственно, бывший Sony Liverpool, которых Sony недавно купили, а им вместо этого дали перезапуск Mootorstorm'а. Да. И я не знаю, как есть на самом деле, но, в принципе, у Sony действительно есть две дыры, одну они сейчас заткнули своим поглощением, это шутеры от первого лица, про которые мы еще расскажем, а второе, это аркадные гонки, потому что, в общем-то, у Forza Horizon много проблем, но кроме нее играть просто не во что в этом жанре. Да, потому что раньше в свое время этих гонок же было много, были все эти флюры, там, как бы, Project... А Project Gotham Racing, и как бы, и Motorstorm был, и вообще куча всяких игр была в жанре именно автоаркад. И сейчас только Horizon, она просто за всех отбывается, по факту. Да, и то есть, по сути, учитывая, какое количество игроков поиграл в Forza Horizon, там вроде говорили, что-то 20 миллионов человек, что ли, в нее поиграл. 18, да. Ну, то есть, мы понимаем, естественно, что туда засчитывались любой человек, который хотя бы раз ее просто запустил, типа меня, который прошел первую гонку и игру удалил. Ну, типа я тоже являлся частью 18 миллионов. Но в любом случае, даже если хотя бы 5 миллионов человек в эту игру купили... Купят за деньги эту игру, это будет очень хорошо. Причем, при том, что, когда даже говорили, помните, что в момент, то есть, преданных фанатов Forza Horizon новые, которые купили игру по фулл прайсу за 100 баксов, чтобы получить к ней ранний доступ до ее выхода в гейм, их было более миллиона человек. Ну, то есть, более миллиона человек готовы пойти и твою клевую, крутую игру платить за нее, блин, 100 баксов. Ну, то есть, на самом деле, это очень крутой результат. Поэтому, я думаю, что Sony как бы тоже такие сидят, чешут репу и думают, блин, черт, у нас же было такое количество крутых игр. И что-то как-то мы вот проебываем момент, где у нас реально могли бы тоже в любимой, клевой, классной франшизе пойти люди и купить эти самые там игры, ну, условно, не по 100 баксов, но за 60 баксов там 1, 2, 3, 4, 5 миллионов штук. Ну, кстати, хорошо спрашивают, а Need for Speed уже все? Хороший вопрос. Я, честно сказать, не слежу за Need for Speed, потому что последние лет, наверное, 7 франшиза закапывается все глубже и глубже в Ил, в Донное отложение там вот туда вот. Зарывается туда, да, поэтому я даже не знаю, делают ли они новые спит или нет. Нет, они делают, но другой вопрос, что сейчас ей купили Кадмастерс и такое, в общем. Они Кадмастерс, кстати, купили за много количества денег, так что они будут доить, наверное. Их как можно больше, но мне кажется, Кадмастерс больше специализируется на Ролидов. Они же разве сейчас не Формулу-1? Они Формулу-1 и купили их тупо ради Формулы-1. И Формулу-1, на секундочку, уже превратили в FIFA, потому что там тоже появились паки. Ultimate Team, да, там тоже появилось типа купи себе Мику Хаткинина, давай, бро, давай. В какой год на дворе Никиту Мазепину надо покупать, ты что? Ну, я понимаю, ну, как бы там-то можно купить всех, понимаешь? Как бы ты только деньги заносить успевай, вот. В любом случае, короче, мы, конечно, посмотрим, что там, как будет, но если возродят моторшторм, наверное, это будет прикольно. Если сделают Twisted Metal, но хороший, с графоном, типа кровь кишки распидорасила, пустила из жопы ракету, летящему за тобой, там, типа компьютеру или человеку, отлично, вот. Но я не уверен, что время сейчас подходящее для такого рода игр, потому что, ну, Twisted Metal было очень классным, но мне кажется, что не совсем его сейчас время, хотя, то, что в Rocket League играют народ, и людям хочется поиграть в такую вот аркадную штучку, где ты гоняешь на тачках, подпрыгиваешь, летаешь, и буквально еще секунда, и ты его пустил из жопы ракету человеку сзади себя, чтобы его расхуярило просто на куски, может быть, может быть, рынок для этих игр все-таки еще остался, и может быть, все-таки иметь смысл это делать. Моляю, пожалуйста, не повторяйте, вот, неудачные моменты сделаны в Destruction All Stars, которые, значит, моментально исчезли. тачки пышочком, надо убрать, это просто, дело не в этом, дело вообще не в этом, пацаны, там были абсолютно кринжовые, действительно идиотские, выдающиеся персонажи, это вот тот стиль, который я в видеоиграх просто, блядь, ненавижу, его популяризировал, в конце концов, Overwatch и Fortnite, вот этот стиль, типа псевдомультяшный, что? Нет, 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 подожди-ка, в Overwatch тебе сделали Sexy Wi-Fos, а здесь тебе сделали непонятных персонажей, которые и не туда, и не сюда. Там тоже есть Sexy Wi-Fos, просто она там одна, а не их там 10. Нет, это просто, это просто Sony-Sony ответ в плане дизайна на Bleeding Edge, на мой взгляд. Ну, короче, я к тому, что если Twisted Metal будет придерживаться, хотя кого я, блядь, обманываю, это же Twisted Metal, там наверняка так и будет, знаешь, прям просто, просто пиздец в виде персонажей. Если ты возьмешь и представь себе, представь себе на секунду, что у тебя Twisted Metal, опять же, типа вот эти окровавленные чуваки, клоун с горящей башкой, там типа вот оторвы прям ебанутые. Но, на секунду, не мультяшные, а в стилистике Аркейна, такие типа как вот а-ля Dishonored 2 и так далее, такие немножко, немножко такие, знаешь, типа такие деформант и такие типа, знаешь, адовейшие, горящие глаза, там зубы толчат. Ролик с Redfall, где про вампиров этих, там же вот именно такие персонажи. Ну, вот да, вот типа примерно такой стилистики, знаешь, такой типа как бы кринжовый, где у тебя, ты понимаешь, что типа это люди, которых очень пиздец потрепала жизнь и выглядят они немножко как бы пугающе, да, вот так будет прикольно. А если они сделают а-ля Fortnite и а-ля какой-нибудь там типа вот тот же Distraction of the Stars, блядь, будет хуёло. Зато знаешь, чего точно не будет? Ультра-реализма. Потому что я так понимаю, что вообще в принципе в современном мире вот эти игры с ультра-реализмом, они не очень популярны. Ну, то есть как бы либо их делать дорого, либо я, ну, то есть либо это просто как бы дизайнеры такие, в чём здесь кайф, да, вот, никто не будет делать персонажей, которые, знаешь, там типа, как я не знаю, как... Чувак, Tencent тебе уже доказал, нужно делать игру с сиськами большими. Да. И всё хорошо заходит, отлично. Да-да-да, и без афроамериканцев. Помнишь эту историю? Этого не я сказал, я этого не говорил. Я искал Tencent, если что, так, на секундочку. Ну, как бы, они тоже этого официально не говорили, но сами понимали. Дувакин, Дувакин, жена 100 рублей, Rocket League, аркадная штучка, кек, Тимур, это не так. Нет, мы имеем в виду жанр, а не то, что в неё играют задроты. Это немножко разные вещи. Да-да-да-да, именно. Дракт на тракторе, помирал в субботу, занёс там 95 рублей, и парни, сам в субботу чуть не сдох, температура под 40, решил сходить в туалет, потерял коннект сервера, и обнимался с унитазом секунд 20. Блин, ну это жёстко. У меня такое было, когда я первый раз болел короной в прошлом году. от этого, который сейчас, я могу сказать, у меня даже температуры нет. То есть, я вообще не уверен, что-то коронавирус. Может быть, может быть. Смотри, да не собираюсь, зачем это нужно. В смысле, ты чего? Может быть, помогла, кстати, замечательная вакцинация спутником. Спасибо большое спутнику за то, что спас мою жизнь. Может быть. Вообще, почти все, кто болеет омикроном, особенно вакцинированный, болеет им несложно. Да, в этом, где-то проблем больше. Нартообразный каталог пластиковых кукол за 100 рублей. Ой, пацаны, как только я перестал искать работу, мне ее предлагают, но нет времени разобраться со своей жизнью. Что по аниме сегодня? Что по аниме сегодня? У нас сегодня аниме, кстати, не будет. Но зато было два аниме в прошлом выпуске, так что, сами понимаете. Он же нам пишет еще раз, пацаны, перестал искать работу, предлагают шабашки, нет времени с жизнью разобраться, что по аниме. Братан, два раза один донат, мы поняли, спасибо тебе большое. Слушай, я единственное, что хотел сказать, что с жизнью разбираться нужно, потому что иногда, когда вы откладываете, типа, ой, у меня сейчас все сложно, у меня тут как бы куча пиздеца, куча жести, все сейчас происходит, происходит вот это все, ну, типа, потом как-нибудь, как бы, сейчас разгребусь, а потом вот решу. Старайтесь, конечно, этого не делать, потому что иначе можно так три года сидеть и разбираться, а потом через три года подумать, блядь, пиздец, я приемал три года. Почему я три года назад не сделал, Да. Есть такое. Викидка, Зарвегия, 9300 рублей, купил себе пару недель назад то самое кресло, которое Маркус, но новое, Маркус не берите, если можете взять новое, оно намного комфортнее, это про кресло из Икеи. Ну, вот я говорю, там реально новое кресло, было довольно классное, у него есть еще белый прикольный вариант, как бы, я вот о нем тоже подумал, надо только сидеть в нем, позырить, вот. 9300 рублей, парни, новый проект топ, вынудили меня, оформить подписку на плюс, надеюсь, его не постигнет участь старикаста. У нас и был такой изначальный план, мы собираем кучу денег, а на втором выпуске закрываем проект. Да? Да, Тимур? Нет. На самом деле, как Димка правильно тезерил долгое время вообще в нашем подкасте, он говорил и на стримах тоже, то, что старикаст в текущем виде мы можем сделать, ну, просто это тяжело, и как бы мы морально сейчас, наверное, к этому не готовы, хотя, может быть, мы вернемся все-таки к этому и сделаем это, вот. Но, как бы, сказки дядюшки Зомбака более прикольные в этом плане проекта, то, что его делать полегче, и это, так скажем, чуть более то, о чем мы всю жизнь думали в детстве, там, типа, в юношестве и так далее, потому что я уже говорил в подкасте, что, типа, у меня была, блин, энциклопедия инопланетянная, понимаете? Я с детства тоже об этом думал, как бы, и вот прикольно поговорить, тем более, что у Димки есть огромное количество фактов, огромное количество, там, типа, всяких классных информаций, расшифровок и всего-всего, он может об этом рассказать, а я поиграть роль дурачка, который его спрашивает обо всем, типа, о, ну, вот уже, а про это расскажу, о, вот, ну, вообще, мне кажется, у нас хорош, там, там, получилось. Давайте, я же, занесла нам 100 рублей, просто так, пассив тебе, Dragon Master занес нам 1024 рубля на второй эпизод сказок дедушки-замбака, спасибо, что продолжайте пилить что-то новое для своей аудитории, пассивьте, врата. Е-е-е, теория заговора, но поменьше, занесла нам 100 рублей. А вдруг, какая-то земная цивилизация так развилась, что мы для нее, как неконтактные племена для нас, это, которые в самолеты из лука стреляют. Мы об этом говорили в том числе и в подкасте, но вообще, это теория, теория зоопарка, которая давным-давно обсуждалась, то, что на самом деле, представьте себе, как если бы вы смотрели на рыб в аквариуме, например, то есть у них там что-то какие-то движуха, там кто-то суетит, что-то там плавает, там что-то ищет, вот, а ты такой, а вот эту хочу, вот эту вот, можно мне зажать? Ну, это у Ваннигу-то еще было так-то в произведениях. Да, все так. Слушайте, возвращаясь к слухам, помимо того, что тут творится вокруг аркадных игр Sony, появились слухи о Hogwarts Legacy, помните такую? Я на самом деле могу тебе сказать, что я, ну, то есть, не то, что не помню, но я недавно про нее вспоминал, знаешь, в каком контексте? Помнишь, была такая игра Wizards United? Да. Это игра от Ниантека, которую они, создатели Pokemon Go, анонсировали, и там, типа, ты ходишь, по сути, как покемонов ищешь, то есть, тоже игра с Аэром, ты ходишь по карте. Они ее закрыли недавно. Да, вот они ее закрыли недавно, и я смотрел Post Morton, типа проекта, почему же она, типа, не взлетела, поскольку она использовала те же карты, что использовались в Pokemon Go, то есть, например, ты идешь с Pokemon Go, например, и там у тебя в какой-нибудь, там, я не знаю, церкви, нельзя так говорить, нет, нельзя, в парке, там в парке какой-нибудь Pokemon, да, сидит, привязанный к геолокации, и вот ты открываешь Twizzards United, у тебя там же, на том же самом месте, где у тебя сидит Pokemon Go, у тебя сидит какой-нибудь, там, тролль, которого ты, там, пиздишь палкой, и, то есть, у них была та же самая карта, у них были те же самые наработки, у них было, ну, то есть, все для того, чтобы игра взлетела, да, классная франшиза, там, и так далее, и тому подобное, почему же она не взлетела, почему же ее закрыли, знаешь, почему? Потому что фанаты наигрались в Pokemon Go, и Pokemon Go была настолько в свое время революционной игрой, ну, которая, типа, как бы, что-то новое предлагала, да, пользователям, что даже если бы Wizards United была лучше сделана, и, там, лучше игралась, и так далее, она не смогла бы предоставить людям новый пользовательский опыт, именно поэтому у нее постепенно количество народа падало, 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 пока в нее вообще не прекратили играть, и в итоге они ее закрыли, вот такая история. Так вот, я к чему все это говорил? Вот я вспоминал про это, думаю, хм, а как там интересная игра про Гарри Поттера, которая на консолях должна была выйти шесть лет назад или когда там ее анонсировали впервые? Как она там поживает? Так и что, в чем слух? Так вот, слух в том, что она, во-первых, выйдет в этом году, более того, помимо того, что она уже несколько раз отмечалась в календаре релизов за 22-й, есть такой аккаунт в Твиттере, аккаунт NGT, который сливает всякие типа инсайды, и он говорит, что игра выйдет, скорее всего, в сентябре. В сентябре. И я, в принципе, в это верю, потому что, смотри, Warner Bros. Games в этом году должно было выйти три игры, по идее, да? И типа Хогвартс Легаси, Бэтмен, который, господи, суд сов, вот, и должна была выйти игра по отряду самоубийц. И как мы знаем из сообщения Блумберга, отряд самоубийц перенесли на 23-й год. Тихо. Тихо. Самое интересное, что пока что нет даже ни опровержения, ни подтверждения этой истории. То есть, об этом сообщает Шрайер. Откуда он это сообщает? Если почитать статью на Блумберге, там написано, что, а, что-то как-то, знаете, с рейнгпук, они не обновляют свой сайт и ничего не говорят, а мероприятия, которые должны были в этом году провести тихо мирно отменили, скорее всего, игру перенесли. То есть, это его, скажем так, домыслы. Ну, Шрайер часто прав, давай скажем, что это один из немногих реально надежных инсайдеров. Естественно, что, скорее всего, ее и правда перенесли. Но просто, с точки зрения Warner Bros. довольно странно, что они не повреждают и не опровергают эту историю. Я думаю, это просто придет после финансового отчета. Они, знаешь, сейчас потому, что все закрывают финансовые кварталы, они отчитаются, и после этого богополучную игру перенесут. Это примерно так работает. По Хогвартс Легаси тогда нет вопросов, что выйдет в этом году. Потому что раньше был вопрос, если у вас в конце года и отряд самоубийц, и Гарри Поттер, вам надо их как-то немного разнести между собой. Причем это реально жанровые игры похожие относительно. Это не Гранд Туризма и Хорайзен, которые воюют за аудиторию очень покасательнее. И тогда, если вы переносите одно, соответственно, второе, вам надо что-то оставить на этот год, и это, скорее всего, будет Хогвартс Легаси. Ты вообще ждешь Хогвартс Легаси? Я жду. Я считаю, что Гарри Поттер это отличная вселенная для того, чтобы делать зельдоподобные такие экшен-РПГ. И второй Гарри Поттер был очень клевой игрой на ПК, по крайней мере. Ты сидишь такой в этом, в редакторе персонажа, создаешь себе там своего этого пацана, который там в этот Хогвартс попадает. На тебе висит эта шляпа, и ты такой столько не в слезер, и столько не в слезер. ПТУ! Она тебе говорит КВАНТИК ДРИМ! Будешь в игре The Dark Sorcerer играть! Это еще один слух, то, что КВАНТИК ДРИМ сейчас делает игру полноценную на основе той самой демки для PlayStation 4. Темный, как она называлась, темный, не властелин, все хочется властелин сказать, темный заклинатель. Волшебник. Да, темный волшебник. Значит, если вы помните, это была достаточно такая юмористическая технодемка, которая показывала нам возможности PlayStation 4. Сейчас эта игра будет уже в полноценной, ее будут разрабатывать в Париже. Она, типа, более продвинутая, чем Star Wars Eclipse, которую они сейчас пилят. И самое главное, они, типа, сохранят юморной тон. Но что под собой подразумевает юмор от Дэвида Кейджа, мне представить немного страшно. Ну почему? Ты же смотрел эту демку Dark Sorceress, там как раз был довольно забавный юмор. Она была потешной, я согласен, согласен. Там, типа, история была в том, что там, типа, темный волшебник и какой-то гоблин, они снимаются, типа, в фильме. Да, для тех, или в рекламе, или в чем они там снимались. Довольно жеману. Оказывается так, что, типа, все, что они делают, она, типа, на фоне зеленого экрана камер хроматил, но они при этом реально используют магию. По-настоящему. Ну, в общем, довольно прикольная история. Я думаю, что это как раз та игра, которая могла бы реанимировать репутацию Quantic Dream'а после того, как ее загнали в подпол французские таблоиды. Но, с другой стороны, смотрите, у них, кстати, по слухам, именно поэтому очень большие проблемы сейчас с набором персонала на новые игры. Я хотел сказать, что я напоминаю вам, что я рассказывал об этом подкасте. Я же общался вживую с журналистом, который написал это расследование. Да. Уилье Мудро. Он приезжал в Москву, и мы с ним ходили, бухали, не тусили. И он мне очень много чего интересного рассказал по поводу этого расследования, как оно проходило. И он говорит, что из-за того, что не все было можно рассказывать, потому что это точно где анонимизировало бы людей, которые вам это рассказали. Ну, потому что, типа, 100%, если кто-то что-то рассказывает, 100% понятно, что это вот конкретно этот человек это сделал. не все можно было рассказать, но он говорит, что там полный пиздец был. То есть там то, о чем говорят по поводу Activision Blizzard, что у них там токсичная атмосфера, где, типа, там, про Билла Косби делают номера в гостинице, и там, типа, репетируют, как они сейчас будут, типа, насиловать людей и прочее, все это, типа, делалось в шутку во многом, но очень неудобную атмосферу порождало для сотрудниц и сотрудников. В Quantic Dream все это происходило по-настоящему. Там по-настоящему тебе прямо говорили, что, типа, ты должна на вечеринке сегодня со мной переспать, потому что иначе, как бы, у тебя не получится карьера. И у тебя не получится карьера не только здесь, но и вообще нигде. Я вот убежусь в том, что твоя карьера не будет работать. Рыба всегда гнет с головы, Тимур. Если самого Дэвида Кейджа за этой историей пока еще не застукали, то, как бы, о чем тут можно говорить внутри студии? Я не буду ничего говорить. Хочешь сказать, застукали? Но, как бы, я не буду ничего говорить. Ну, и ничего не говори. Знаешь, на самом деле, о том, о чем точно не стоит никому ничего говорить и планочку ожиданий, скажем так, стоит, наверное, снизить, это то, что очень скоро, совсем буквально, вот, вот, буквально на днях появится, наконец-то, в Cyberpunk для PlayStation 5 и для Xbox Series X новый консольный, замечательный, прекрасный. Почему? Потому что CD Projekt Red выпустила новую картиночку. Обновилась картинка в PlayStation, обновилась картинка в Xbox Series X. Это не просто картиночка, появился билд игры в PlayStation Network для PS5. Ну, то есть, понятно, что этот билд может выйти через полгода, но он уже появился в PS1. То есть, в PS1 появился билд для PS5. Тут, как бы, да, есть такой момент, там не про билд идет речь, там идет речь именно конкретно про картинку. Уже появился билд. Это ты додумал, там нет такого новости про билд. Нет, уже писали о том, что даже билд уже появился. Ну, ладно, в любом случае, ты ждешь Cyberpunk? Да, я тебе честно скажу, я в итоге сдался, купил ее на ПК, поиграл немножко. Очень спешно, маленький такой, типа, отвлеченный комментарий. Дело в том, что я же до этого стриткидом начинал. Помните, я рассказывал, я просто дичайше бомбил от того, насколько идиотски выглядит интро игры, когда у тебя, ты прям понимаешь, что у тебя вырезали целый огромный кусок игры и превратили его в маленький ролик на две минутки. Вы знаете, когда я начал играть за Корпо, everything came together, как бы, то есть, ну, то есть, когда ты играешь за Корпо, у тебя внезапно вот эта нарезка того, что они показывают, типа, некое интро, оно выглядит нормально. Ну, то есть, ты понимаешь, что, типа, какой-то хуй пойми какой-то чувак, ты его хуй пойми, типа, вроде как, типа, встретил, это было в стриткиде, а в Корпо, это твой дружбан. Ты его давно знаешь. У тебя вообще, это как бы, это твой, в доску чувак, короче, ты его давно знаешь, что у вас все прекрасно, все хорошо, типа, вы вместе дела обкашливаете, там, и прочее, прочее, ну, а теперь у тебя там изменились некоторые жизненные обстоятельства, ну, так получилось, что вы теперь вместе с ним бухаете, тусите и так далее, то есть, у тебя нету ситуации, когда у тебя, типа, которому тебе говорят, о, ты только что его встретил, вот ваша вся жизнь пронеслась, типа, пару-тройку лет, а потом теперь у вас там серьезные проблемы, да. Вообще, на самом деле, именно так там и происходит. А вот, когда ты играешь за корпус, тебе сразу говорят, это твой дружба, ты его давно знаешь, все дела, короче, все дела. В общем, короче, киберпанк, они в начале, Тимур. Ты знаешь, я, короче, я поиграл на ПК, учитывая, что у меня, он у меня идет очень хорошо, но, бля, если это реальная игра, которой все постоянно говорят о том, что, типа, бля, ну, вот где надо ретрейсинг использовать, и где вот нужно на него смотреть, на ПК, ну, ребят, ну, ретрейсинг в киберпанке выглядит хуево. Он выглядит хуевее, чем в Рачите Кланке. Он выглядит хуевее, чем даже, блин, Майл Сморалин. Потому что он там на изоленте примотан, я тебе больше скажу. Я для фотомодов, которые, кстати, у меня реально хорошо ретвитят и шарят, я делаю следующим образом. Я включаю ретрейсинг для отражений, потому что, ну, это очевидно. Я выключаю ретрейсинг для освещения, потому что он делает картинку хуже, потому что прибейк освещения лучше, лучше. Ну, в любом случае, я скажу так, что киберпанк, я поиграл, но пока, по сути, такой, типа, definitive edition, типа, вот, что ждать от консолей, да? Ты такой прям думаешь, что, ну, вот сейчас на PS5 выйдет, и там просто вау, вот. В общем, ну, не то чтобы вау, конечно, но, если будет хотя бы просто хорошо, без багов, и оно будет нормально идти, если они сделают некий апдейт по, там, квестам, по сюжету, ну, то есть, чуть-чуть как бы проапдейтит игру само по себе, кроме графона, я бы с удовольствием поиграл. Я думаю, что нет никакого смысла выпускать просто апдейт для новых консолей, потому что все, кто хотел поиграть в киберпанк, уже в него поиграли. Это имеет смысл... Я хотел, не допрошел. Это имеет смысл выпускать только если у тебя есть какой-то аддон. То есть, можно небольшой аддон, но, то есть, который добавляет какой-то плюс-минус новый контент. Вот у них была история, например, с пасификой, в которой только половина на карте работает, оставшаяся половина, типа, закрыта, там нету. И помнишь, там народ пролазил сквозь карту, долазил до этой ракеты, которая там стоит далеко, и там она время от времени вылетает в космос. Вот. И там же, на самом деле, эта карта есть, просто в ней ничего нету. Вот если они возьмут, например, там часть этой пасифики вместе с космодромом и прочего, добавят в игру с помощью каких-то квестов и так далее, это можно назвать таким, ну, если не аддоном, то каким-то там желанием для того, чтобы пройти. Нет, им надо делать релонч, на самом деле, по-хорошему. Им надо сделать то, что они в свое время сделали с первым ведьмаком. Потому что первого ведьмака был экспо, как он назывался, улучшенное издание, extended edition, что ли, где они добавляли квесты, переделывали модели NPC, делали их более разнообразные, делали какие-то такие глобальные фиксы с боевой системой в том числе. Здесь то же самое, здесь надо накидать каких-то квестов, выпустить под это какой-то DLC с пасификой или там... ты помнишь, когда вышел DLC Кровь и вино у Ведьмака 3? Вот, кстати, Кровь и вино... Они сделали же специальную версию, которая называлась типа Ведьмак 1.6, которая настолько сильно была переработана, что они сказали, что типа все сейвы от 1.6 не будут больше работать вообще нигде. И типа... То есть это, по сути, вообще две абсолютно разные версии игры, предыдущие и новые. И там поменяли типа и как работает карта, инвентарь, там типа вот эти всякие скрепы, продажи, им не привыкают доделывать игру. Я просто к тому, что Кровь и вино это как раз так, как хотелось бы, но так, как скорее всего не будет. Кровь и вино... А вот, например, если сравнивать, если ты хочешь сравнить с Ведьмаком, то вот Каменные Сердца, да, это примерно такой вот аддон. То есть тебе, по сути, та же самая карта, ее расширяют, пару немножко локаций добавили, квесты добавили, персонажи добавили, сюжет. Вот это такой аддон, который мог бы Ликвер Панка выйти, который мог бы там доставить людей пойти там поиграть в эту игру и так далее. Ты понимаешь, что ей придется его делать бесплатно? А то, что ты говоришь про Кровь и вино, это по сути уже как отдельная, типа по сути, игра, да? То есть тебе надо написать новую карту, новое сайт, новое все. И в контексте Киберпанка куда ты место действия перенесешь? В пустыню? Или куда? В другой город? В эту сраную. Ну, как бы все равно это та же самая карта. Это тот же самый мегаполис, алло. Ну, то есть как бы тебе не получится так кардинально поменять. Вот эту местность, в которой ходят эти номады. Да, потому что я же говорю, да, замечательно. Спасибо тебе. Можно сделать за номадов, можно какие-то пригороды добавить, но было бы желание. Там сеттинг в Киберпанке охеренный. Мы буквально на праздниках раскладывали Киберпанк Ред, именно настольный, ну, вот этот настольный РПГ, было очень клево. Но я просто к тому, что в Киберпанке при всех тех помоях, что выявили на игру, и во многом заслуженно, вот в ней есть потенциал, и очень хочется, чтобы CDPR ретроактивно как-то его реализовал. Но я вам могу точно сказать, что сейчас они людей набирают на DLC, и мне кажется, что если игра выйдет, то выйдет она не прямо вот скоро-скоро, но они над ней явно потеют. Но вы заметили, какое количество очень важных ключевых игроков из студии ушло? Да, там явно были сделаны выводы из всей этой истории. Очень много людей его ушло, из тех, кто прям стояли у руля буквально. То есть, типа, всяких основных самых важных направлений. И это, конечно, печально, с одной стороны, потому что, может быть, мы не получим того результата, о котором мы мечтаем, что, типа, якобы сейчас Cyberpunk вылезет так же, как в свое время Witcher 3 поправил все свои ошибки и стал просто супер-гипернародной игрой. Боюсь, что можем мы этого не дождаться. Парни, вы размечтались, мы ждем NFT по Киберпанку. Но я, на самом деле, все равно в душе мечтаю, что Киберпанк хотя бы допилит до состояния, где, блин, ты не будешь проваливаться сквозь землю, где у тебя не будут идиотские истории с интерфейсом и так далее, что оно хотя бы просто будет нормально работать. Я очень-очень-очень этого хочу. Вот. Короче, пацаны, мы ждем Киберпанк на PS5 потихонечку. Если там сделают еще какой-то апдейт, они просто баги починят, будет очень круто. Если нет, ну, мы хотя бы поиграем с красивым графоном и будем страдать. Красивым графоном, но страдать. Но страдать, да. 30 FPS, да. 10-8. Знаете, кто еще будет страдать с не очень красивым графоном в 30 FPS? Ну. Почему? Подожди, почему ты сразу так вот, а вдруг все будет хорошо? Начало новость. А вдруг все будет хорошо? Ну, какая новость-то? Короче, на Reddit появился слив, с 4chan, то есть вы уже там все свои детекторы приготовьте, про то, что утекли детали якобы второй ботвы, Breath of the Wild 2, и пока без названия. Сто пудово это фейк. Ну, а прикинь, это правда будет? Все такие, ага, это же фейк с 4chan. Блин, я каждый раз вот об этом думаю, потому что я каждый раз вспоминаю эту историю с RDR'ом, вот, но, как показывает практика, больше, чувак, ты забыл про то, что, о, вы знаете, основной фишкой Battlefield'а будет то, что вы сможете соединить одновременно людей из Battlefield 3, а еще и старовой мировой войны. А, кстати, создатели Titanfall'а делают новый батл-рояль, и вот его карты. Все такие, ага, лошара, херак там тупо Apex был. Это были слухи не с 4chan'а так-то. Уел вас? Уел вас? Чувак, ну вот история про RDR была с 4chan'а точно. История только про RDR, да, остальные были с Reddita. Ну, вообще, на 4chan'е тоже периодически вкидывают такого рода штуки, и люди же сейчас уже научились, они ретроспективно смотрят, а что писали на 4chan'е про эту игру, ну-ка, 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 и такие, о, в 2013-м вот про это писали, все равно никто не поверит. Так в чем слух-то про Зельду? Короче, Breath of the Wild 2 пришел чувак и расписал различные механики, различные штуки, которые будут якобы в игре. И, как бы, как обычно, вы можете, знаете, как в английском говорят, типа, с долей, с маленькой щепоткой соли воспринимать это with a grain of salt. О чем говорят? О том, что, ну, тут вообще прям мелкие подробности. Типа, например, у Линка не будет мастерс-меча. Вначале, да. Учитывая, что вы закончили, типа, по сути, игру первую, весь такой раскоченный, такой прям с мастер-мечом, с броней, с 15 сердцами там и так далее. Или с палкой и тремя сердечками ты просто сразу побежал на ганну. Как это делают? Как это делают? Ты что? Половина Ютуба же в этом. Половина Ютуба так делают, знаешь, это те люди, которые на гитаре Dark Souls проходят. Вот примерно так же. Я бы себе, я себе не очень представляю, как это можно сделать, но все равно, окей, хорошо. Но в любом случае, короче, мастер-сорда нету, потому что его линк якобы вернул в эти... лес короков, да. Вот, поэтому как бы у вас его, соответственно, нет. Поэтому, типа, что насчет данжев и, соответственно, всяких различных испытаний. В общем, говорят, что шрайнов больше, как таковых, по большей части не будет, то есть вот этих типа испытаний. Они будут джены. Ну, там пишут, что будет 6 подземелья стандартных, как в старых зельдах. Да. А все остальное будет, типа, более такие, более интересные, скажем так, локации. Мне значили, что в этом слухе сразу вот то, что неправда. То, что 100% говорит о том, что это фейк. Там написано, что ты будешь постоянно переключаться между Линком и Зельдой. Типа, у Зельды тоже есть эта шика слейта, как эта штука называется? Да, да, да. Ну, короче, камень шика. Айпад. Да. И, типа, Зельда, она будет меньше сражаться, но у нее, типа, будет больше стелса, типа того. Там еще говорят, что они будут в разных мирах, в разных, типа, дименшинсах находиться. Это сразу, говорит о том, что вслух полный фейк, потому что Нитан никакая не пойдет на то, чтобы, блядь, легендам Зельды можно было бы играть за Зельду. Это просто переворачивание основ. Я сегодня читал историю... На дворе 2022 год. У нас феминизм во все поля. Я сегодня читал историю про японцев. Типа, почему у них, по-моему, я на Виситой статью читал, почему у японцев очень консервативное общество и очень консервативно относятся, например, к организациям. То есть, например, у тебя есть, кафешка, который открыл твой прапрапрапрадед, и ты, его внук, вот ты должен эту же кафешку перенять в собственность и также ее поддерживать. Таким образом, у них есть компании, которые в 700 году, не в 1700, а просто в 700 году основаны. Там какой-то отель основан в 1200, какой-то там типа строительная компания в 1800 и так далее. Если ты откроешь Википедию и нажмешь там самые длинные, да, самые длинные, ну типа непрерывно работающие бизнесы в мире, там половина списка это Япония. Да, и поэтому, то есть как бы вся история в том, что японцы очень сильно консервативны. Ну то есть вот какие-то маленькие изменения, которые не раздражают фанатов, ну там, если ты помнишь историю, например, показали только впервые Breath of the Wild, Зельду, и там одной из инноваций, от которой просто все, ох ебать, как это круто, было то, что лошадь, которая в прошлых Зельдах, ты вот ее сам управлял, в этот раз она автоматически типа объезжает деревья, ну чтобы ты в них не врезался. И все говорили, бля, это просто невероятная инновация, и нам это кажется глупостью, ну потому что это, ну как бы такая, знаешь, типа слайдсов... Я все понимаю, но ты как бы в этом плане немножко уходишь слишком сильно далеко, почему? Потому что пойми, у тебя Breath of the Wild уже был настолько инновационной игрой с точки зрения вообще всей франшизы, open world, с огромным количеством новых механик, который типа построен вообще по другому принципу, через серию. Да, и вся игра... Подожди, подожди, и вся игра сделана по сути, по таким же принципам, как предыдущие. Есть четыре больших данжена, и пятый данжен — это босс. И все, и до свидания, ты прошел игру. Смотри, а то, что тебе нужно, блин, готовить жрачку, которая тебе улучшает сопротивляемость льду... Это мелочи, это мелочи. Мысли, это очень важно. Влазить на любую гору, и типа you see that mountain, you can climb it. Спасибо, God Forward, да, Фот Товард. Фот Товард — это человек, который пилу фенсеру вручает премию индустриальную, не путай их. Я просто к тому, что, скорее всего, сиквел не слишком сильно, не слишком кардинально будет отличаться от Breath of the Wild. И история в том, что тебе надо будет постоянно переключаться между Линком и Зельдой, мне кажется, бессмысленным. Мне кажется, это фанатская какая-то типа паста, которая написана фанатом. и Зельдой, а потом в определенный момент у тебя переключение на Тревора, твои действия. А что если переключение Линка и Зельды сделано внутри одного Линка? Ну, то есть просто Линка осознает себя Зельдой. А мы прогрессивное общество. Линка — это сон собаки. Не, на самом деле переключение твоей кукухи идет, понимаешь? Слушайте, ребят, я, если честно, считаю, что это вполне возможно. Не, на самом деле звучит это, по крайней мере, на уровне того, что написано. Это звучит, как минимум, здраво. Ребят, вы все говорите сейчас на уровне, типа, знаете, какого. Вы знаете, мы что-то там прочитали, мы ничего из этого не озвучили, но звучит вообще-то здраво. Во-первых, о чем говорили мы, ну, чтобы вы понимали. Суррелистичная игра, много фантасмагорий, много мистерий, более драматичный, чем у предыдущей Зельды. Якобы. Вот. Учитывая, как трейлеры были построены у первой Зельды, где под героическую музыку в светлой, прекрасной Зельдолянде, короче, ты такой, типа, берешь и едешь по красивым травкам, и тут внезапно выбегает монстр, такой паук, стреляет телазером, пиу, классно. Вот. Ну, то есть тональность даже трейлеров изначально у Зельды Брассов Звайл была такая довольно светлая, прикольная и классная. Здесь у тебя тональность трейлера сразу, типа, идем по подземелью, там какая-то херня, там какая-то маска, там вообще жесть, ой, музыка психоделично играет. Ну, то есть, типа, как бы, даже трейлеры, как бы, сама по себе Nintendo делала таким образом, чтобы они прям выглядели более взрослыми, более драматичными, более фантасмагоричными. Окей. Дальше, короче, якобы Зельды вместе с Линком находятся в разных деменшинах, то есть в разных измерениях. Ты между ними переключаешься, причем, у них очень сильно разнятся способности, потому что у Зельды способности очень упрощенные, и они больше походят на Линка, который, типа, не получил никаких способностей, у которого есть только планшетик. А у Линка, соответственно, куча новых способностей появится из-за того, что он будет общаться с разными сейджами, ну, то есть старейшинами, которые будут его, типа, учить всяким новым прикольным штукам. Вот. Ну, и куча, соответственно, тимворка, который, как бы, подразумевает, что вы, типа, подходите в разных местах в одних и тех же комнатах разными персонажами в разных дименшинах и типа что-то где-то двигаете, ну и соответственно как бы пытаетесь таким образом взаимодействовать с локациями. Вот. Соответственно будет ли это правдой? Посмотрим. Выглядит правдоподобно? Да. Получится ли все так же? Могу заметить, что Nintendo-то читалась о своих годовых доходах и у них отчет выложен на сайте и там в отчете написано типа игры, которые там мы планируем выпустить и там типа некоторые TBA то есть TBA анонс когда-нибудь да выпустим, да? И вот эта новая Зельда, она планируется Nintendo и выпустится в этом году, в 2022 Я так понимаю, что она скорее всего метит в какой-нибудь ноябрьский релиз ну то есть плюс-минус Блин, чувак, ты понимаешь, у тебя игра на движке и очень сильно похожа на предыдущую игру а предыдущая игра была выпущена в 2017 году ну почти 5 лет назад ну это дохрена это был ланч тайтл причем это был еще это был ланч тайтл свеча, понимаешь? да, это еще был кроссген с Wii U то есть как бы настолько давно это было пора буш, наверное, чтобы она вышла то есть в принципе сделать сиквел такой игры учитывая, что он очень сильно похож на ту игру ну как бы это не так уж сложно прям ну то есть как бы да, прикольно конечно амбициозно, но не так сложно у тебя лапки ты делаешь игру про Марио и новый Марио Карт как ты можешь распылять сотрудников еще и на Зельду ну а у Нумы все-таки его команда делает Зельду нет, нет, там отдельная студия у него просто понимаешь, у Нинтендо нет вот этого такого типа что у нас есть ноутидог у них нет ноутидога у них есть бизнес юнит 3 даже не то, что бизнес юнит 3 типа она же какой-нибудь типа стим Аонума условно у нее нет названия какого-то типа какая-то там студия чего-нибудь короче а это просто типа студия вот чувака Аонума, который принадлежит Нинтендо хуй пойми как называется короче ну вот эти вот ребята делают вот эту игру все понимаешь, поэтому ну хер знает посмотрим короче, я смотрю на самом деле очень с большим позитивом на новую зрелию потому что мне очень понравилась предыдущая игра я с удовольствием ее прошел на свиче и я искренне надеюсь, что новая игра будет не такой плохой может быть даже круче чем первая часть Викинг из Норвегии за нас там 100 рублей я как раз-то белое кресло взял очень классный дом выглядит у Маркуса проблема в том, что со временем сетка спинки растягивается вот так вот там есть версия без сетки вот есть версия, которая вообще кожаная вся Андрюша, за нас там 100 рублей Тимур, случаем не был ты в Питере на этой неделе? Шел я за пивом увидел во дворе очень похожего красивого мальчика я не был в Питере, я сижу в Москве как сыч вот последний раз я выезжал в Ирданию соответственно вот в декабре все сердечко вперед, вверх, вперед, вниз, назад вверх, вниз, вверх занес нам 100 рублей моя считает, что ты считать правильно моя думает, что НЛО не существует доказательства тебе правильно не верить в НЛО хорошо, меня нет спасибо тебе сердечко вперед, вверх, вправо, вниз, влево, вверх, вниз, вверх за красивые слова Женя, за 100 рублей если толк сеять дома и не принимать душ со временем начинаешь пахнуть как дешевые чипсы со вкусом сыра, грибов и краба спасибо за внима бля спасибо, что ты нам рассказал про этот запах слушайте, ну и какая же рубрика в контексте хотел сказать, что ребят, если вы хотите вкусных, пиздатых чипсов ну вы не очень любите чипсы попробуйте чипсы, которые называются пакет картошки о, я видел, кстати, продаются они прикольные, да пакет картошки с трюфель это дико вкусно просто обосраться как вкусно особенно там с пивасом, с вином вот это все ну можно даже просто съесть они единственное, что они очень ну то есть такой пакетик, типа не очень большой их внутри на самом деле немного то есть если вы привыкли к тому, что у вас как условно там у какого-нибудь лейса или еще что-нибудь так вот прям их будет дохера здесь их не дохера, их не много но они очень вкусные Тимур, я конечно все понимаю но если ты отквалангист и у тебя кончился воздух ты просто берешь пачку лейс и открываешь и ты можешь доплыть до поверхности по количеству воздуха они, кстати, исправились я тебе могу сказать, что у них сейчас упаковки такие, что там нормально напихано этой картошки сраной слушайте давайте вернемся к слухам недели какая рубрика слухи недели без нашего любимого Кодзима и свежий слух про него и причем скорее всего реально правдивый мы говорили в прошлом выпуске о том, что Кодзима планирует некий маленький проект да, типа экспериментальный которому будет не страшно провалиться который будет сделать на не очень большом бюджете и с очень обычным форматом и по слухам Кодзима получил оказывается еще в ноябре прошлого года прототипа PSVR 2 и там действительно нашли его фотку с какими-то коробками на фоне которых он стоит и якобы это будет какая-то VR игра или коллаборация с очень известным экспертом виртуальной реальности Селином Трикартом и вот, собственно, вот это и есть тот самый экспериментальный проект который сейчас пилит Кодзима то есть народ такой ждет ждет Кодзиму игру а он такой хопа, VR проект и все такие А там покемон какой-нибудь А я не удивлюсь потому что вспомните что Фронт Софтвер делали Деросин для этого Я так-то не поиграл Ты можешь примерно хотя бы Деросинэ Что это за играют Деросинэ Деросинэ Это такой виртуальный квест где ты типа по приюту ходишь А что ты типа делаешь ты должен расследовать что-то узнать истину В чем прикольно Узнать истину, короче Я в него не играл я посмотрел в летсплее Он прикольненький но видно что там не сильно много экспертизы было приложено то есть это реально Фронт Софтвер попробовали в VR у них не очень получилось Короче сделали техно-демку а Sony такие говорят выпускай Да-да-да Примерно так и было Типа в Store завтра Так это же В какой Store? Так это же демка для вас посмотреть что мы Нам пишут Ага Кодзима делает абандон так и запишем в VR Я бы кстати не удивился Хватит транслировать эту ерунду Не надо удивляться этой историей Надо наоборот удивляться этой историей Если вдруг Кодзима сделает абандон мы должны все удивиться Да, мы должны удивиться Я бы не удивился Нет, ты только подогреваешь интерес к этому Ты понимаешь что Хасана Кахрамана не существует Нет никого Хватит Пожалуйста Нет, хватит Хорош Я не выдержу В прошлом год весь обсуждали Ладно Давайте приступать к самым наверное самой жирной и самой большой новости Давайте обсудим слона в комнате Да, мы сегодня про него уже много раз упоминали говорили о том что типа действительно мы сейчас про это расскажем вот мы сейчас про это рассказываем Дело в том что у нас на прошлой неделе был типа самый большой акквизишн в игровом рынке это соответственно Activision Blizzard которая была куплена Microsoft на этой неделе на этой неделе у нас еще еще один большой Activision большой большой активижн другая студия которая когда-то принадлежала Activision Blizzard вдруг внезапно еще круче еще одна студия которая когда-то принадлежала Activision Blizzard а до этого делала одну из самых главных франшиз для Microsoft теперь стала частью семьи PlayStation Sony купила Bungie за 3,6 миллиарда долларов это разработчики ну наверное уже теперь можно говорить что это Destiny потому что про Halo это уже можно не вспоминать давно они сделали большую часть игр по Halo они придумали франшизу и сделали ее но в общем-то скажем честно это Destiny братан это Destiny это первая это вторая это блять грядущая третья и какая-нибудь там не знаю фри-то-плейная Destiny 100% их новая игра которую они делают при этом при этом надо учитывать что вот эта сумма которую Дима называет это немножко не так то есть 3,6 миллиардов это сколько всего денег Sony планирует вложить в Bungie но на самом деле буквально вот на финансовых итогах года Sony раскрыла немножечко подробности сделки и на самом деле студия стоила 2,4 миллиарда долларов сама по себе и это примерно сравнимо с той суммой которую в свое время Microsoft заплатила за Mojang за создателей Майнкрафта то есть на самом деле в контексте покупка не очень такая гигантская а вот 1,2 миллиарда долларов которые сверху это специальный бонусный фонд для того чтобы на протяжении нескольких лет выплачивать деньги сотрудникам которые в Bungie останутся то есть это специальный фонд для того чтобы кадры никуда не ушли после этого поглощения это по сути премии мне кстати понравилось как на эту историю отреагировали американские гаражуры и там какой-нибудь Джефф Килли и так далее и тому подобное они все пишут о том что вы знаете это во-первых не последний acquisition возможно со стороны Sony возможно со стороны Microsoft возможно со стороны кого-нибудь еще но типа нас ждут много интересных перестановок в этом году и вообще 2022 год он запомнится как год консолидации то есть по мнению американских гаражуров весь игровой рынок он будет как кинорынок то есть поделен между там тремя гигантскими корпорациями вот у нас есть Disney вот у нас есть Warner Brothers а вот у нас есть там не знаю Paramount например ну то есть вот тебе пожалуйста вот примерно так это будет сделано и на игровом рынке вот у нас есть Tencent вот у нас есть Sony теперь у нас есть Microsoft ну еще там какой-нибудь NetX вот 4 корпорации которые а и этот Embracer Group вот у нас есть 5 корпораций которые контролируют вообще все и соответственно какая-нибудь компания типа Tencent она покупает доли во всех студиях там маленьких больших неважно но решающие а некоторые компании покупают студии целиком типа как Microsoft купила Activision Blizzard или как Sony вот типа планирует купить Bungie то есть как-то так это будет что вы думаете по поводу консолидации вообще слушай ты знаешь мне очень нравится в этом плане позиция почти всех разработчиков на рынке которые говорят о том что насколько это ужасно что у тебя становится как можно меньше конкуренции что у тебя огромное количество студий которые были независимыми которые могли пойти к разным типа издателям там и пойти рассказать ребят вы знаете вот мы хотим сделать такую-то игру запичить ее и типа получить одобрение или отказ и в итоге в какой-то момент типа да есть риск того что у тебя все на рынке откажут вообще все откажут и твой супер пиздатый нереально классный клевый концепт ну он почил в бозе или ты пытаешься его с очень маленькими кастами реализовать сам но огромное количество франшиз родились из того что у тебя приходят разработчики к издателям и говорят ребят мы хотим сделать вот там пиздатую клевую интересную игру которая как бы хуй знает кто ее купит например таким образом родился Sekiro потому что пришли к Activision From Software и сказали типа ребят мы хотим сделать клевую классную клевую крутую игру ну как бы типа возьмете и такие возьмемся не вопрос короче примерно так же родилась Destiny я напомню вам что типа в свое время точно так же Bungie пришел хотела сделать Halo Online у них была такая идея они приходили к разным компаниям и как бы разным компаниям питчили свой Destiny и внезапно Activision взялась хотя я напомню вам что питчили в том числе и я я просто не взялась вот и как бы таких ситуаций очень много а тут у вас просто типа тебя купили и к тебе знаете как о истории с Obsidian к тебе приходят и говорят что как бы теперь ты пилишь вот эту игру они такие бля вы знаете нам вот не очень нравится пилить игры которые мы не привыкли пилить они говорят если вам не нравится вы можете уволиться ну не все так плохо потому что что Microsoft и что Sony они все говорят о том что студии сохраняют творческую независимость типа пилить и что хотите вот а мы просто будем что называется руками жар загребать в случае да в случае с Bungie тут еще покупка немного отличается от того что вообще мы привыкли видеть потому что во первых Bungie не будет входить в состав PlayStation Studios она будет входить в состав Sony Interactive Entertainment и будет некой отдельной дочкой во вторых она сохранит полную мультиплатформерность всех проектов она сохранит собственно издательское крыло потому что сейчас они издают эту игру про Ирак Six Days in Fallujah я просто напомню что у них есть издательское крыло это все останется на месте и я думаю во многом именно поэтому Bungie ушли к Sony что вот такие условия были предоставлены и третий очень важный момент это то что зачем вообще Sony покупает Bungie это собственно сама Sony все сказала в своем отчете это все было очень много раз повторено во всех интервью со стороны Джима Райана со стороны Эрмина Хюльса который собственно глава PlayStation Studios что понимаете мы покупаем не только Destiny и не столько Destiny мы покупаем первоклассную экспертизу в играх сервисах мы планируем выпустить в ближайшие 5 лет 10 игр сервисов и нам очень важно чтобы у нас были люди которые в этом разбираются которые наладили аналитику которые наладили монетизацию которые наладили сезонный контент вообще все это понимают и собственно покупается ноу-хау что называется надо слушать в контексте того как из Destiny постоянно уходят люди ты каждый раз читаешь о том что Bungie в очередной раз обосралась с лайв сервисом что-то не добавила что-то не сделала там играет свыше миллиона игроков в сутки ну да но все равно ты понимаешь что в Destiny играет меньше рода чем в Warframe ты понимаешь эту историю ты понимаешь что Sony пыталась купить Warframe в 2020 году и последнюю секунду у них перекупил Tencent они хотели купить чуваков которые делают Warframe но они просто не получатся я просто к тому что в контексте Bungie вы не замечаете слона в комнате потому что вы все время говорите о том что не интересует людей в контексте это сделать потому что огромное количество людей обсуждали на этой неделе самая важная вещь очевидно же что Sony ответила Microsoft очевидно же что Sony увидела как купили Activision и буквально знаете позвонили по телефону и говорят слушайте купите нам что-нибудь покупай давайте Bungie и в этот момент звонит секретарша Bungie и говорит здравствуйте а вы продаетесь а сколько денег это не так не так Тимур неправильно значит потом идет идет короче Херман Хюльс на Авито пишет бизнес под ключ продажа и там так знаешь о о о Bungie скорее покупка куплю бизнес под ключ 3 миллиарда долларов ему там пишет Team 17 там все такие типа он такой о Bungie еба ну конечно еще с офисом продают вообще легко короче пацаны беру короче нет ребят дело в том что если вдруг кто-то вам где-то в интернете в твиттере в DDTF еще где-нибудь писал о том что это ответ Sony на то что сделала Microsoft с Activision плюйте этому человеку в лицо потому что это полная поебень на самом деле дело в том что на самом деле Sony вела переговоры с Bungie до до еще карантина до до пандемии это было в 2019 году почти 3 года назад то есть почти 3 года назад они вели переговоры о покупке но чтобы вы понимали Bungie в тот момент в 2019 году была еще очень уверена что они смогут красиво классно клево вытянуть свою Destiny 2 захреначить туда кучу классных DLC все они будут куплены и вообще у них все будет радужно и шикарно но как только случилось пандемия и как все эти люди замечательные начали потихонечку разбегаться из Destiny и играть кто во что кто в Apex кто в Warframe кто вообще ну типа во что угодно вот но мы все должны признать что все таки конечно количество людей которые любили Destiny 2 и в итоге из нее свалили за последние три года было очень большим да ну ты знаешь как минимум они тут отчитались недавно о том что у них выходит новый аддон который называется Witch Queen или как-то так Queen там королева и там история в том что это самый предзаказываемый самый покупаемый миллион предзаказов эво типа за всю историю Destiny вот так что все не так однозначно братишка ушли те люди типа меня и тебя которые играли до Witch Queen все аддоны которые были они вызывали фрустрацию у всех фанатов и в игру переставали играть люди сторонние оставались фанаты ну и они начинали уходить постепенно понимаешь вот в чем проблема почему Witch Queen бьет все рекорды потому что у них хорошая ремаркетинговая компания они показывают кучу трейлеров рассказывают про сюжет почему это важно там и так далее и так далее и самое главное они пытаются из этого сделать по сути историю внезапно внезапно такую же как это было в свое время помнишь с аддоном про Орикса потому что кто такой Орикс был это был типа супер гипер нереально важный персонаж для вселенной потому что он был типа прям по сути в воплощении зла такое а тут у тебя теперь сестра Орикса Саватун понимаешь который тоже нереально важный персонаж который типа в воплощении зла я недавно подумал о том что если они сделают условно Тэйкин Кинг дубль 2 что называется то возможно даже я вернусь чисто позырить даже я даже я уже посмотрев все последние трейлеры аналогично кстати подумал о том что типа бля вот я так соскучился подать что наверное я попробую вы знаете я сегодня слышал мнение от своего друга который в нее играет он как раз звонил правда по поводу ковида он там с воспалением полежал чуть-чуть но такие вот у нас нынче темы для разговоров но как раз он слышал слышал Sony купила Bungie там все дела и он мне высказал очень интересное мнение что типа понимаешь у Destiny куча проблем ну найди мне другой шутер на консолях в котором настолько охуенный ганплей Warframe какой нет вообще нет ни разу шутер афер в лица или вообще шутер чувак ну смотри такой же ганплей хороший на самом деле в Call of Duty отчасти Battlefield в Apex например мне не очень нравится ганплей как работает в Destiny охеренно сделана стрельба и вот он в нее играет чисто тупо пострелять у него нет другой задачи но в любом случае смотрите мы в целом как бы смотрим на все на это немножко скептически потому что да окей Bungie классные клевые вот это все у них там есть типа ряд франшиз там у них есть очень крутые специалисты многие из которых ушли но даст ли это возможность Sony сделать потенциальные игры сервиса в которые Bungie будет якобы помогать остальным студиям делать ну то есть она придет и условно там Guerilla Games даст возможность сделать более крутой новый шутан или возьмет и приходит какую-нибудь Santa Monica которая делает кроме God of War напомню вам некую космическую игру и расскажешь как сделать космическую клевую классную игру с мультиплеером с метавселенной и вообще со всеми делами хер знает ясморно вот на это очень скептически но вот то что опять же как бы все говорят о том что якобы этот ответ Sony Microsoft это полная хуйня мне кажется просто тут история даже не про контекст того чья консоль там лучше продастся или там чей бизнес принесет больше денег а история более рассчитана на привлечение игроков в свою экосистему экосистему да то есть условно ты можешь играть на PlayStation можешь играть на Xbox но в целом мы тебе на PlayStation больше плюш к отвалим в контексте Destiny это очень забавно было потому что я тебе напоминаю что например Destiny 1 они проводили там историю того что например на Xbox не было какой-то пушки я забыл как пушка называется она была только на PlayStation и с этого фанаты Xbox очень сильно бомбили то есть игры были одинаковые игрались в принципе одинаково но вот у по-моему телест это была пушка ну типа вот она на PlayStation есть эта пушка а на Xbox ее просто тупо нету и это очень сильно раздражало комьюнити я вот думаю примерно так же и будет продвигаться там условно Destiny и дальше то есть грубо говоря у тебя игры будут везде одинаковые просто на PlayStation будет больше плюшек в каком-нибудь Battle Pass или еще в что-нибудь это то что мы в прошлом подкасте обсуждали в контексте Microsoft будет то же самое я вынужден с тобой не согласиться потому что когда сейчас огромное количество людей пытается нам сказать о том что ну вы понимаете что там Microsoft с помощью Activision Blizzard нужно прокачивать свою экосистему вы знаете что Sony нужно прокачивать свою экосистему с помощью Bungie это полная хуйня почему потому что в современном мире твоя экосистема не имеет никакого значения кроме когда если ты продаешь подписку и если ты имеешь некий revenue flow Microsoft поебать какие там плюшки блять у Майнкрафта есть на Xbox им похуй потому что они продают Майнкрафт чтобы он работал любому у нас сегодня наш админ подкаста Nexon он создал сервак Майнкрафта в котором ты берешь просто ставишь галочки делаешь определенные манипуляции и он тебя поддерживает блять вообще любую платформу может с playstation зайти со свеча с айфона с компа вообще с чего хочешь только играй пожалуйста купи игру блять и играй а можно ты еще желательно чтобы ты еще скины купил еще желательно еще что-нибудь купил и как бы еще сервак какой-нибудь платный сделал и так далее весь вопрос в том чтобы ты сидел играл просто похуй на чем ты там играешь это отчасти подтверждает слова самой Sony потому что Sony говорит что их цель с этим поглощением и вообще в целом выйти за пределы коробки я даже объясню вам почему потому что мы уже видим сейчас что потолок даже самой успешной консоли у которой все идет просто заебись ей ничто не мешает это 150 миллионов коробок максимум которые может продать Sony NINCO или даже Xbox и в этой ситуации ты бизнес тебе надо расти ежегодно и расти хорошо и новые источники ревенью получать и новые источники денег и новые источники пользователей и смотрят на Netflix с условными 200 миллионов плюс и то у тех уже тоже начались проблемы и все понимают что со своими 40 миллионами пользователей PlayStation Plus ну как бы по сравнению с 200 миллионами это как бы немножко не то и поэтому все понимают что надо бы немножко как-то расти за пределы своей консоли это справедливо и для Sony и для Microsoft и поэтому и поглощение у них соответствующее у них нет цели запереть вас на коробке у них есть цель чтобы вы заносили им деньги как продавать тогда эти коробки чувак это просто удобная коробка на которой ты можешь очень быстро легко все это запустить ты можешь запустить на другой коробке можешь запустить на самособранной коробке можешь запустить на телевизоре через стрим это просто типа удобный терминал для конкретно твоих сервисов из которого ты получаешь прямую прибыль без отчислений правильно ли я вас понял что покупка Sony Bungie это примерно как дополнительные источники дохода в будущем это еще один revenue flow плюс экспертиза revenue flow и экспертиза Destiny зарабатывает в год где-то 500 миллионов долларов то есть сделка это 4 годовых оборота Destiny 2 это плохо да нет в общем-то по факту и кстати интересно помимо ну понятно что они будут дальше пилить Destiny скорее всего будет там Destiny 3 когда-нибудь ну то есть это все теперь побыстрее она будет да как вы думаете делают ли они какие-то новые игры то есть мы слышали про игру для Tencent которые они делают по заказу по-моему для NetEase а мне вот интересно знаешь что а не могла ли Sony просто заказать им Killzone а зачем просто вот я думаю что нет я думаю что на данный момент Дерила может сделать охренительно крутой Killzone но вот то что касается мультиплеера их могут как раз проконсультировать Bungie сказать ребят вам нужно сделать такое-то количество оружия вам надо сделать сезоны вам надо roadmap какие-то карты карты должны быть такими это та компания которая не могла отбалансить свой мультиплеер на протяжении последних четырех лет чувак смотри ты говоришь о том что типа отбалансить свой мультиплеер это ты говоришь со стороны задрота условно для условно типа обычного человека для козула пофиг для козула типа если ты делаешь правильные карты на которых весело играть правильные прикольные оружия там все будет круто естественно 5% игроков будут ходить и говорить бля вы знаете а вот эта пушка убивает типа на 3 десятых секунды быстрее чем должна и типа как бы вот здесь вообще хорошо должно быть какой-нибудь скилл который вот девальвирует вот эту пушку ты такой бля ну типа окей и такой мета скауток не так хорошо работает как должна типа ну для основных людей им вообще поебать я просто напомню что одна из самых пиздатых и веселых бутылфилдов в Бэткомпани 2 там с самым имбовым оружием был вообще дробовик всем было насрать чувак ты понимаешь что в Бэткомпани 2 был дробовик который мог стрелять через полкарта да и делать хедшот и делать хедшот через полкарта как снайперка короче на прошлом на прошлом подкасте мы как раз обсуждали что Sony братишки могут не переживать по поводу Call of Duty будет он и на PlayStation и то что Microsoft купил Activision Blizzard это по сути передел денег которые получают больше платформы а сейчас я могу сказать что не стоит Xbox братишкам переживать по поводу Destiny будет она опять же везде это тоже опять покупка ради денег да потому что деньги которые будут платить Xbox братишки их большая часть будет уходить PlayStation знаешь довольно сложно живя в контексте консольной войны последние лет 15 даже на наибольшее очень быстро переобуться и забыть о том что людям надо еще и игровые коробки поделек продавать даже блин переобулся уже говорит ребят нам этот ваш трамболизм нахуй нужен чувак покупает бизнес себе понимаешь вот эти M&A все которые делают в мобильных студиях это уже все давно известно понимаешь у тебя приходит мобильная студия какой-нибудь условный Mail.ru групп Mail.ru групп пачками скупает маленькие студии которые делают всякие там гиперказуалки какие-то шутаны клоны Fallout Shelter там и так далее типа они их пачками покупают у них там типа по 5 10 15 20 аквизишнов за год понимаешь и они их покупают потому что они понимают что типа это не мой конкурент это студия которая типа генерит условно там 3 миллиона долларов там типа выручки мы с помощью наших инструментов с помощью наших менторов стратегического планирования и всего всего превратим у этой студии выручку типа в 20 миллионов долларов из 3 в 20 легко мне просто кажется что мы тогда катимся и до того что эксклюзивы вообще нахуй не нужны будут никому ну то есть не подожди у тебя должны быть максимально нишевые игры ключевые точки типа они были до этого нишевыми понимаешь ты берешь просто нишевые игры оставляешь нишевыми и внезапно как бы ты в свою экосистему потому что вот смотри грубо говоря у тебя есть смартфон самсунг ну ты покупаешь смартфон самсунг и тебе там из каждого угла говорят блять купи нашу подписку на это на то на диск на хуиск на все что угодно самсунговскую подписку самсунг пей там вот блять все установить естественно самсунгу даже если бы он делал сейчас клевые всякие крутые сервисы даже если бы самсунг условно купил бы сейчас какой-нибудь HBO или Netflix ну там условно самсунг покупать на Netflix им все равно нужно делать так чтобы у них ревеню флоу был стабильный я не понимаю что например человек который покупает телефон самсунг у него вероятность того что он будет пользоваться сервисами самсунга очень высокая поэтому что бы ты не покупал тебе все равно хорошо бы чтобы твою железку купили потому что там точка входа для твоих сервисов очень хорошая поэтому естественно Sony оптимально было бы чтобы ты купил PlayStation потому что ты тут же купишь PlayStation Plus ты тут же будешь покупать игры на PlayStation где ты платишь или на мультиплатформе 30% отчисления PlayStation или покупаешь их игру где ты вообще 100% платишь понимаешь поэтому им было бы хорошо если ты это делаешь потому что если ты купил Call of Duty на PlayStation ты 30% отчислял PlayStation если ты скачал Fortnite на PlayStation и покупаешь себе Battle Pass ты 30% платишь PlayStation поэтому естественно PlayStation будет делать всякие кроссплатформенные акции о том что играй в Fortnite только на PlayStation бро пожалуйста играй только на PlayStation поэтому естественно ты можешь ну мы можем говорить в глобальном смысле что типа да ревеню потоки тэшфлоу вот это все короче там возможности заработать но хорошо бы чтобы ты купил все-таки их железо что где ты заплатишь побольше денег именно им понимаешь то же самое у Microsoft я удивлен что кстати Габин не двигается в этом направлении ему нужно вообще везде ему нужно вкладываться в рекламу чтобы условно какой-нибудь Shadow of Mordor там 2 ну условно что-нибудь в этом роде говорил что типа играй только в Steam ты в курсе что Valve это в принципе не очень большая компания это компания в которой работают у них такой ревенью просто пиздец раз в 50 наверное меньше человек чем в той же Sony или там Microsoft чувак ну у них такой ревенью что как бы пора бы уже пора бы уже немножко типа запариться на тему того чтобы везде давать рекламу о том что играй только на Steam только на Steam карточки продавай в контексте всех этих историй я тут вспомнил что я тут сегодня читал DTF по поводу Nintendo ну что Nintendo там отчиталась о своих результатах вот и они писали о том что они продали я забыл какое количество короче очень много свечей продали больше 100 миллионов и типа это превысило количество проданных PlayStation 1 количество проданных первых V помнишь V ну и кто-то на DTF в комментариях написал что типа ну ничего сейчас Габен типа это самое выйдет свой Steam Deck выпустит и там тоже нормально будет а другой чувак отвечает да не нормально не будет дай бог если 5 миллионов продадут я думаю бля братан дай бог если они 200 тысяч продадут это уже будет рекордом для Габена а то про 5 миллионов рассуждаешь бля откуда они интересные компоненты возьмут на эти 5 миллионов с Valve мне очень понравилось что кто-то заметил хорошо в Твиттере что типа ну Sony осталось только купить Valve и они официально будут владеть абсолютно всеми студиями в Белуи Вашингтон потому что просто чтобы вы понимали офис Банджи находится буквально через дорогу от офиса Сакер Панч и они между собой в Твиттере уже ведут переписку как натянуть эту веревку чтобы друг другу всякие ништяки кидать господи я сейчас понял про историю где леску натягивают в Манхэттене чтобы сделать возможность для евреев типа делать что они хотят господи но в любом случае я заканчиваю всю эту тему могу сказать что конечно все эти акквизишены все вот это консолидация рынка это не самая лучшая история потому что чем меньше игроков на рынке тем хуже чем больше игроков на рынке контролируют других игроков на рынке тем на самом деле хуже но ну подожди у нас есть пример из киноиндустрии очень хороший дисней купил звезды войны что плохо стало ах да стоп ну просто вопрос в том что опять же когда у тебя есть огромное количество всяких инди студий а их все равно огромное их все равно огромное количество это классно как бы но когда у тебя некого такого среднего тире крупного игрока покупают неизвестно типа останется ли вот это все классным хорошим типа или не останется короче ну то есть как бы есть потенциальный шанс того что все испортится все станет хуевым да но возможно возможно это даст некий буст для того чтобы все стало хорошо мы этого не узнаем ни в случае с активиженом ни в случае с банджи в ближайшее время но лет через 5 а что случится лет через 5 по твоему ну условно завтракать 450 короче типа как бы вот мы мы на 450 там выпуске короче вернемся и говорим вы знаете вот вытащили недавно типа в нас завтракаете фразу где я говорю о том что если вы живете в 2020 или 2021 году идите нахуй я такой думаю бля когда же я это говорил а потом понимаю что мы же выходим с 2016 года среди декабря 2015 я же мог за то время что укутно спиздануть на самом деле мы же выходим так давно и вот но в любом случае короче мы желаем банджи удачи мы посмотрим что они там нахуевертили с новым их дополнением я очень жду новую Call of Duty потому что это якобы будет ремейк Modern Warfare 2 это одна из моих любимых Call of Duty и как бы во всей этой конкурентной войне если вы вдруг пытаетесь мыслить категориями консольной войны о том что типа якобы а там вот это кто-то кому-то где-то как-то ответил короче и прочее ребят пожалуйста ни Филд Спенсер ни Джим Райан никто из них уже давно не мыслит этими категориями они мыслили категориями какой у тебя ревеню сколько у тебя денег сколько у тебя денег на пользователя сколько у тебя там типа денег на это на то на сё какие косты сколько типа cost per share там типа сколько у тебя там типа ревеню per share и так далее они мыслит этими категориями хорошо какими категориями по-твоему если уж мы обсуждаем игры какими категориями по-твоему руководствовалась руководствовалась газета New York Times когда купил когда купил какими категориями на самом деле именно это поглощение недели мне очень понравилась картинка где типа помните же фильм американский психопат и там обмен визитками ну не визитками а там типа ну-ка Microsoft покажи что у тебя Activision Blizzard ну-ка Sony покажи что у тебя Bungie ну-ка New York Times World и все такие что нет там ничто вы блин не смотрели американского психопата он роняет от неожиданности и у него просто начинается паника потому что это невозможно победить вот такая история происходит но на самом деле давай ты мне объяснишь вот я не понимаю Тимур зачем это New York Times смотри там вообще в целом игра World довольно интересная тем что она очень простая и одновременно завлекающая и одновременно не требующая от тебя большого вовлечения для тех кто не играл эта история в том что ты должен угадать слово за как можно меньшее количество попыток и тебе дают подсказки типа того правильно ли буквы которые ты ставишь на ровно это висельник это висельник для людей которые не хотят брать на себя ответственность за убийство смотрите короче World это игра мы немножко упоминали про это в одном из прошлых выпусков где мы говорили о том что есть статья про создателя World если очень вкратце это чувак который создал для своей девушки игру где типа нужно угадывать слова причем правила на самом деле довольно простые там 5 букв буквы не повторяются и слова соответственно на английском языке и когда вы вводите ваши буквы ваше слово то типа если они отмечаются черным цветом значит что типа эта буква в этом условии вообще ее нету если желтым цветом значит эта буква есть в этом условии но ее она стоит не на том месте куда ты ее поставил если зеленым цветом это значит что эта буква конкретно в этом месте да она там вот игра захватила мир за последний месяц в нее играет огромное количество знаменитостей вообще в целом людей в мире там типа чувак говорил что-то типа у него 2 миллиона что-то человек в день играет или что-то типа такого вот она очень нетребовательна она единственное что под энгейджит людей на то чтобы ты заходил в нее каждый день ну то есть тебе интересно типа что ты будешь делать каждый день какое у тебя будет слово справишься ли ты или нет а гадаешься ты за 6 попыток за 4 за 3 за 2 попытки правильно ли ты угадаешь какой у тебя винстрик грубо говоря ну то есть какое количество слов ты угадал правильно подряд и так далее и так далее то есть грубо говоря игра энгейджит то есть она вовлекает хорошо именно по этой причине нью-йорк таймс ее купила потому что они ее купили для того чтобы включить свою подписку на кроссворды и остальные игры которые включены в подписку нью-йорк таймс потому что это якобы по мнению большого количества аналитиков и типа самих чуваков из нью-йорк таймс это очень сильно бустит подписку на нью-йорк таймс так как огромное количество людей подписаться не ради статей не ради лонгридов ради блин кроссворда какие еще охуительные новости я узнаю в сегодняшнем подкасте то есть смотри я сегодня выяснил что оказывается в консольной войне нет никакого смысла но окей предположим значит в нью-йорк таймсе покупают не ради газеты не ради а ради кроссвордов о чем еще мы сегодня узнаем какие какие мне просто интересно какие уровни то что у нас сегодня откровений будет целая куча так что придержи свою черепную коробку да потому что у нас сегодня очень много чего расскажи что какой-то супермен гей я последнюю штуку хотел сказать типа про вордл на самом деле это офигительная игра на тему того что если вы вдруг изучите английский или в целом на нем говорите для работы для чего-нибудь чтобы просто свой словарный запас подтягивать как бы и удостовериться в том что он более-менее нормальным потому что возможность периодически в голове перебирать огромное количество слов которые удовлетворяют нужному вам параметру это очень хорошо тренирует вашу вот это самое ваш внутренний словарь ваш внутренний тезаурус когда вы берете сидите такие бля-бля-бля что за слово на конце там эсэйч а в начале типа хуй знает что типа еще где буква а там есть такой бля-ть ты такой начинаешь там все эти слова перебирать в голове хотя на самом деле их немного потому что пяти буквенных слов в котором например там в конце эсэйч и еще где-то там буква а их на самом деле немного и вы сидите их ты же знаешь да секрет игры ворбл ты просто пишешь сперм а дальше уже перебираешь вариант бля-чувак ну я-то честно это делаю потому что я понимаю что для меня эта игра как раз нужна ровно для того о чем я сейчас говорю чтобы вспоминать эти слова чтобы тренировать свою собственную память и чтобы типа потренировать свой собственный словарь внутренние слов а если бы ты играл в кроссворд и ты бы еще и словосочетание вспоминал как называется вот классно подожди-ка почему с чего ты взял ну потому что ты считаешь сначала предложение в котором тебе задается вопрос а потом пытаешься догадать слово это облегченная версия ворбл потому что тебе по сути объясняют смысл слова которого ты ищешь и грубо говоря у тебя остается вариантов типа 5 6 3 2 1 ну то есть когда тебе берут и пишут типа там самая высокая гора в мире ты такой блять ну как бы естественно это там как бы понятно какая гора понимаешь ну какая ну какая на которую ты забраться можешь подожди подожди сначала давайте определим значение слова мир имеется ввиду наше государство или весь земной шар а может быть вся вселенная тогда в таком случае я не могу точно сказать какая именно гора является самой высокой в мире потому что теоретически это наверное Олимп на Марсе самая высокая гора но это только в нашей солнечной системе сколько сколько километров дохера и больше братан ну то давай сейчас я посмотрю 20 много Марс а я напоминаю Димка что Марс Этерном бля 13,6 миль да 22 километра окей хорошо Марс вечен Тимур да я кто и так чтобы спорить с вами ребят он не понял о чем идет речь ему пофиг ну ладно ладно пацаны короче давайте двигаемся к следующей теме у нас их сегодня много вот и у нас наверное самая крутая тема загадите секундочку прежде чем мы продолжим да я с донатики по быстренькому зачитаю давай которые у нас тут были аээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ У человека нету Apple девайсов, он хочет поиграть фантазер. Смотрите, у Apple TV сейчас немножко запутанная ситуация. Есть новая версия, которая якобы вышла вот только сейчас. Макс, какой там процессор, ты не помнишь? Надо плевать, новый. Нет, подожди, это очень важно. Apple TV, по-моему, 1021 что ли называется. Понимаете, они же как бы не проговаривают четко, типа, что там, как, куда. Короче, если вы возьмете Apple TV 2021 это очень важно. В нем стоит A12 Bionic. Это процессор, который стоял, по-моему, позапрошлым. В XR. В прошлом, да. Не, подожди, в XR, по-моему, 11 стоял. Короче, это хорошее TV, потому что на нем фантазия будет ходить хорошо. На моем, у меня там стоит Apple TV, стоит, по-моему, процессор из iPhone X, что ли? Или что-то в этом. 2019 год, по-моему, ну, короче, это, типа, не самый крутой процесс. В общем, у меня Phantasyon шел в общей сложности, наверное, в 25 FPS. Я бы не советовал. Я бы сказал так, Вартан, если тебе хочется ознакомиться там с условной Phantasyon или там с другими играми, которые есть в Apple Arcade, лучше возьми iPad. Вот, серьезно. То есть, мне кажется, что Apple TV не имеет никакого смысла абсолютно. Смотри, если ты покупаешь новый Apple TV, который 2021 года, Apple TV 4K 2021, он так и называется. Да, можно, в нем хороший процессор, в нем все будет идти хорошо. Если у тебя вдруг, например, ты взял на Авито, у друзей, или еще у кого-то там, типа, как бы, Apple TV предыдущего поколения, тоже Apple TV 4K, они оба в одинаковых корпусах, все абсолютно одинаковое, только, типа, один одного года, другой другого года. У того будет намного медленнее процессор, и у тебя условный фэнтезиен будет идти 25 фпс, и огромное количество очень классных, крутых игр из Apple Arcade будут там идти, но они будут идти хуево, потому что, например, мне очень понравилась во время игра Greenstone, помнишь, Макс, где там, типа, этим чувачком бегаешь, типа, и пиздишь маленьких чувачков, а-ля, типа, три в ряд, типа, но очень красиво. Да-да-да-да-да-да-да-да. И офигительная игра. Но она на Apple TV начинает, типа, на пятом раунде тормозить в 3 фпс. Да, есть такая проблема. Ну, ну, ты просто такой, типа, пиздец. Ну, типа, то есть игру не оптимизировали на Apple TV, потому что они понимают, что в нее поиграет, типа, три с половиной коллеги. Но если вы будете играть, опять же, на новом Apple TV с 2021 года, там все не будет тормозить, потому что там проц нормальный. На старых Apple TV старый проц. Не стоит. Все. Еще донаты. Алекс Чофис занес нам 300 рублей. Прикольно. Начинал слушать вас с Джуном. Поменял несколько компаний. Счастливый вид в крупном маркетплейсе. Спасибо вам. Спасибо тебе за поддержку. Спасибо тебе. Нико занес нам 5 евро. Привет из Испании. Пью пиво. Разгребаю рабочую почту. Наконец-то пятница. Донат на пиво. Ну, да, у тебя, наверное, уже пятница. Да, у нас у всех уже пятница скоро. Да, но через полчаса у нас. О, Razer Россия занесла нам 100 рублей. Уважаемый амбассадор, вы ни разу не упомянули лучшие товары для геймеров. Хотите, чтобы мы, как LG, угрожали вашим котикам за честное восхищение. И они же занесли 100 рублей. Запомни, смертный, мы следим за каждым твоим шагом. Большое спасибо, Razer. Абсолютно ни разу не жутко. Хорошо, что Дима это все не видит. Да. Сифи Ол в Пуссиджу занес нам 100 рублей. Мой кореш, но это продайн Глайд 2. Мол, графен, может, один, первой, второй части не поменялся. Винит во всем консольщиков. Мол, за нас игры урезают. Что думаете? Думаю, твоему другу надо посмотреть пока версию, потому что это говно. На самом деле, ребята, у поляков все всегда с графоном немножко сложно. Потому что все-таки, конечно, когда у тебя есть крутые чуваки, которые хорошо умеют использовать железо твоей консоли, у них все круто получается. Условно, даже Hello and Finny довольно прикольно выглядит на Xbox, но огромное количество игр на Xbox выглядит не очень. Поэтому, типа, тут все зависит от того, кто игру делает. Вот. Антон Ша занес нам 300 рублей. передаю отдельное спасибо Максиму за трет по ретро-шутанам. Свалился с ковидом, так что вымещаю негатив, вами ты вел, не болейте. Спасибо тебе большое. Вы говорили, да, про Razer Россия? Да. Мы только упоминаем в контексте того, что у нас есть донатер, который забьет себя на Razer Россия. А, хорошо. И типа, вот так вот, дождик, а что на тебя сейчас светит, если у тебя есть твоя камера перед тобой, вот в руках у тебя. Это вторая, я вторую купил. Такую же? Конечно. Ты не мог. Нет, ты же не купил. Нет. Это я понимаю, но ты же не купил нового такую же. Мне нравится, что у Тимур память, как у золотой рыбки, значит, ни хера не помнит, у кого какая камера, ему просто насрать. У Дима, если что, Sony ZV1. Димка, я знаю, какая у тебя камера. Какая камера? У тебя ZV1. У тебя Sony ZV1, которая маленькая такая, А освещение какое у тебя? Кольцевой свет? Ну, не такой. Другой. Ты не стал покупать новую камеру такую? Нет. Хорошо. Но могу. Не, не надо, пожалуйста. Ладно, пацаны, короче, мы двигаемся дальше. Дело в том, что у нас тут офигительная тема по поводу того, что буквально вот на этой неделе огромное количество компаний, они отчитались о том, как у них хорошо идут дела в течение квартала, года и так далее. Мне особенно понравилось, как хорошо дела идут у Battlefield 2042. Подожди, подожди, электроник, электроникарты сказали, что у них все отлично. Нет, у них-то может и все отлично, но... У них все заебись просто, типа FIFA просто бьет все рекорды. Apex Legends просто охуенно. Все отлично идет. Их в самом-самом-самом конце и так спрашивают, пацаны, а что там с Battlefield? Они такие, с чем-то... Аааа! Подкнись, блядь. Ааа, да, с Battlefield. Слышь, ну, не очень, не очень. Заметь, кстати, заметь, что несмотря на провал Battlefield, у электроникарты в принципе все хорошо. То есть, если бы Battlefield и выстрелил, то было бы прям замечательно. Ну а сейчас, ну просто, ну, хорошо. Они честно сказали, что Battlefield, это 10% их выручки. Да. И в этом контексте, конечно, очень забавны те новости, когда тебе говорят сначала, что мы выпустим для Battlefield специальный патч в феврале, который добавит скорборд. Ах, нет, вы знаете, нам надо побольше времени, давайте мы его в марте выпустим. И ты такой, чё? Знаешь, что самое грустное? Давай опустимся немножко поглубже, потому что все пости инсайдера говорят о совершенно очевидной вещи, которую знают абсолютно все, о том, что DICE внутри не знает, что делать с Battlefield. То есть, у тебя, естественно, есть огромное количество фанатов, которые говорят, блядь, пожалуйста, вы можете просто сделать то же самое, что было в Battlefield 4, блядь, ну только типа с новым графоном, с графоном, с новыми картами там и так далее. А нам больше ничего не надо. Этих операторов, специалистов в Battle Royale пошли нахуй. Ну то есть, как бы все об этом говорят. Но якобы внутри компании они не знают, что делать. Я напоминаю, почему. Дело в том, что огромное, огромное количество людей, которые отвечали за франшизу Battlefield, они ушли из компании. Многие из них ушли в компанию Embark. Я напоминаю, что они делают сейчас две игры. Одна из которых, которую они анонсировали, такой якобы полумонстр-хантер, где они позволяют вам в формате а-ля Battlefront пиздить монстров огромных. А вторая игра, про нее вообще ничего не известно, но якобы это будет такой типа батл-рояль внутри городов, типа с очень крутой, серьезной механикой шутера, но типа со всякими прикольными, смешными костюмами там и прочее вот это все в городе, в городах. Мы посмотрим, как все это будет реализовываться, но опять же, в данный момент DICE, современный DICE, вот в том виде, в котором он существует, это вообще не тот DICE, который существовал там типа условно пять лет назад. Ты знаешь, что самое грустное? Самое грустное сегодня Дэвид Гоуфар, пусть я в Твиттере, написал очень такую сентиментальную штуку, что типа я смотрю на новый отчет Electronic Arts с грустью понимаю следующее, что теперь флагманским шутером компании является Apex Legends. А что в этом грустного? Ну, хорошая игра же. Людям нравится, люди играют. Просто флагманом был Battlefield, а он хотел, и он сказал, что было бы прикольно, если бы все-таки мы вернули Bad Company 3. Я согласен. Мне кажется, люди немного забывают о том, что Battlefield это всегда была довольно нишевая история по сравнению там с условным Call of Duty и прочее. Ни хера. Вообще ни разу. Нет. У Battlefield один самый большой продажи во всей серии. Battlefield 1, 19 миллионов копий. А потом они въебали. А теперь посмотри, каким количеством продался, блин, Call of Duty. Чувак, у Call of Duty не каждый инсталлмент продается 20 миллионов копий. Не каждый. Ну, хорошо, и у Battlefield тоже не каждый продается 19 лямов. Да, да, но я просто к тому, что типа как бы Call of Duty тоже не каждому везет, и Battlefield тоже не каждому везет, но вопрос не в этом, вопрос в том, что тот же самый Goldfarb очень правильно все написал, типа о том, что, бля, очень все грустно это все видеть. Я ему тогда написал, типа говорю, бро, было бы очень круто, если бы вернули вашу команду и сделали бы еще один пиздатый Battlefield. Беттлфилд. Тетя, куда играл сега Goldfarb? Он же там делал про какого-то тролля. Он делал, это Хеллсингер. Нет, они ее отменили. Они ее закрыли, по-моему, да. Нет, вы потаете, смотрите, если вы говорите про металл. Про металл. Ритм-шутер, Хеллсингер, они сейчас делают, я за ним слежу. Они ее делают, но там нет такого прям суперэнтузиазма. Но когда я ему написал о том, что типа бля, бро, было бы круто, если бы всю вашу команду ветеранов вернули, сделали бы или Bad Company 3, или наследник Battlefield 4, Battlefield 3 точнее. Он такой, типа бля, это бы стоило дохуя денег. И я такой думаю, вы помните, как он у нас в интервью, в нашем подкасте в 2016 году рассказывал о том, что типа Bad Company 2, 120 миллионов долларов. Это было типа дохуя. Но сейчас по нынешним меркам это ни хера не дохуя, 20 миллионов долларов. Но это не зима о том, что геймеров стало просто тупо больше. Ну, это с одной стороны да, а с другой стороны ты видишь, что у тебя консоли продаются примерно на том же рейте, как они всегда продавали. Бартан, подожди, я просто к тому... Я хотел закончить про Goldfarb и просто я ему пишу, типа бля, чувак, ты понимаешь, что если бы игру условно сделали не 20 миллионов долларов, а 100 миллионов долларов при продажах, типа там, в хороших продажах типа 10-20 миллионов копий, это бы легко отбилось. Типа прям вот легко. Ну, я просто понимаю, что типа на самом деле они могли бы это сделать, но они растеряли абсолютно всех. Они растеряли всех людей, кто там работал. И они сделали говняную игру, они сделали все плохо. И у меня очень-очень слабая надежда на то, что Battlefield 2042 сейчас, прямо сейчас, почему они все откладывают? Потому что они все перехуяривают. Они убирают нахуй специалистов. Или типа делают так, чтобы ты мог выбрать не специалиста, а кого угодно. Я думаю, нет. Я уверен, что скорее всего... Дим, вот помяни мое слово, мы с тобой поговорим летом. Прямо вот можно на июнь поставить, типа напоминал. Я уверен, что они сейчас перехуяривают игру всю нахуй полностью. Для того, чтобы ее превратить в хоть что-то удобоваримое, представляющее себя хотя бы хоть что-то, чтобы оно было похоже на то, что от них ждали изначально. Чтобы у тебя было не 5000 игроков в Steam, а там типа 50 тысяч. Понимаешь? Чтобы вернуть людей. Нахрена? Не проще ли сделать новую игру и как бы move-on, что называется? Чувак, я заплатил за игру знаешь сколько? 7000 рублей. Для того, чтобы... Ты наиграл ее 100 часов, что ты мне рассказываешь? знаешь, что в мою покупку входило? В мою покупку входило поддержка игры в течение года. 4 сезона. Да, кстати. 4 сезона. Поэтому они теперь по закону, блядь, обязаны отгрузить год контента. Понимаешь? Год, блядь, контента. Они 4 сезона обязаны отгрузить. Первый апдейт к игре у тебя выйдет в марте. Я понимаю, чувак, но ты понимаешь, что от марта им нужно отбарабанить до следующего марта. Он тебе напоминает хорошо, что Anthem они тоже перехуяривали, а потом закрыли Кером ту команду, которая перехуяривала. Вопрос в том, что в Anthem, когда ты покупал себе, короче, супер-купер-делюкс-версию, в нее не входило поддержку... Там не было сезонного пропуска. А здесь у тебя входит поддержка игры в течение, блядь, четырех сезонов. Ну и нацепят тебе скинчиков каких-то. Почему ты вдруг внезапно решил, что кто-то будет париться по этому поводу? Чувак, понимаешь, им нужно провести четыре сезона. Ну и что? То есть не то, что отсыпать мне скинчиков, а провести, блядь, четыре сезона. Они... Нет, подожди, подожди. Они могут типа взять и их сделать, типа... О, вы знаете, мы вам раздали 15 скинов, короче, 5 какой-то хуйни, короче, там типа модификация оружия и там типа 10 еще. Ну и красочку, естественно. И это и есть ваш сезон, и еще один сезон, еще один сезон. Но, блядь, чувак, на них подадут в суд и они выиграют. Да никто на них в суд не подать не будет, блядь. Откуда вот это, бля... Чувак, подадут и выиграют, поверь мне. Желание подавать в суд, блядь, постоянно. Откуда это взялось-то вообще? Чувак, поверь мне, подадут и выиграют. Подадут и в досудебном решении такие, вы недовольны, да, заберите ваши 5000 рублей и идите на ход сюда. Короче, чтобы ты понимал, на самом деле ситуация очень тяжелая для них, потому что они сами наобещали стрекороба, не готовы это все выполнять, но им придется это делать. И поэтому они понимают, что типа они въебали в Battlefield дохуя денег, и им нужно возвращать эти все косты. И у них есть вариант, типа, или игру закрыть нахуй и сделать новую игру, то, о чем ты говоришь и некоторые фанаты, или взять и сделать совершенно очевиднейшие вещи, просто нахуй очевиднейшие, просто берешь и возвращаешь классы, убираешь этих всех специалистов. А как быть с теми людьми, которым понравился геймплей специалистов? Отлично, в Портале для тебя есть специальный режим. то есть я понял, то есть ты предлагаешь основную игру запихнуть в Портал и назвать ее Classic Battlefield 2042, да? Так ты ее назовешь? Не, ну типа там типа спешилист, типа там какой-нибудь что-нибудь там френзи. Какая-нибудь хуня, да, спешилист френзи. Типа там. Да, да, я понял, да. Бля, чувак, батл рояль ты выпиливаешь из игры и делаешь ее фри-ту-плеем, да? Что там еще? Какие еще охуительные глупые идеи? Бля, чувак, поверь мне, делаешь еще 4-5 карт нормальных, блядь, не вот этих батл рояльных, которые ты понимал, что у тебя, типа, здесь высадится одна группа, здесь другая группа, здесь другая, они все будут друг с другом соревноваться за спутники, вот это все. Да, нам же нужно сделать мультиплеер, блядь, у нас нет карт, давайте, по-моему, реальные карты сделаем мультиплеерными картами, отлично. Мы вот разговаривали про, ну, типа, подавание в суд, и нам в чате хорошо пишут, что недавно какие-то фанаты подавали в суд на студию, которая рекламировала фильм с актрисой, которая там не оказалась, а вы такие, да кто же будет судиться по такой фигне? Я все время забываю о существовании такой страны, как Америка, в которой можно просто подать суд абсолютно по-любому заявление не примет. Ну, блядь, ну это же короче в любом случае мы надеемся на то что мозгов у современного дайса хватит на то чтобы сделать совершенно очевиднейшие вещи которые просто пик фанатов убрать нахуй специалистов сделать класса добавить переделать или эти карты или добавить новые карты на которых будет большое количество укрытий изданий и всего-всего добавить очевиднейшие режимы типа rush конквест тдм domination все короче а все остальное это бонус самое смешное что половина всего этого есть уже блять в портале то есть это можно добавить в игру это несложно помнишь историю о том как они добавили rush и все сказали охуя на заебись они потом они убирают rush потому что у них по расписанию стояла внутри на серваке что типа надо убрать рождь спустила 2 недели и они такие типа сидят на каникулах на каникулы и у них сервак тупо убирают rush потому что ну стоял же таймер им просто вываливается просто астрономическое количество говна в панамку о том что типа вы чё охуели зачем вы это делаете я ничего не отвечает ничего не делают ничего не меняют понимаешь хотя любая другая нормальная компания ну типа условно там геншин импакт еще чем им приходит и суют хуи в панамку они такие ебать надо что-то поменять через три дня а эти хуи такие чё-чё-чё поменять нет просто просто тимур вот вы сейчас так рассуждаете про бутал филд а тут ведь майкрософт отчиталась о игровых успехах своих давайте дальше финансовым результатом у них там совершенно замечательная строчка что у нас рекордный запуск хейла не обозначая в каком таймфрейме по каким парам в нее поиграла 20 миллионов игроков во фри-то-плей игру сладко да пока 1 на пока да вообще-то все блять значит 20 миллионов игроков и ты смотришь сколько из них сейчас осталось ты читаешь статьи ты читаешь что они big team battle а вот давай давай аккуратно поговорим о том что ты не знаешь сколько игроков осталось там онлайн потому что ты знаешь из трех платформ только одну только пока ты знаешь да по сути не не менее нет ты знаешь но пока в стиме насколько windows story ты не знаешь давайте говорить честно братан давай давай цифрами которые там в microsoft story можно просто пренебречь потому что почему он так считаешь потому что никто не пользуется microsoft ссору чем читаешь почему-то так считаешь почему-то считать что это является истиной я правда задумался правда почему потому что ну как бы все в стиме сидят потому что ты и твои друзья и твои знакомые не пользуются а кто сказал что типа люди в голландии там типа в германии во франции в испании в америке в мексике не пользуются microsoft в сторону тимур 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 у тебя там кепка с ульга типом xbox ты возьми и пожалуйста день бля чувак у меня до сих пор на ключах на моих которые ношу с собой есть маленький такой охуительный геймпад xbox 360 дерезиновый тут стоит наверное рассушена с рекламной интеграцией короче ребят мы хотели просто аккуратно сказать о том что я просто смотри смотри есть ли было это количество людей если вам кто-то где-то рапортует о том что в бесплатную игру поиграл по охуительные известные всемирно франшизе поиграла охуительно много людей типа там 20 человек ты такой но было бы странно если бы нет это же считаются даже запустивший один раз так ну то есть то есть вы понимаете если бы сейчас взяли например типа и например только только на xbox и только на windows запустили бы например некую версию gta онлайн которая была бы полностью бесплатно и они бы сказали ребят вы знаете в нашу gta онлайн на xbox и на пока поиграли типа 20 миллионов человек и такой но был бы страны если бы меньше куда ну то есть как бы вы должны осознать и понять что типа когда вам хвастаются показателями бесплатной игры это как бы ну типа особо ничего не значит как бы только это 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 по сути работа некого репутационного типа багажа этой франшизы плюс их максимум маркетинговый отдел я не понимаю ваших наездов на microsoft в очередной раз ну то есть ничего ну хорошо у них помимо этого куча других игр так хорошо давай поговорим не проект опрошенной например поговорим про то что сколько мы хотели мы хотели вообще финансовые результаты о чем я говорю сколько денег заработала microsoft на xbox ах сколько из бокса продали сколько из бокса продали дима за это какая какая прибыль чисто я щас подожди я найду я найду я открыл game industry biz я щас найду так microsoft today report и финансовые результаты да overall microsoft reporting revenues на 20 процентов выросла ревеню алё на 20 процентов всего windows office там вот это все да personal computing division это которая windows плюс xbox плюс серфейс 15 процентов увеличение прибыли 15 процентов алё это много то есть windows заработал 15 процентов windows плюс серфейс плюс xbox то есть windows заработал 15 процентов пошел вон кстати да у нее же прошлом году вы же вы вышло это чувак ты будешь смеяться я специально подожди 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 я когда спорил в твиттере короче я такой типа думал сейчас блять найду короче так типа нашел старого типа 2014 года финансовая отчетность microsoft а и там про написано gaming типа division and hardware там это все так геме движет работал столько таких денег и там типа написано xbox hardware там дивизион о сток это там теперь xbox а сколько продать вот в этом году продали там 12 миллионов в прошлом году там типа 9 миллионов продали охудеть рот был между 2014 за 2013 году нормально такой так а сколько 2000 до старом году и там типа наш количество позиций в в отчете и уменьшать и так эти подошли 35 позитий прощается 8 ну типа xbox и все типа все вместе нет вот есть конкретно про и сбок смотри gaming revenues 8 процентов xbox content and services 10 процентов это видимо геймпасс управляющим ничего и лайфхата не то читаешь там я гейминда чуть ли не внутри в отчете было сказано другое они 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 говорили о том что например выручка xbox движим у тебя она увеличилась на там такое-то количество темно типа денег так и думаешь так это типо насколько процентов а сколько было прошлом году а неизвестно ну тебе тебе берут и говорят типа что там увеличилось на 3-3 миллиарда до такой тип а сколько в прошлом году охуевание информацию году тоже увеличилась на 2 миллиарда было. А от какого значения к какому значению? Хуй знает. Понимаешь? Ну, от предыдущего и к новому. Они не говорят никогда, сколько денег. Они говорят только, типа, что увеличилось на столько-то. Увеличилось на сколько-то процентов там и так далее. Бля, потому что если люди узнают, сколько у Майкрософта денег, они их на вилы поднимут. Ты чё? Чувак, они не сообщают, сколько денег глобально. Они говорят об этом. Они везде расписывают подробно. Они всё это говорят, но они не берут и не уменьшают, типа, не детализируют. То есть, грубо говоря, сказать, сколько всего заработал там, типа, Personal Computing and Gaming, вот это всё, короче, да. А сколько из этого всего Personal Computing and Gaming, сколько заработал конкретно Xbox Hardware? Нет, мы этого не скажем. Потому что из этих данных можно внезапно поделить плюс-минус там на количество стоимости там, типа, консолей усреднённой и понять, сколько ты консолей продал. А этого ни в коем случае нельзя делать. Потому что внезапно... Почему? По-твоему считается, что Xbox'ы мало продали или что? В чём твоя проблема с этим? Я напомню тебе, что нам с тобою и с Максом периодически присылают наши слушатели, которые работают в США, в Канаде, в Европе, в России. Но это всего пара ритейлеров, это же не весь мир. Ну, их там дохуя ритейлеров и довольно крупные ритейлеры в том числе. Это как по России взять... Недавно была история, замечательная, с DNS'ом. DNS считалось о том, что у них там какое-то количество видеокарт завезли, по-моему, 30-50 или типа того. И там на всю Россию, ты просто вдумайся, на всю Россию завезено 500 видеокарт. Из них 70 в Москве. 70! У нас тут 20 миллионов человек живёт, у которых каждый из компьютера, каждый нужен в окну туда дешёвый видеокарточку. Ты что, издеваешься? Ну, практически у каждого. Я просто к тому, что... Давай остудим твой трахань. Я просто к тому, что 70 на 20 миллионов населения, той же Москвы, это очень мало, понимаешь? И вот ты мне об этом говоришь, что это, блин, крупнейший ритейлер. Может быть, у США то же самое с Microsoft'ами и Xbox'ами. Может быть, в каком-нибудь условном там, не знаю, таргете не так много продали. Чувак, не забудь, что большое количество там, типа, наших с тобой знакомых присылает нам данные из разных ритейлеров, в том числе из очень крупных ритейлеров. Никогда с области муж со мной так разговаривать, вот, мне очень тут раздражает, знаешь, Максим, потому что он это делает так, как будто объясняет ребенку маленькую, знаешь, только типа, ну, подожди, давай, мы тебе объясню по-другому. Я это делаю для того, чтобы не сбиться, чтобы правильно тебе рассказать то, что я хочу. Да, да. Чтобы я не сбился. Тут другой. В этот момент я прямо такой, ты сейчас попану! Бля, пожалуйста, дайте мне мне дарить. Я хотел сказать о том, что нам, это очень важный момент, о котором мы, ну, как бы, мы мало говорим, но это очень важно. Нам присылают данные из ритейлеров, большое количество компаний, по сути, из-за всего мира. И мы видим, что, например, если там в США условно разделение между PlayStation и Xbox 2 к 1, и в Европе 3 к 1, в России там, типа, еще больше. Ну, то есть, типа, в России покупают Xbox сильно меньше, чем PlayStation. И вы можете сколько угодно, там, типа, усираться о том, что, типа, Xbox, там, MS-очка, писечка, там, вот это все. Типа, Фил Спенсер на аватарке, вот это все, как бы, но факт остается фактом. Xbox'ов продают до сих пор в следующем поколении. Это уже поколение не Xbox One. Это уже новое поколение. Их продают сильно меньше, в два раза меньше. Ну, Россия, это не весь мир. Я тебе вот о чем говорю. И Россия не весь мир, и США не весь мир. США 2 к 1, в Европе 3 к 1. Нет, просто, чтобы ты понимал, США и Британия, это две единственные территории, где Xbox'ов принимают всерьез. Поэтому данные оттуда как раз играют роль. Но даже, понимаешь, тут все машут истимейтам 12 миллионов, основанным на чем? Ну, смотри, я объясню. Это журналистские выяснили. Смотри, 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 не-не-не-не-не-не, очень важная вещь. Фил Спенсер в своем интервью в New York Times, которое было несколько месяцев назад, сказал о том, что это поколение Xbox'ов самое продаваемое из всех поколений Xbox'ов. Так. Все люди сделали такой, типа, внутренний анализ и сказали, так, значит, Фил Спенсер имеет в виду, что к нынешнему моменту... Ну, за год с лишним, там, год и два месяца. Не-не-не-не-не, к нынешнему моменту интервью, вот прямо сейчас, короче, вот я, вот к этому моменту, короче, Xbox'ы продаются лучше, чем до этого, короче. И все такие, так, интервью вышло, там, условно, тогда-то, вот в этом момент, там, типа, условно, пять лет, там, семь, там, десять, пятнадцать, тридцать лет назад, короче, когда выходили, там, Xbox'ы, у них было такое-то количество, такое-то количество, такое-то количество, там, и так далее. Значит, у Xbox Series 12 миллионов. Кто знает, Фил имел в виду конкретно период, который был, типа, например, в течение месяца, двух с продажи, трех, пятнадцати, десяти, двух, никто этого не знает. Он ничего не сказал. Он не сказал, когда он считал, что он считал, как он считал. Какой параметр. Вообще ничего не сказал. Все ваши выдумки по поводу 12 миллионов, это выдумки. Ты знаешь, меня... А у Сони тогда как? Нет, нет, можно я скажу? А у Сони конкретно говорит, блядь, на эту дату, сука, продалось такое-то количество консолей на склады. Нет, меня именно смущает с этим эстимейтом реальность рынка, которая пришла к нам с отчетами Sony и Нинки. Потому что и Sony, и Nintendo абсолютно синхронно сократили достаточно существенно свои производственные планы на этот год. Потому что нет компонентов. Они планировали произвести вот столько консолей, а теперь производят вот столько консолей. Ну, кстати, они отчитались, считались о том, что продали PlayStation 5 на 17,3 миллиона, а типа хотели продать на сколько? 19, да? Они хотели продать 19. И в итоге за год они сделают не 22, а сделают вот именно 19. А сейчас они продали 17, а хотели продать 19. У них как бы два с половиной ляма они не могут произвести, потому что нет компонентов. И если Нинка не может произвести консоли, и Sony не может произвести консоли, мне что-то подсказывает, что Microsoft не в вакууме находится. У них ровно такие же проблемы с X-ами абсолютно. Нам правильно пишут, что Тимур же говорил, что Microsoft и Sony больше не борются за продажи консолей, и это в принципе не важно. Нет, а мы не обсуждаем... Никто не говорит, что кто-то борется за продажи. Мы не про холи-воры в данном случае, мы в данном случае про очень странные стиммейты и про абусификацию статистики, потому что... Причем не со стороны людей, которые отвечают за эту статистику, со стороны этих компаний. Мы говорим в очереди про людей, которые находятся на позиции игровых журналистов, аналитиков и так далее. Когда у тебя приходит человек на полном серьезе возглавляя одну из суперизвестных изданий и берет и говорит, ну Sony продала вот столько-то консолей, а Microsoft продала вот столько-то консолей. Ты говоришь, ну ты понимаешь, что твои числа базируются на основе того, что одна компания конкретно сказала, блядь, мы продали вот столько консолей типа на там условно на склады, а другая цифра базируется на том, что типа Вася сказал, что может быть, наверное, Вася подумал, Вася подумал, что может быть вот такое-то количество. Ну ты и ты сожришь, давай я тебе количество. Подожди, ну просто даже если так, предположим, вот тебе 12 миллионов проданных Xbox'ов и там 17 миллионов проданных PlayStation, о чем он это говорит? О том, что типа Xbox круче или там PlayStation круче? Типа Xbox сокращает разрыв не два к одному теперь соотношение. Вот такой посыл. Мне кажется, стоит обратить внимание не на количество проданных консолей, а на количество проданных подписок на сервисы, потому что первая консоль сочеталась о том, какое количество народу у нее покупает геймпасс, и там что-то 20 миллионов человек, по-моему, сколько там, 25, по-моему, 25, 25, 25, и у Sony пока нету возможности ничем ответить, поскольку у них нет такого сервиса. Мы каждый раз говорим о том, что вот есть слухи по поводу их нового проекта Spartacus, в котором якобы будет подписка похожая на геймпасс, но есть проблема. Дело в том, что, как показывает опять же дальнейшие слухи, которые ни на чем не основаны, на этом тоже слухи, возможно, это будет не ответ геймпасса, возможно, это будет просто более расширенная версия PlayStation Plus, то есть, грубо говоря, за более дорогую подписку ты будешь получать не две игры в месяц, а, например, там, 10 игр в месяц, ну, как вариант. Или, например, это дополнительная подписка, которая дает тебе доступ к ограниченному набору игр, которые не обновляются и никак не меняются, как, например, PlayStation Collection на PlayStation 5. Вот, типа, такое же, только это по всем консолям. Там, PlayStation 4, на PS5 и так далее. Вот. Говорить серьезно о том, что Sony противопоставляет что-то геймпассу, пока что, наверное, нет никакого смысла. В этом плане, мне кажется, у Microsoft с сервисами пока что все получше. А вот то, у кого по хардвару получше, это компания Nintendo, конечно же. Потому что Nintendo тут отчиталась, мы уже говорили об этом, о 100 миллионах проданных Switch'ей, и они побили рекорд PlayStation 4, и, соответственно, Wii продались большим количеством тиражом, чем первая Wii и чем PlayStation 1, но при этом, как бы, отстают от Nintendo DS, там, по-моему, 150-6 миллионов, то есть им надо еще пару лет. Мне в этом плане порадовала история о интервью с боссами Nintendo, где они сказали, что, типа, ну, вообще-то, вы знаете, Switch находится на середине поколения, и я такой подумал, серьезно, середина поколения, консоль на рынке уже почти 5 лет, середина поколения. Ну, то есть, как бы, мне кажется, Nintendo будет штамповать Switch'и еще, как минимум, тоже лет 5, то есть до 2027 года, как минимум. Что ты по этому поводу думаешь? Я думаю, я думаю, что, во-первых, все-таки, наверное, где-то в промежутке выйдет все-таки некий Switch Pro, мне кажется, они так продлят его жизнь. А второй момент, что надо понимать, что все эти результаты очень любопытны вот чем. Тем, что, несмотря на то, что больше всего сократило производство Sony, да, и она там промахнулась мимо своих таргетов, да, ну, то есть, типа, это новое поколение консолей, и оно всегда идет с убытками для головной компании, это рекордный третий квартал в истории PlayStation. То есть, мы двигаемся от ситуации, это как раз говоря про то, что уже все, пластиковые коробки не так важны. Sony удалось сломать традиционный консольный цикл, когда несколько первых лет любого поколения были убыточны. То есть, теперь такая ситуация, что сервисы закрывают те дырки, которые возникают из-за хардвара. Более того, удалось очень быстро вывести PlayStation 5 на прибыльность, то есть, теперь Sony зарабатывает с каждой соброй. Ну, то есть, ты делаешь консоль, как и прежде, в убыток, а зарабатываешь на сервисах в первый же год, как только выпустил эту железку. Да, и Нинка в этом плане, например, у нее обратная история, у нее очень консервативная бизнес-модель, то есть, мы продаем железки и, собственно, эксклюзивы. Все, в принципе, мы больше ничего не делаем. Более того, они на инвесторсколе сказали буквально следующее, мы не будем лезть в консолидационные поглощения, потому что нам это неинтересно. То есть, они и не планируют покупать какие-то студии вслед за Sony и Microsoft, но у них соответствующие. Ты видел, да, количество проданных тайтлов у Nintendo? Да. Там покемонов продали 11,7 миллиона штук, и я такой сижу и думаю, ты представляешь, вот это предыдущие покемоны, да, не те, которые мы обсуждали в прошлом подкасте, а вот предыдущие продались 11,7. То есть, насколько людям наплевать просто, что они покупают. То есть, они просто покупают, как, знаешь, вот увидел тайтл, все купил, ну, потому что когда-то давно тебя это радовало. Мне кажется, это какая-то, прям, знаешь, как на секту похоже, короче говоря. Но это реально странно. Я не могу поверить, что, блин, такое огромное количество людей все еще играет в игры, которые... Я напоминаю, что если ты глянешь на отчет Electronic Arts, о котором мы, кстати, говорили, FIFA заработало ебанистическое количество денег, она вырулила просто Electronic Arts на все рекорды в этом квартале, несмотря на то, что батла упала с огромного шкафа. И, кстати, забавная история с Метроидом. Я в каком-то из подкастов говорил о том, что это довольно нишевая игра, а она продалась внезапно лучше, чем все Метроиды вместе взятые. Метроид Дредд продался на 2,3 миллиона копий. Это очень много для Метроида. Потому что у Метроида там что-то в районе ляма, по-моему, бултыхалась там 700 тысяч, 800 тысяч, то есть такой премиан, плюс-минус. Да. Короче, это странная история, и я могу сказать так, я вот очень люблю игры Nintendo, некоторые, там, типа, Марио, Зельда, там, замечательные, прекрасные, превосходные игры. Но покемоны, это для меня что-то запредельное. Я просто не понимаю эту историю. То есть... Ну, слушай, я возраю, кстати, говорю про покемоны. Ого! Это этот покемоны... Это японская волна эти, да, карпы. Это хокусай. Да, хокусай. Но завершая всю эту историю с отчетами, просто глядя на все основные отчеты игровых компаний, мы видим два очень важных тренда. Первый тренд. Сервисы... Тричь продается. Да, естественно. Что сервисы это драйвер роста, и даже если у тебя есть какие-то объективные проблемы с производством железа, хорошие сервисы тебя все равно вытащат на рекорды, как мы видим там по PlayStation. А второе это то, что, да, подписка немножечко растет, и, собственно, у Xbox 25 миллионов геймпасса, и третье это то, что Нинка, да, она живет в своем мире, но очень сытно и вкусно, и ничего в ближайшие пять лет она менять не планирует. Хочешь тебе, например, такой супер-гипер-хот-тейк? Ну? Вот если бы меня сейчас взяла бы маркетологом типа Нинтендо вдруг, внезапно, короче, я бы пошел бы и сказал, типа, пацаны, давайте сделаем типа подписку а-ля PlayStation Plus, ну типа какой-то Nintendo Plus, условно, вот, для свеча. И нет, не, не будем раздавать никаких там Breath of the Wild, вот это все, короче, не, ни в коем случае, короче. Но, вы знаете, я каждый раз, когда захожу типа в скидке Нинтендо свеча, я вижу, какое гигантское, просто сотни количество там индюшатинок. Ну и что не так с индюшатиной? Просто берешь и доберешься скид по вот Nintendo подписке типа 10 Nintendo ну типа этих игр типа всяких индюшатинок. Ну там типа ну тебе надо договориться для этого такие сраные такие прям тебе надо договориться для этого с разработчиками и издателями. Я думаю, это будет не очень дорого. они будут ты типа каждому платишь там типа 50 тысяч долларов там 100 тысяч долларов типа и так далее. Бля, чувак, ты понимаешь, что типа у тебя условно когда условный там Макс, как называется там Lost Station? Lost Station. Да-да-да, Lost Station. Вот ты даешь игры такого уровня, то есть это хорошие, такие классные, клевые инди-игры. Не там ни всратые, ни хуёво, ни хуёво. Final Station. Да, Final Station. Прям вот у тебя классная, клевая, хорошая такая типа инди-игра. 10 штук каждый месяц даешь таки. Ты понимаешь, что у Nintendo запаса на там типа 3-5 лет вперед. И иногда типа по праздникам типа китайского Нового Года даешь какую-нибудь одну не самую там прям хорошо зашедшую игру и ты ее даешь причем типа не как Microsoft и Sony, а даешь ее в течение месяца и ты можешь поиграть на нее бесплатно. Ну типа например какой-нибудь там Mario Tennis например. А типа в течение месяца все пока нельзя играть. Чувак, я тебе говорю серьезно, такая подписка просто взорвала бы Nintendo. Ну там типа в 100 раз больше подписок я тебе уверяю. Ну я удивлен, что они этого все еще не сделали. Мне кажется, что это связано с тем, что у них огромное количество там крайне так скажем консервативных людей, которые отвечают за такого рода бизнес решения. Вот. ну типа что поделать. пацаны, короче, уходим от подписок, уходим от всех этих историй с финансовым результатом и идем в крайне важные темы. Во-первых, пацаны, у нас очень важная тема, о которой мы говорили много выпусков подряд, она была связана с тем, что на компанию Apple давит, очень сильно давит по поводу того, что типа ребята, у вас есть App Store, в этом самом App Store вы не можете ставить свои собственные приложения и по этой причине типа вы лишаетесь огромного количества всего. Ты спрашиваешь, чего же мы лишаемся? Ну всего, ну чего, ну всего. Ну типа как бы какие приложения мы типа могли бы поставить, типа ну не можем поставить. Естественно, как бы тут возникает проблема с тем, что мы не можем поставить пиратские приложения. например, там типа какой-нибудь там что-нибудь там паб. Да тот же Phantasyon скачанный с пиратским сайтом. Ну это же некрасиво, потому что как бы ты берешь по сути пиратичную игру. Я честно сказать, я вот эту историю про сайдлоудинг слушаю и иногда думаю о том, что люди выдумали себе проблему просто на ровном месте. Хочешь такой типа супер гипер hot take? Да. Тебе макос. И на макос ты можешь поставить все, что хочешь. Ну почти. Нет, нет, неправильный подход. Это надо сказать исключительно в контексте телефонов. Хочешь ставить пиратские приложения, то господи, в чем проблема, купи андроид. Я не вижу в эту проблему вообще. Они так и говорят. Понимаешь, у них же политика Apple ровно такая, типа вы хотите ставить какие-то ебанутые приложения, которые типа мы не поддерживаем и не разрешаем ставить Fortnite. Типа того. Да, да, да. Вообще, если что, официально Fortnite на Android до сих пор поставить нельзя. То есть, ты должен поставить через там АПКшку, вот это все, короче, и так далее. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что мы все еще сталкиваемся с ситуацией, когда у тебя компания Apple всячески педалирует тему связанную с тем, что если ты поставишь какое-нибудь левое приложение в обход всех защит, в обход всех сторов и всего, то ты сам виноват и ты лох-педорас, потому что у тебя своруют данные карты, данные каких-нибудь документов и так далее. И отчасти я могу их понять, потому что на Android творится полный пиздец в этом плане, потому что сколько раз жаловались только мои родственники, если даже посмотреть не только на моих родственников, на всех остальных пользователей, количество людей, которые жалуются на Malware внутри экосистемы Google, не только тогда, когда ты ставишь сам себе покашку, а в том числе иногда, даже из приложений, которые просто есть в Google Play Store, потому что их недостаточно правильно отмоделировали, количество этих людей огромное на самом деле. И у Apple каждый случай, который когда-либо где-либо рассказывал, типа, вы знаете, что там было приложение у Apple, которое что-то там где-то как-то смифило или что-то там где-то как-то что-то воровало. Каждый этот случай рассусоливается в СМИ, как просто ага, Apple объебалась. Ну, типа, каждый случай. Логично, потому что это редко происходит. Нас хорошо спрашивают, почему речь только про пиратские приложения. Я, например, хочу написать сам себе свое приложение и установить его на свой телефон. Как говорят. Да, это хорошо, но когда ты покупаешь телефон, ты в этот момент принимаешь соглашение о его использовании. И о соглашении о его использовании гласит о том, что, типа, если ты хочешь установить свое собственное приложение, на свой собственный телефон, оно означает то, что, типа, ты должен пойти и сделать специальный договор с компанией Apple, будучи разработчиком. Ну, да, ты должен завести довелопер аккаунт, заплатить там 100 баксов за этот довелопер аккаунт или сколько там стоит, и тогда это позволит тебе делать типа самоподписывание приложения, которое ты можешь запускать и выпускать. Да, ты можешь это делать. Вдобавок ко всему, есть же, по идее, эмулятор, это как он назывался, я забыл, в X... А, я не помню разработку iOS. Как там эта штука называется? Эмулятор чего? Эмулятор самого телефона на Makossi. Бля, подожди-ка, вот такого я не помню. Подожди-ка, эмулятор айфона на Makossi? Да. Я такого не помню. Но есть X-код, который официальный. Да, да, точно X-код. Есть официальный X-код, у них внутри X-кода встроенный эмулятор типа всех телефонов. Есть такое дело. Ну, вообще, если ты разработчик, то эта проблема теоретически для тебя решаема. А если ты не разработчик, то нахера тебе это надо? Я могу сказать так, я сторонник открытого подхода. Мне больше всего нравится подход андроида, но я могу разобраться в том, какие приложения ставить, какие нет. Какие там приложения потенциальные фишинги, какие нет. Но своей старенькой маме или бабушке, дедушке, кому-нибудь еще, я вряд ли посоветую то, ты ставишь галочку и можешь ставить любое приложение абсолютно и совершенно точно. У тебя уровень развития существенно выше, чем у среднего статистического пользователя. Об этом я и говорю, что компания Apple, если ее все-таки принудит к этой истории, а то, что ее принудит, я в этом практически не сомневаюсь, потому что была история о том, что в Сенат подали законопроект, в Американский Сенат подали законопроект по поводу того, что сайдлоудинг надо бы разрешить, чуваки, а если не хотите сайдлоудинг, то давайте альтернативные магазины пускать, чего Apple тоже, понятным делом, не хочет. И говорят, по крайней мере, Bloomberg об этом пишет, что шансов того, что этот законопроект будет принят очень и очень много, потому что, во-первых, Big Tech сейчас все ненавидят, все ненавидят Facebook, все ненавидят Apple, все ненавидят Microsoft, то есть это такая история, которая циркулирует, скажем так, в американской политике сейчас. И второй момент, в отличие от всех предыдущих законопроектов, которые, например, подаются одной партии, ну, то есть, условно, республиканцы взяли, подали Билл о том, что надо там Apple что-нибудь запретить, или там демократы, другая партия обычно блокирует и законодательные инициативы другой партии, просто потому, что у них такая конкуренция. В этот раз... Я вспомню, как называются все эти компании F-A-A-N-G F-A-A-N-G Что это значит? Это значит, типа, все вот эти самые компании, типа, Facebook, Amazon, Netflix, Apple, Apple, да. Ну вот, и, короче, в этот раз этот Билл, который подали, он подан от двух партий, то есть, и от республиканцев, и от демократов, там разные соавторы, и, скорее всего, это говорит о том, что обе партии знают о том, что эта вся история должна пройтись сенат, она пройдет сенат, и, скорее всего, Apple придется это сделать. Я буду очень расстроен, я очень надеюсь, что Apple запихнет эту настройку куда-нибудь в такую жопу систему, что ее нельзя будет включить, скажем так, не осознавая, что ты делаешь. Чтобы там надо было ввести 50 паролей и 10 раз подумать, и каждый раз при запуске приложения она бы говорила о том, что это приложение там, типа, скачано через жопу, вы точно уверены, там, 500 раз тебя спросят, я очень хочу, чтобы было бы сделано именно так, потому что те люди, которые знают, как с этим проблемой бороться, у них это не возникнет никакой фрустрации, а те люди, которые не знают, это те люди, которые пользуются iPhone'ами в основном, они не будут обращать на эту историю внимания. Это вот единственный вариант, который устроит лично меня, как пользователя Apple'овских телефонов, потому что делать из Apple'а Android, бля, я не для того уходил с Android'а на Apple, чтобы вернуться, блядь, сука, к тому же самому, ну, то есть, мне это чисто не нравится, эта история, и я каждый раз, когда ее объясняю, я понимаю, что идеального решения, которое бы всех устроил, тут не будет, ну, то есть, тут нельзя угодить всем, нельзя мне угодить, нельзя угодить, там, там, моей бабушке, там, еще кому-то, нельзя угодить, там, любителю устанавливать пиратские приложения, нельзя угодить любителю, который топит, там, за Apple, и так далее, то есть, такого не будет, всегда люди будут бомбить с этой историей, больше всего, конечно, будет бомбить сама компания Apple, потому что 30% на выручку просто мимо тебя уходит, это очень плохо. Тут интересный вопрос, связанный с тем, что, типа, они уже педалируют всю эту историю с сайдлодингом, как бы, но они же аккуратно, аккуратненько, типа, вводят историю, которая потенциально может их от этого спасти. И опять у нас собирающий Тимур. Блядь, ну, я пытаюсь говорить нормально, короче, в общем, смысл в том, что компания Apple за последнее время ввела довольно прикольную, классную функцию, она вышла вот только сейчас, короче, это называется, типа, Unleashed Apps, то есть, некоторые приложения, которые, типа, вы хотите выпустить, но вы не хотите, чтобы они участвовали в топах, чтобы они участвовали в рекламе, чтобы они участвовали, типа, в категориях, там, вы написали приложение для своей компании, который там список сотрудников, или вы написали какое-то приложение, типа, но вам не нужно, чтобы оно было, там, публичным, например, типа, это приложение, типа, для определенного круга людей, и оно доступно только по ссылке, то есть, оно не участвует ни в каких социальных интеракциях, типа, как бы, App Store, вот, и, в принципе, мне кажется, что это они заложили, foundation, так скажем, типа, фундамент, для того, чтобы в итоге пойти на компромисс по поводу всех этих самых историй о том, что в App Store должно быть любое приложение, блядь, ну, типа, и мы же пытаемся сказать о том, что, типа, у вас должно быть вообще все, что, ну, любая хуйня должна быть у вас, и они такие, бля, вы знаете, не любая хуйня должна быть у нас, не должна быть, вы же социально значимый сервис, и так далее, и они, мне кажется, типа, нам правильно пишут, что не Funk теперь, а Manga, потому что Facebook теперь Meta, поэтому букву Manga. Да-да-да. Manga. Manga, короче, Manga это, типа, все вот самые суперкрутые крупные компании в США. AN это что такое? Ну, то есть, смотри, M это Meta, A это Apple, N это что такое? Funk. Netflix. А, Netflix. G это Google, а последнее A это что? Apple. Нет, Apple уже был. Нет, не был. В первую букву А, алло. Manga. Да, две буквы A. Manga, Amazon, Netflix, Google, Apple, все, 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 короче. Вот, в общем, короче, смысл в том, что, типа, очевидно, очевидно, что в данном случае мы все смотрим на то, что все-таки, все-таки, в нашей замечательной парадигме, в нашей замечательной реальности, нам получится открутиться, отбиться от всех этих нереально охуительных претензий, которые, типа, будут проявлять к компаниям, к людям, ко всем, ко всем, ко всем. Я очень на это очень искренне просто надеюсь, потому что, если честно, это будет полный пиздец, если, типа, знаете, типа, каждая компания должна делать вот это, каждый человек должен делать вот это, каждая социальная сеть должна делать вот это, или такой просто пиздец, спасибо, нет, не надо. Короче. По поводу телефонов, что думаешь? Слушай, мне в этом плане очень интересно то, что у нас сейчас ситуация сложилась такая, что телефоны постоянно, ну, типа, вообще компания, которые производят телефоны, планшеты и так далее, они постоянно производят как бы некую чехарду. То есть у нас, типа, то одна компания популярна, то другая компания популярна, то другая, типа. То есть Apple, естественно, типа, плюс-минус всегда идет во вторых, третьих, четвертых, пятых. Так, но не первых. И у нас, у нас постоянно есть Samsung, который, типа, первый, второй, всегда почти. Короче, суть новости в том, что аналитическое агентство IDC составило список самых популярных брендов смартфонов в 2021 году. На первом месте стоит как раз Samsung, у него 20%, на втором месте Apple, у него 17%, Xiaomi, топ за свои деньги, 14%, Oppo, как ни странно. Кстати, новые проданы устройства, если что, да. Да, 9%, Vivo 9,5% и остальные 29%. Маленькая ремарка, мне всегда казалось, что Oppo и Vivo, это вообще-то типа одна компания. Мне вообще казалось, что Oppo, Vivo и Xiaomi, это чуть ли не один и тот же бренд, который... Не-не-не, смотри, Xiaomi, это 100%-дового, типа, это отдельная компания. Но Oppo и Vivo, Oppo и Vivo, по-моему, это одна компания. Не можно ошибаюсь, сейчас объебался просто жестоко, типа, но по-моему, все-таки Oppo и Vivo, это одна компания. Ну, в любом случае, это бренд, это разные, поэтому люди покупают... Может быть, один бренд рассчитан на самый низкий, там, ценовой сегмент, второй, там, рассчитан на средний, ну, и так далее, и тому подобное. Знаешь, самая главная вещь, о которой я хотел поговорить, в контексте этого рейтинга, знаешь, о чем? О том, что у всех others, то есть, это все другие бренды, кроме вот этих, которые сейчас перечислили, у них у всех в среднем минус 12,5 процентов. То есть, все остальные бренды потеряли в продажах в 2021 году, а эти бренды, ну, типа, по сути, отожрали у них вот эти самые проценты. Что интересно, например, что, типа, Samsung, который являлся на первом, он был на первом месте. Там, пишут, что Oppo, Vivo и OnePlus, это BBK. Да. Я не знал. То есть, у тебя, по сути, Oppo и Vivo, это, как я и говорил, типа, это один бренд, по сути, одна компания, по факту. Короче, у тебя Samsung был на первом месте до этого, и он остался на первом месте, но его рост оказался не очень большим, всего 6 процентов. Ну, то есть, грубо говоря, по отношению к 2020 году всего 6 процентов роста. У Apple рост на самом деле стал очень большим, 15,9 процента. То есть, 16 процентов роста. У Xiaomi еще больший рост. Вы понимаете, что у Xiaomi рост 30 процентов. Это на самом деле, это охренеть как много. Это очень круто. А это с чем интересно связано? Они выпустили какие-то новые модели или что? Из чего это произошло? смартфоны очень подорожали, а люди очень победнели. А, то есть, люди начали покупать более дешевые смартфоны, поэтому Xiaomi 30 процентов рост. Во всем мире, во всем мире. То есть, у тебя, грубо говоря, люди победнели во всем мире, и они начинают только смотреть, там условно, так, что я могу купить за там 200 долларов. Это, кстати, не объясняет, почему у Apple тогда увеличение на 15 процентов. Потому что огромное количество людей в этот момент решили обновить свой цикл. многие говорили о том, что у Apple сейчас довольно хорошее, классное поколение, такого условно 12s, но к этому поколению подошли люди, у которых были iPhone 10, iPhone 10r, iPhone 10s, iPhone 8+, iPhone 7, и так далее. И они такие, так, блядь, что купить? Ну, и ты такой, типа, блядь, куплю iPhone 13, 13+, 13+, iPhone 12+, 12, 12, там, типа, обычный, и так далее. Ты понимаешь, что, если прямо сейчас у Apple покупает старый телефон, это все еще зачитывается им в выручку. Ну, то есть, если бы ты сейчас пошел, купил бы себе iPhone 11, или 10, ну, не, не 10, ну, допустим, 11. Я напоминаю, что в России по всем сфоткам современным, самый популярный iPhone 2021 года был iPhone 11, а не 12? SE очень популярен, кстати, но. Чувак, SE был на пятом месте, короче, самый популярный iPhone был, iPhone 11, потому что iPhone 11 можно было купить за, типа, там, 35-45 тысяч рублей. То есть, у тебя охуенный смартфон с классным процессом, с хорошей камерой, со всеми делами, короче, там, 35-45 тысяч рублей, типа, ну, и это iPhone при этом. Огромное количество народу, типа, покупало именно их. Вот. Короче, касательно вообще всех этих историй, типа, по поводу, там, процентов, там, роста и так далее, бля, ребят, ну, вы понимаете, типа, что, опять же, я еще раз прорегетерирую, что, окей, там, рост, типа, у Samsung, у Apple, у Xiaomi, у Vivo и так далее, у всех остальных минус. это значит, типа, что люди пользовались другими смартфонами и они такие, типа, блядь, куплю Xiaomi, и там, куплю Apple, и так далее. То есть, вы понимаете, что консолидация проходит не только на игровом рынке, она проходит еще на рынке. Она проходит на всех рынках, на самом деле. то есть, у тебя огромные, живем в эпоху консолидации. Да, у тебя огромные, крупные, жирные, типа, игроки рынка берут и консолидируют. И, типа, у тебя реально даже в смартфонном рынке люди идут там в Xiaomi, Samsung, Oppo, Apple и так далее, и так далее. Слушайте, прежде чем мы перейдем к следующей теме, дайте я зачитаю донаты, которые нам там были. Так. Fuzikart занес нам 383 рубля. Макс, напомни, пожалуйста, какие вы лаптопы закупили в универ? Мне нужно для работы, чтобы 3D Max вывозил. Спасибо, хорошего вечера, пацаны. Мы взяли, ну, по крайней мере, мы сформировали, там, вот закупки еще будут идти, в итоге мы легионы с 30-60 взяли и на AMD. Это пятерки. Пятерки, да. А, никакого размера. Смешки художки. 15, 15-дюймовые легионы. То есть, а вы взяли какие, типа, которые, получается, попроще или которые посложнее? Попроще, попроще. Условно, за сотку. Да, 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 условно, за сотку взяли. Full HD экран, ну, ты понял, да, то есть там. Я просто пытаюсь понять, типа, в рамках условного универа вот ты купил такого рода, типа, ну-то. Сколько они продержатся? Ну, 5-7. Дольше, чем компы, потому что их можно в шкаф под замок прятать и выдавать студентам на руки, а потом их забирать. Что ты с компьютерным классом не сделаешь. Ты хочешь сказать, что у тебя реально типа студенты пиздили из компов компоненты? Я могу тебе сказать, что компоненты это наименьшая из проблем. Просто компы, которые стоят просто в классе, а очень часто в аудитории проходят занятия без компьютеров, потому что это просто аудитория. Они просто удрачиваются. Ну, потому что студенты сидят и от нихуя не делал. Ну, в смысле? Подожди, удрачивается клама мыша, которую можно купить заново? Или что? Мониторы, сами системники их дергают туда-сюда в кол-выкол. Не, но вот это, как ни странно, ты думаешь, почему в американских школах очень популярны ноутбуки? Блядь, у них не просто популярны, у них, блядь, хромбуки, ебаные популярны. Потому что это дико удобно мейнтейнить, когда у тебя орава незнакомых людей. Это гораздо удобнее, чем системники, которые стоят на столе. Ну, опять же, там ограниченный набор приложений, которые ты просто разворачиваешь одну кнопочку. Пок и все. Подожди, но ты можешь разворачивать на стационарные компы. Могу, но это же... Разница между ноутом и социальным компом не очень большая. Если ты хочешь поговорить об этой теме, давай мы поговорим об этой теме. Я тебе могу сказать, как это было сделано, например, в универе, в котором... О, подожди, помнишь новость недавнюю о том, что Microsoft пожаловалась на то, что аптайм современных компов очень маленький и что он составляет меньше, чем 8 часов. И они сказали о том, что на работе, на учебе и так далее нужно комп оставлять более, чем на 8 часов в аптайме, то есть класть его в слип, а не выключать, потому что иначе не успевать скачать с обновлений. Вот Microsoft может говорить все, что угодно, но в любом нормальной организации, которая ставит себе винду, есть контроллер домена. На контроллере домена ты разворачиваешь эти, блядь, обновления, там специальные службы для этого есть. Конечно. И как она там, блядь, да насрать, он включится, скачает часть обновлений, потом скачает другую часть обновлений, это похуй абсолютно. Microsoft может хоть усраться со своими обновлениями, но они говорят не про, как это, Enterprise, они говорят исключительно про домашние компы. Понимаешь? про хом винду. ой, блядь, у нас не обновляется по уроку. Наверное, мы что-то делаем не так. Нет, братан, надо делать как Apple, блядь. Сегодня все переходим на macOS. Ты сидишь такой, блядь, ее в килобайт по чайной ложке качаешь, потому что, ну, блядь, как же ты не перейдешь. О, Microsoft. Блядь, пожалуйста, обновите Windows. Блядь, я до сих пор не перешел в Monterrey, не за что. До сих пор. Ты исключение, но ты же знаешь количество людей, которые, ну, то есть, блядь, давай мы не будем в эти дебри лезть, пожалуйста. Давай не будем. Я бы тебе мог рассказать про то, что 70% визера macOS. Я просто потому, что, как это было сделано в нормальном универе, да, у тебя на компьютере даже операционки нет, она грузит у тебя через сеть, потому что есть бутром условный. В смысле? Подожди, ты хочешь сказать, что у тебя через сеть... Терминал. В смысле? Подожди, никакой не терминал, у тебя бутром есть. То есть, ты из биоса, у тебя загрузчик, загрузчик винды грузится через сеть, через локальную твою сеть, вот и все. Подожди-ка, но при этом файлы самой винды есть же в локальности, ну, типа в локальном диске. Нет, их там нет. Диска может быть. Диска может быть. Достаточно RAM диска. То есть, подожди-ка, тебе нужно там, типа, 4 гигабайта скачать. По локальной сети, Тимур, у тебя гигабитная сеть. Ну, это гигабитная сеть, это сказка. Большинство, типа, 100 мегабит, если что. Да даже 100 мегабит, это, блядь, вот так для загрузки винды. 100 мегабит, а тебе нужно 3 гигабита, я не знаю. Ну, короче, я к тому, что вот у тебя есть 12 компьютеров, там, или сколько там в классе стоит, 20 компьютеров, и у тебя стоит сервак, с которого образа этих виндов на каждый компьютер грузится. Вот, пожалуйста, ком-ком загрузится, там, за, допустим, не так быстро, там, не за 30 секунд, а за 10 минут. Ну, и что, ты, на перемене включил, или там, до начала всех этих историй, зашли студенты, понаписали свою хуйню, понаставили за кучу программок, ты выключил, ты включил заново компьютер, у него опять чистая винда, потому что она только что сервака скачалась. Блин, как чувак, который учился в финансовой академии в 2008-2007 году, я тебе скажу, что нет, нихуя, это так обычно не работает, обычно реально у тебя есть винда, нормальная на твоем компе, и там пиздец, сколько дохуя, всякого говна установлено, мы говорим о том, как это сделано через жопу, именно это Макс тебе говорит, чтобы вот такой хуйни не было, люди выдают ноутбуки, понимаешь? Все, ты решил себе этот вопрос. Чувак, на самом деле нет, на самом деле люди выдают ноутбуки, и они их превращают в кал ебаный. Короче, заканчивай, блядь, иначе я сейчас бомбану, и просто я не знаю, что сделаю. Все, 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 заканчивай. Это реально бессмысленно обсуждать. Давайте поговорим про NFT. Дождите, донаты дочитаем. Дочитаю донаты сначала. Так, а вы это все читали, да, наверное? Секта свидетелей. Да, Рейзер Россия, Занислав 100 рублей, запомни смертный, мы следим за каждым своим шагом. Это я читал уже. Секта свидетелей ДТКД. Секта Занислав 169, 69 рублей, найс. А Макс, ты тут свою неоновую плашку PS пошевелил, давно хотел спросить, где брал такую, очевидно, что на Али можно найти, но все же спрошу. Мне дарила жена, но вообще она мне сказала, что она ее на Азоне взяла. То есть поищи, там вообще есть. Вообще она на Алиэкспрессе тоже подается. Но просто на Азоне по России доставить быстрее. Артем занес нам 383 рубля с выздоровлением Димка. Вопрос к Максу. Окей ли выбор Sony Alpha A6000 для начинающего, чтобы снимать видеоблог? Если тебе нужен видеоблог, покупай как у Димки Sony ZV-1 и не еби себе мозг. Уверен, что A6000 ZV-1 это типа сопоставимые варианты. У ZV-1 лучше, потому что у ZV-1 гораздо лучше автофокус, гораздо лучше кодеки видео, гораздо лучше объектив встроенный, там 24-70, 2,8. Она вообще очень пиздатая и она стоит 60 тысяч. А если покупать... Чувак, ты не можешь добиться того самого боке, как есть у тебя. Это все херня, Тимур. А если тебе надо это боке? 6000 не надо покупать в 2022 году в любом случае, потому что это просто очень устаревшая карта. По всем параметрам. Она даже 4К не записывает. Бля, чувак, сейчас очень много чего 4К не записывает, если что. Самое главное, что Sony нижние альфы 6000 и 6100 снимает с производства, потому что дефицит чипов. Нихуя нет. Я бы вам посоветовал аккуратно относиться к словам Макса, потому что, несмотря на то, что он прав в целом, он действительно правильно все говорит, но если у вас не очень высокие, так скажем, претензии к тому... Есть, на самом деле, знаешь, какая камера, чувак? За недорого, тоже хорошая, именно для видеоблога. Есть версия альфа 6000 для влогеров, она называется Sony ZV-E10. Макс, есть проблема. У нее нет видоискателя, но это тупо альфа 6000. Макс, есть проблема. Та вещь, о которой ты не говоришь. Если ты хочешь получить картинку нашего уровня, вот как типа... Тебе нужен фулл фрейм, Тимур! Нет, не фулл фрейм, тебе нужен нормальный боке, условно там на 1.8, 1.4 и так далее. Ты это можешь добиться с помощью съемного объектива. В ZV-1... Да, вот в ZV-E10... У тебя нету съемного объектива. Вот я тебе расскажу. Вот в ZV-E10 как раз съемный объектив, это просто альфа 6000, допиленное для влогеров. Там есть нормальные кодеки, там есть нормальное видео. Как она еще раз называется? ZV-E10. Е10. То есть это, по сути, E-mount типа 10. Да, да, да. Это как альфа 6000, допиленное под видео с хорошим микрофоном. В общем, Макса вам посоветовала. Смотрите, имейте в виду, что если вы хотите получить картинку, как у Макса и у меня, примерно, типа, когда у вас, типа, сзади боке, и вот это все, короче, вам нужна камера, у которой есть возможность подсоединить объектив. Потому что у меня, Макс мне передал камеру с довольно крутым объективом, и у Макса тоже сейчас стоит крутой объектив. Короче, у Димки стоит средненький объектив, так скажем. Он несъемный, называй один, если что. Он несъемный, в том числе, короче, но он, так скажем, в средней руке, у тебя в средней руке нормальный такой объектив, типа, но не пиздатый, не там какой-то там, типа, хуевый, ничего такого, нормальный, короче. Но если вы хотите получить классный боке, то вам нужен съемный объектив, и чтобы там было 1.8 или 1.4. Донатас занес нам тысячу рублей, спасибо за подкаст, спасибо тебе, Донатас. Люба Пупный занес нам 100 рублей, спасибо за подкаст, Дима, с помощью чего ты подключаешь обе консоли к ПК, чтобы стримить? У меня карта захвата встроенная, Avermedia, и она стоит 35 тысяч рублей, поэтому я не советую эту историю. А что за карта у тебя? Avermedia. LiveGamer 4K, кажется. Как-то так она называлась. Слушай, а что ты скажешь по поводу легата? Потому что, типа, все суперкрутые стримеры, типа, используют легата. У меня никогда не было легата, потому что, во-первых, она дороже стоит, а во-вторых, она примерно сопоставима, что то хуйня, а что это хуйня. Вообще, честно тебе скажу, среди карты захвата не существует карт захвата, которые выдавали бы именно то, что хочется. Есть профессиональные карты захвата, которые стоят по 20 тысяч долларов. Blackmagic и всякие. Они позволят тебе, наверное, классно. Это ты, типа, ты говоришь, прям совсем про пиздец. Но у тебя есть, типа, условные геймеры, обычные, которые покупают, типа, эльгата, там, что-то там, и эльгата у тебя позволяет воспринимать в том числе с PS5 там 4K 600 фпс. Ты никогда не думал, почему многие стримеры ставят себе второй компьютер для стриминга? Потому что так лучше. Нет, подожди, ты говоришь про компьютер для стриминга, а я тебе говорю про то, что у тебя... Ты никогда не думал, а почему они это делают? У тебя должна быть карта, которая способна с твоего PlayStation 5 заиметь 4K 60 фпс. А представь себе, что ты стримишь не с PlayStation 5, а с компа, например. Дело даже не в этом. Даже если ты стримишь с PlayStation 5, можно объясню, как это работает. Карты захвата геймерские, знаешь, чем отличаются от интерфейсов типа Blackmagic? Они отличаются тем, что абсолютно вся работа по транскодингу этого говна ложится на плечи твоего сраного ПК. Да, именно поэтому люди ставят себе второй компьютер для того, чтобы стримить. Ну и, соответственно, если ты стримишь, например, с PlayStation, то, естественно, там твой комп нагружается, ну и исключительно только на видеотранскодинг, на того, чтобы сделать видосик. А когда ты, например, стримишь с ПК, карта захвата тебе не слишком сильно поможет. Ну то есть, как бы тебе нужно очень хорошо... Короче, я же спрашиваю про то, что, типа, когда у тебя есть там, типа, карта захвата условно старая, которая могла там 1080p, 60fps, типа, это одно. А как захватить с PlayStation 5, чтобы она у тебя по-хорошему, там, типа, 2.1 условно воткнулась в твою там карту захвата, чтобы она стопудово, там, 4K, 60fps, чтобы она забирала. Ну вот так. Как сделать так, чтобы она стопудово забирала вот этот... Купить очень дорогую плату захвата, потому что, если вы покупаете... Вот смотрите, вот чуваки все время, типа, все эти стримеры говорят о том, что, типа, якобы, некого суперпиздатого классного легату его хватает. Да, это Eugato, который 4K 60 Pro, который стоит достаточно дохера, и с Eugato есть засада, у них есть платы, которые принимают 4K 60 HDR сигнал, а теперь следи за руками, а в комп приходит 1080p. Ну, в смысле? Подожди-ка. Почему-то... То есть сигнал 4K 60, у меня такое с моей платой захвата. Можно я просто вас я немного приглушу, можно я сразу объясню историю? Смотри, любая карта захвата связана с проблемами, и я хотел просто сказать о том, что любая геймерская карта, у нее есть проблемы. Если ты покупаешь внешнюю карту захвата, они пиздец как греются, и иногда теряют кадры. Поэтому на внешней карте захвата имеет смысл смотреть только если ты смотришь 1080p. Как только речь заходит о 4K, все упирается либо в стоимость, а это очень дорогие карты, внутренняя карта, которую ты вставляешь внутрь своего компьютера, будет ебать тебе проц, поэтому тебе нужен еще и хороший проц, ну и, соответственно, чтобы это все обрабатывало сигнал и так далее. Потому что все эти карты захвата, все эти геймерские карты захвата, они не умеют сами транскодить свой сигнал. Это умеют делать профессиональные карты захвата, которые стоят по 10 тысяч долларов, по 20 тысяч долларов и так далее, и тому подобное. Поэтому стримеры для того, чтобы сэкономить, делают очень просто. Они покупают отдельный комп, туда вставляют карту захвата, а стримят, например, игры с ПК с другого компьютера. Вот так люди делают. Да, вопрос. Неочевидный вопрос. Да, слушаю вас. Он связан с тем, что, типа, смотри, у тебя как бы есть, ну, типа, ты крутой стример. у тебя, типа, там 100 тысяч подписчиков. Ну, да, предположим. У тебя выходит игра на PlayStation 5, условный, там, какой-нибудь, там, речи-то кланк. Да, ну. И ты такой, типа, думаешь, что, типа, сейчас я попрыгаю в бассейне, а потом немножко речи-то кланк покажу. Ну, ну, и что? Как ты его будешь показывать в 4К 60 фпс? Ну, во-первых, в 4К никто не стримит, а второй момент... Вот, да, очевидный вопрос следующий, типа, нужно ли его показывать в 4К, и вообще кто-либо сейчас, блядь, стримит вообще в 4К в 60 фпс, типа, или все стримят 1080p 60 фпс, и это, типа, нормально. На Твиче нельзя стримить в 4К, насколько я помню, там ограничение стоит. На Ютубе можно стримить в 4К. Мы пробовали очень большие проблемы даже не с тем, чтобы передать 4К сигнал. Есть проблема в том, чтобы битрейт соответствовал, потому что Ютуб режет битрейт, и они это начали делать как раз во время пандемии. Они говорили о том, что они все это подрежут. Поэтому все стримеры, которые, ну, такие более-менее крупные, они делают хитро, они на самом деле стримят в 2К. Ну, то есть, как бы, не в 4К. 1440. То есть, картинка с Плейстешн захватывается в 4К, отдается она тебе в 2К, вот и вся история. Мы так же живы. Короче говоря, на самом деле тебе не нужно отдавать там 4К 60 фпс, потому что никто этого оценить на самом деле не сможет. Да, все так. Поэтому ты, как бы, ты, типа, берешь, захватываешь там условный Demon's Souls или, блядь, что угодно в 4К 60 фпс, а отдаешь его в 1080p 60 фпс. Да, да, все так. И, типа, как бы, тебе поебать. И в итоге, тебе, на самом деле, как бы, видеокарт, ну, как бы, захватывающая видеокарта нужна только для того, чтобы, типа, захватить этот поток, сконвертировать его, типа, в итоге в более меньший, типа, удобоваримый для твоего сервиса и, типа, и стримить. Да, все так. Все, ладно. Короче, надеюсь, мы ответили на все вопросы. У нас охуительная тема. Потому что история, давайте сразу скажем. Лучшая, нахуй, тема выпуска просто. Давайте сразу скажем. История связана с NFT. Мы это обсуждаем уже, я не знаю, какой подкаст подряд. То мы Metaverse обсуждали. Ну, тема-то горячая. То мы обсуждали NFT. И я могу сказать так. Сейчас в NFT массово ломанулись игровые компании. И, естественно, первой была Ubisoft. Прикол в том, что на прошлой неделе Ubisoft искренне посмотрела в глаза журналистам и такая сказала, ой, вы знаете, вы тут писали, что вот мы с кварцем обосрались, да? И пользователи, типа, недовольны нашим там блокчейном, нашим NFT. На самом деле мы не обосрались. Это просто игроки нихера не поняли. Мы на самом деле все делаем ради игроков. Они просто пока не понимают, в чем же выгода этих NFT. И я могу сказать, я когда читал эту историю по поводу Ubisoft, я подумал о том, что это вот типичный, знаешь, криптовалютный бро, который вот тебе сейчас расскажет о том, что уж его-то коин уж точно 100% взлетит прямо вот сейчас. Вот только-только я анонсировал Dogecoin 3000, вот только не выпустил. Только вышка коин от Ubisoft. Вот сейчас взлетит. Такое ощущение, что в Ubisoft действительно наняли отдельного чувака, который именно про эту историю рассказывает. И он вот именно такой, он человек, который не понимает фанатскую критику. Вся фанатская критика сводится к тому, что вы просто нихуя не поняли. Это очень странное заявление. И ладно бы на самом деле Ubisoft, херстнем с Ubisoft, мы знаем, что они как бы там... Нет, подожди-ка, с Ubisoft'ем не херстнем, ты понимаешь, что вот у тебя один из самых крупных издателей в мире. Да, ты опять умираешься, Тимур. И который внезапно берет и прыгает во всю эту историю с NFT, и ему напихивают просто хуев просто за все возможные там типа щели, которые у человека есть. И они такие, типа, да, так, хуев напихали, так, да, 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 все понятно, короче. Ну, ребята, вы же ничего не понимаете. Да, но ты понимаешь, что у тебя компания, которые берут и прямо откровенно четко по полочкам рассказывают и говорят, типа, ребят, вы сделали это неправильно ни в той игре, ни с теми NFT, ни как бы с той монетизацией, вообще вы все сделали не так. Они такие, да, но они просто не поняли. И ты понимаешь, что у тебя любая игровая или любая другая компания, которая делает вот эту всю историю, скорее всего, то, как ты сейчас правильно, очень правильно описал о том, что есть некий человек, который внутри компании всю эту историю рулит, он берет и просто говорит, фу, ну, вы знаете, ну, они же там просто долбоебы сидят. Ну, ничего не поняли просто. Просто есть примеры и обратно. Есть примеры тогда, когда, ну, то есть все происходит более-менее нормально. Например, компания Team17, это такой издатель, вы, наверное, слышали про него по червячкам. Вормс, да. Когда-то давным-давно они делали червячков, вот они на прошлой неделе заявили о том, что они тоже делают NFT, связанные с какими-то их франшизами и представили один NFT, который выглядел как червячок, который сидел на каком-то таком типа постаменте. они в эту секунду, прям в эту секунду получили такое количество хуёв в бананку. Просто прям в эту же секунду. Проблема в том, что не в эту же секунду они получили, дело в том, что они анонсировали, им справедливо предъявили, на что их представитель пояснил еврогеймеру, что типа какие NFT. Серьезно, чувак так и сказал, что я не в курсе, а вообще я не знаю, нет, мы как бы, да. Очень важно сказать о том, что это был проект, который был реализован между Team17 и некой компанией, которая генерит эти самые NFT. То есть эта компания по сути пришла к неким людям из Team17 и сказала, типа пацаны, у вас есть такая охуительная франшиза, у вас есть такие охуительные персонажи, такой intellectual property, на котором можно типа сделать охуеть какие NFT. И вот, короче, ребят, давайте мы что-то сделаем на этом. И вот они берут и запускают условно один-два NFT на всей этой истории и случается пиздец. Потому что самая очень крутая была статья буквально по-моему на New York Times буквально за позднее время типа о том, что вы знаете, вы же видели наверняка статьи про NFT, вы же видели, что NFT так классно взлетели, что NFT так классно запускается, но есть одна единственная комьюнити, одна единственная, которая всячески противоречит и типа вообще блокирует развитие этих самых NFT. И тут очередный вопрос, какая? Дим, как ты считаешь, какая одна единственная комьюнити блокирует развитие этого замечательного просто невъебенно крутого бизнеса? Я не знаю, но я могу тебе сказать, что история с NFT по червячкам закончилась очень предсказуемо. Во-первых, мы их напихали хоя в панамку, во-вторых, поскольку Team17 это издатель и он издает какое-то количество инди-игр, вот и все компании, которые, студии, которые делали эти игры, они все тут же начали говорить, что мы не собираемся сотрудничать с Team17 по поводу NFT, это исключительно их идея, мы против NFT, так, например, заявили создатели Overcooked, помнишь Overcooked игру, где надо готовить, там было брызгуком, типа двумя героями ты там готовишь историю, такая типа кооп-игра, вот они об этом заявили, потом другие студии об этом заявили, и буквально через сутки Team17 заявила, что, вы знаете, мы что-то подумали, наверное, мы рано эту историю вытащили, давайте так, короче, не будет у нас NFT, мы подумаем о том, как это лучше реализовать, чтобы не раздражать типа наших пользователей, вернемся к этому вопросу попозже, ну то есть, многие полагают, что и не будет у них никаких NFT, это просто так чисто, знаешь, чтобы до них не доебали, что называется. или они подождут пару лет, когда типа юзеры все-таки привыкнут вообще в целом к феноменам NFT. Да, следующая история с NFT, вы думали, мы закончили, вы думали, это все? Нет, не все, Трой Бейкер, который в своем твиттере заявил о том, что типа сотрудничает с компанией Voiceverse, не знать Трой Бейкера и слушать завтра каста, серьезно? Ну хорошо, ладно, актер озвучки, Трой Бейкер, который известен по таким играм, как Last of Us, Uncharted, я не знаю, Batman Arkham Origins, Death Stranding, Death Stranding и так далее, вот он заявил в своем твиттере, что сотрудничает с компанией Voiceverse, которая будет делать NFT токены, внутри которых будут храниться синтезированные голоса знаменитостей, в том числе не только актер позвучки, но и стримеров. Это очень важно объяснить, что в момент, когда Трой Бейкер рассказал о том, что типа я буду сотрудничать с этой компанией, он сказал о том, что типа ну там типа да, классно все дела, типа NFT, вот это все, но все нормальные люди, которые раскопали, как работает эта самая компания Voiceverse, они же говорили о том, что типа ребят, вы же понимаете, что весь смысл Voiceverse в том, чтобы взять ваши голоса и на основе искусственного интеллекта позволить любому, вообще любому креатору создавать озвучку и вообще ну типа любой voice-контент на основе вашего голоса с помощью нейросетей и они говорят, Трой, ты понимаешь, что тебе берут и впихивают историю с ну типа коллаборейшеном с компанией, которая оставит тебя без работы, оставит тебя без работы, просто. История в том, что Трой Бейкер в итоге переобулся, он сказал, что он не будет сотрудничать с этой конторой, не будет он делать никакие NFT и извинился перед теми людьми, которые его не поняли. Важно отметить другое, то, что типа Трой Бейкер в момент, когда он объявлял а сотрудничество с этой компанией, он говорил о том, что типа ребят, you can hate or you can create. Типа вам может не нравиться, нет, вам может не нравиться вся эта история с NFT или вы можете создавать что-то новое. И типа все ему припомнили эту фразу, потому что типа чувак, ну ты только что это сказал. Прошло несколько дней и ты отказываешься от своих собственных слов, потому что внезапно на тебя надавило огромное количество людей и сказали о том, что типа бля, чувак, ты какую-то просто полную хуйню творишь, алло. И чувак такой берет типа первые пару дней, когда он об этом объявлял, он всех отбревал и говорил, что ребят, ну типа вы просто не понимаете NFT. Да, да, и ты знаешь, это довольно забавная риторика, потому что она во всех этих историях про NFT она всегда происходит одинаково. Ну то есть мы можем перечислять очень долго в те истории, которые происходили, но давайте они все одинаково происходят. Сначала объявляют, с пафосом говорят то, что мы что-то запускаем, а потом первые несколько говорят о том, что вы не понимаете. Да, им напихивают в панамку, они такие типа ладно, окей, окей, мы все поняли, отложим. Причем никто не говорит, что отменим. Все говорят, ну мы там отложим этот вопрос, ну логично положить, что наверное все и так отметь. Кто еще вписался в эту историю? Konami. Konami, замечательная компания, которая тут пополняла свой финансовый отчет, они сказали, что вы знаете, вообще-то как бы мы тут уже разместили NFT, у них была картинка из Костельвании, которую они продали на OpenSea, и я могу сказать, что Konami, наверное, единственная контора, которая заработала денег на NFT, дело в том, что они продали эти токены что-то за 162 тысячи долларов, если исключить комиссию, если исключить стоимость выпуска всей этой истории, стоимость газа, который заключил, в принципе, 150 тысяч долларов они заработали, что по меркам игровой студии, конечно, не очень много денег, но с другой стороны, они просто из воздуха тебе взялись, просто из ниоткуда. Я напоминаю, что это компания, чьим основным бизнесом является починка. Да, и примерно ты от них такого ожидаешь. Следующая контора, от которой ты такое примерно ожидаешь, компания Walt Disney, которая такая, знаете, мы вообще пока не выпускали ничего с NFT связанного, но мы на своем сайте, ну, типа карьера, типа LinkedIn внутреннего, мы развестили вакансию, что мы ищем менеджера, который будет в подразделении подчиняться директору по развитию бизнеса и будет у нас типа NFT создавать на основе франшиз Диснея, то есть абсолютно любых. Я думаю, что... Уникального Микки Мауса. Я думаю, что после того, как они выпустят свои NFT, Диснею тоже напихают хуё в Панамку. И, наконец, та история, которую ты абсолютно не ожидаешь от этой конторы, но, тем не менее, она произошла. Компания Nintendo заявила о том, что, вы знаете, у нас есть интерес в NFT, но мы пока не очень поняли, принесет ли это людям радость. Но мы будем прорабатывать этот вопрос. Это такой, сука, вы готовите NFT с Марио, да? Вы, блядь, сука, готовите NFT с Марио. Мне больше всего понравилась у Nintendo история о том, что, типа, они говорили о том, что, вы знаете, мы не готовы покупать новые студии, как это делают, типа, некие другие там компании. Мы консервативные, да. Мы очень консервативные на том плане, потому что, типа, мы же не можем покупать компании, у которых нету Nintendo в ДНК этих людей. Это такой просто, блядь, ну, ёбаный брат, но, сука, в NFT точно есть ДНК в Nintendo, блядь. Да, и этот ДНК называется деньги, братан, потому что все почувствовали... ДНК денежный, национальный, как, я не знаю, там, коин. Коин, да, спасибо. Все почувствовали бабки в этой истории. Самый прикол не в этом. Самый прикол в том, что, вы же понимаете, что в NFT и вообще в крипте не существует денег, которые оттуда берутся из ниоткуда. Вся история с криптой, она существует на деньги тех людей, которые в неё вошли. То есть, если компания какая-то вошла в сторону NFT, она весь этот огромный криптомир внесла свои бабки, по сути. И вся история в том, что пока компании такие, типа, присматриваются к этой истории, геймеры что-то особо не присматриваются, потому что я каждый раз, когда читаю истории про NFT, я всегда вижу истории, как люди говорят, нет, я там покупаю скинчики, я покупаю батл пассы, но NFT я покупать не буду, потому что я в рот ебал крипту, и я не собираюсь там, типа, заниматься какой-то сложной системой. При существующих шапках Team Fortress, при существующей системе маркета, Steam, где ты можешь продавать, глядь, ебучие карточки, ты мелочно мыслишь. В NFT не имеет смысла. Мысли глобально. Мысли, как Крис Робертс. Ты можешь купить этот корабль. За 15 тысяч долларов. Я, кстати, удивлён, почему Крис Робертс до сих пор не анонсировал блокчейн. Потому что ему не нужно, он и так стрижёт с лохов бабки, у него и так равен. Зачем ему задействовать очень тяжёлые механизмы блокчейна? Пацаны, вы чё? Просто балк за блокчейн, понимаешь? Вы не понимаете эту историю, вы не понимаете. Ты даёшь дополнительную возможность пользователям надувать этот пузырь в виде NFT под названием Star Citizen. Он не дурак, он реально не дурак. Он реально не дурак. Он понимает, что терять проценты и терять вообще что-либо на блокчейне нахуй надо, если ты можешь просто напрямую бабки с Пейпала у людей списать. Зачем? Зачем тебе что-то платить за блокчейн, если ты можешь напрямую списать бабки? Я, кстати, недавно смотрел, как там выглядит Star Citizen вот сейчас, ну то есть буквально пару месяцев в декабре или в ноябре не помню, какого-то стримера смотрел, и он показывал, что там, как работают. Они играли в какой-то режим типа шутера, где надо командой ходить и пиздить другую команду. Ну то есть знаешь, как 5 на 5, как Радуга или как там, ну любой арена шутер, короче. И оно, в принципе, выглядит неплохо. И играется тоже неплохо, но у половины персонажей до сих пор нет анимации. Один чувак там что-то застрял в текстуре, потом еще какая-то хера. То есть багов в игре такое количество, и люди такие, ну да, ну да, но сейчас выглядит неказисто, но зато вот скоро уже произойдет. И это скоро происходит уже последние сколько лет? Лет 10 уже прошло, 8, да? Я думаю, что переход на NFT в Star Citizen, знаешь, не за горами, Тимурщик. Вот ты говоришь, что это не нужно, а я думаю, что это произойдет, потому что все эти истории, они крутятся друг к другу. Знаешь, почему не нужно? Да. Знаешь, почему не нужно? Потому что NFT вводит в тот момент, когда у тебя нету схемы монетизации людей в твоем проекте. В Star Citizen вообще отличный проект монетизации. Там у тебя не нужно блокчейн, понимаешь? Там вот так это работает. Тебе не нужно никаких платить типа там комиссий, процентов, там типа взаимозачетов. Тебе ничего не нужно платить, ты просто стряжешь напрямую бабки. Из воздуха вообще без ничего. вообще за него продаешь какой-то губнокорабль и все. Контексте NFT мне всегда нравился подход Сергея Галенкина, который в своем твиттере написал, что он написал для тампермонки, это такой типа аддон для файрфокса. Он написал скрипт, который везде, когда читаешь новости, он слово NFT заменяет на... А, NFT и блокчейн заменяет на базы данных. Мы выпустили возможность сохранять ваши корабли в базе данных. Ты такой, да, заебись, спасибо большое. Ну, по поводу NFT, то, что Дима затронул потихонечку и очень интересно на том, что, конечно, Nintendo компания, у которой есть большой опыт продажи amiibo, что является по сути неким таким физическим NFT. Они сказали о том, что, типа, да, ребят, да, мы рассматриваем возможность продажи NFT, мы сейчас будем пытаться это делать. Когда? Неизвестно. Как? Неизвестно. что, почему, как, неизвестно. Но, да, мы рассматриваем. Поэтому, конечно, когда у тебя есть некоторые игровые компании, которые берут и говорят, типа, что, ребят, мы сейчас сделаем NFT и их все предают астракизму и в этот момент, типа, говорят, что, типа, ребят, ну, это просто ебаный пиздец, нельзя так. И эти компании такие все, 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 мы ничего не делаем. А потом у тебя приходят огромные, большие, супер, гипер жирные компании, которые берут и внезапно говорить все, типа, да нам похуй. Мы еще будем продавать вам там, типа, Марио, Микки Мауса, вообще, что хочешь, короче, за, типа, за реальные бабки. Но это, конечно, пиздец. Я считаю, что то, к чему мы двигаемся, это пиздец. Знаете, что еще пиздец? Тут на Хабре вышла замечательная статья, где разобрали бизнес Илона Маска по поводу Старлинка, если помните, история в том, что это такие системы спутников, которые крутятся вокруг Земли на довольно низкой орбите, что-то, по-моему, 500 километров. Я, когда был в Омане, я умудрился на Мертвом море сфотографировать эти спутники. Ты будешь смеяться. Реально, ты понимаешь, что ты прям берешь, типа, смотришь на небо, ну, типа, звезды, хуёзы, вот это все, короче, и у тебя прям реально идет прям такая линия. У меня, у меня друг астрофотограф с Кипра постоянно, блядь, с этой линией не просто бомбит, у него жопа подгорает. Ну, ты реально такой, типа, стоишь, такой, о, сейчас я сфотографирую Ну, кстати, вот это, можете посмотреть, как это выглядит на, как они называются, господи, на телескопах, вот, как это выглядит в Таймлаксе. Это выглядят как такие полосы. Да, короче, что мы хотели сказать. Дело в том, что тут вышла очень охуительная статья, на самом деле, на Хавре. Она заключается в том, что ребята умудрились подбить экономику того, как работает Старлинг. И выяснили для того, чтобы Старлинг нормально более или менее нормально работал для большого количества населения в мире. Им нужно такое-то количество спутников, но чтобы сделать им такое-то количество спутников, им нужно такое-то количество расходов. И это количество расходов не сопоставляется с количеством доходов, которые получатся с запуском этих спутников. Вот. И это, на самом деле, конечно, довольно все печально, потому что я могу сказать, что такого рода истории по поводу бизнеса элона маска что касается тесла бурина компания типы spacex и так далее они возникают постоянно потому что внезапно люди которым брут и говорить обду мы сейчас все сделаем заебись короче тут и начинают считать они начинают типа думать так окей хорошо 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 а сколько денег а сколько там типа заходов а сколько это сколько то сколько все короче и внезапно получается что нет не получается не сходится экономика и вот внезапно выяснилось что типа если даже замечательный проект спутников интернета от илона маска через три четыре пять шесть лет достигнет неких показателей которые декларирует маск нет их не будет достаточно для того чтобы окупить этот проект и самое главное что илон маск постоянно пытается сказать о том что этот проект будет нам только ну там типа окупаем и выходить в ноль он будет спонсировать spacex нет это невозможно могу сказать так статья хорошая интересно я дал ссылку в шоу нотах можете почитать но общий смысл какой как бы ил маск не говорил о том что starlink это будущее как бы он не говорил о том что он типа хочет этими спутниками всю планету окучить это на самом деле вранье и почему это вранье в этой статье довольно популярная и подробно описано там же самое написано примеры того почему это не работает в принципе очень что касается да что там все очень интересные штуки например на тему того что типа все ну илон маск и все остальные пытались сказать о том что например ну типа ты в любой из части мира сможешь получить очень высокоскоростной для такой типа синишного да окей хорошо я смогу это сделать нет нихуя выяснилось что на нормальной скорости хотя хотя бы 20 мегабит в секунду 20 мегабит они кстати недавно отчитались о том что там будет по моему не 20 мегабит там будет что-то около 400 мегабит чтобы чтобы 20 мегабит могли получить люди это значит что на каждый спутник который пролетает над тобою должно быть максимум 1000 пользователей то есть ты понимаешь что типа у тебя реально максимум 1000 пользователей 1 спутник и выяснили что из-за того как спутники вращаются вокруг земли только пять процентов их времени в одну вокруг земли является эффективным все остальное типа они пролетают над океаном ну там типа над пустыней над океаном там и так далее а вот пять процентов времени всех спутников является эффективным для того чтобы ими могли воспользоваться ну это полный пиздец да короче почитать статью мы переходим следующий тут нас замечательный скандал случился с таким подкастером как джо роган история в том что он позвал свой подкаст скажем так не очень однозначных ученых ученых до которые топили за то что в общем-то вакцины это в общем-то и херня какая-то который не помогает коронавируса и выяснилось что эти люди в общем-то по сути продвигают свою собственную вакцину которая нигде не признана и общем-то вся эта идея именно в этом состоит у роган и вышло таких подкастов по моему штуки 3 одного чувака он звал два раза одного чувака он звал один раз но история в том что в итоге музыканты начали уходить со спотифая что спотифай владеет шоу джоу рогана он его купил это один из самых популярных подкастов в мире вообще и они начали предъявлять спотифая ультиматум что типа либо мы уходим с платформы либо джо роган уходит либо джо роган уходит да и соответственно сначала ушел один музыкант потом там бевица какая-то кстати я могу сказать что я не про музыканта не пропеливши вообще не слышал это довольно известная из-за что старая очень известная бевица джонни митчелл дело не в этом серьезно потому что да короче но вообще на самом деле я хотел сказать что типа это очень важный момент о котором типа все забывают что у вас есть платформа ну некая типа платформа на которой типа там ты выпускаешься типа ты делаешь некий свой контент и вот у тебя получается так что один из самых главных авторов твоей платформы начинаете по кого нести хуйню полную и ты такой типа блять я не хочу выходить на этой платформе на который типа выходит этот самый автор который несет полную хуйню и ты такой типа блять можно я поставлю в ультиматум тут важно даже не в ультиматуме дел тут важно в том как как в итоге ответил спотифай потифай сказал очень просто чуваки у нас во-первых мы никуда не денемся от джо рогана ну потому что блять мы что за 200 миллионов просто купили что ли они сказали у нас есть правило нас есть правило и если в правилах нету какой-то истории про коронавирус то сейчас мы добавим вот мы добавили правило про корону если вы в своих историях рассказываете какую-то вещь которая не соответствует плашку да во первых будет плаш кстати во вторых в этой плашке будет кнопочка на которую ты можешь нажать и ты переходишь на специальный коронавирусный хаб на котором типа будут написаны данные там воза данные медиков и данные тому подобное короче мне кажется спотифай легко отделался спотифай на самом деле просто сказал что типа чуваки ну как бы сорян мусорян с кем не бывает типа того чувак ты понимаешь что когда у тебя возникает пиар пиар ситуация когда у тебя огромное количество довольно известных артистов ну то есть типа не супер гипер там нереально известных то есть у тебя там типа не то что типа тины тёрнер или там какой-нибудь майкл джексон фондейшн или чего-нибудь в этом роде а когда у тебя типа ну типа просто довольно известные артисты берут и говорят типа что блин чувак ты че ты делаешь какую-то хуйню полную и короче мы уходим с твоей платформы и ты такой типа ну окей уходите как хотите типа да ваше дело и ты берешь и реально уходишь и вот в чем прикол как бы типа что ты берешь и вы реально выпиливаешь свои альбомы там типа синглы вот это все и самое главное что ты знаешь ну как бы во что это реально превратилось в конце превратилась пиар войну братом потому что потому что этих музыкантов подхватил apple music apple music именно все засрал свои рекламы того что ну теперь у нас они теперь-то у нас все альбомы только у нас качает конечно да именно так абсолютно прав абсолютно правда что именно так и сделано мне кажется есть в этом некая многоходовочка возможно что нил янгу просто занесли денег и сказали братан давай свались нет нет это реально ситуативка это реально макс абсолютно прав когда у тебя ты берешь и берешь только типа блять ребята вы знаете типа как эта хуйня происходит в вашем сервисе они говорят бля чувак у нас вот такая политика не нравится уебовый а я возьму ему короче и мне другой сервис типа сейчас предоставит там всякие льготы они говорят ну и пошел нахуй ты такой блять ну я иду нахуй тем временем джо роган занес там два с половиной евро но это был просто выпуск дткв на самом деле я согласен с тем мнением что типа кстати джо роган извинился если что он написал чувак он извинился не закончение что он извинился за счет того что типа сказал что я не думал что мой контент да такую большую проблему да 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 то есть он не то что сказал типа что мой контент нанесет проблему вашему там восприятию коронавируса и так он сказал что типа мой контент нанесет проблему спотифая понимаешь а то есть я понял да то есть насрать на людей главное поддержать компанию а вот компания ну понятно ну я могу сказать так это все конечно замечательно и прекрасно но давайте следующим образом сделаем давайте как это перевернем эту страницу новостей господи у нас еще возвращайся последнюю историю типа мы обязательно внесем наш подкаст разбор экономической стороны вообще всего старлинка на хабре это охуительная совершенно статья типа чуть ну типа там прямо чувак идеально прекрасно все разбирать потому что если честно у меня тоже есть огромное количество вопросов по поводу того как старлинк новый проект илона маска вообще пытается выжить и что у него вообще будет впереди ну мы спасаем шелку шонот так что да слушайте давайте мы перейдем к нашей замечательной рубрики за строка смотрит и наверное ну то есть чуть ли не единственный трейлер который на этой неделе стоит обсудить это трейлер сериала по хейла вы смотрели трейлер кстати да я смотрю я даже больше скажу не единственный как не понравилось мне понравилось потому что потому что мне например понравилось и я даже удивлен насколько они прям хорошо подошли к этой теме а что тебе не понравилось мне не понравилось то что он проект выглядит как ты на столько типа afterthought нет не afterthought я другое тебе скажу значит почему так выглядит смотрите в трейлере очень у тебя огромное количество акшен сцен можно можно да я скажу то что типа ебанули взрыв да 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 я тебе скажу как это снимается то есть смотри вот раньше сериалы до того как появились стриминговые сервисы типа нетфликса которые начали реально бабок вбрасывать огромное количество у нас по факту супер качественный контент пилили два канала один это был hbo и типа выходила шоу hbo это было событие потому что его снимали как кино и то же самое было с этим со старс помнишь канал старс да вот это было очень хуево да ну а тем не менее это было лучше чем на эфирном телевидении ну знаешь у канала старс тоже были свои как бы хорошие сериалы там какой-нибудь спартак например спартак да но просто сериал хала начали делать когда еще парадигма телевидения была вот так это проект застрявший в производственном аду потому что это долгострой ты понимаешь насколько долго и когда его наконец выпустили да когда его наконец выпустили склеив из материалов которые снимали почти десять лет там блять первый кадр в трейлере это шевроле тахо в двадцать пятом веке сука где ты видишь тут шевролета я пытаюсь найти шевролета когда когда калашами повстанцы отстреливаются от ковенантом там шевроле тахо могу стоит это все объяснимо и я могу сказать что многие люди не понимают почему фантастику снимают именно так то есть вот смотри если ты посмотришь на абсолютно любую фантастику которая сериальная которая не полнометражка то есть полнометражки ты там у тебя есть бюджет у тебя есть деньги так далее а я имею ввиду сериалы как люди делают там условных пришельцев или там каких-то монстров инопланетян это либо человек в костюме например вот star trek discovery там есть типа местный инопланетянин это актер который очень худой и вычинутый такой поэтому ему приделали типа длинные руки и он такой ходит как инопланетян у него там есть ну какая-то типа как сказать выглядит скажем так необычно и можно особо не париться гримы наложили и все потом в том в том же самом замечательном там не знаю звездных вратах налепил на афроамериканца значочек на лоб все у тебя человек из другой расы взял каких-нибудь я не знаю там маски виде гоблина с клыками налепил у тебя получилась еще какая-нибудь раса для стартрека и так далее то подобное поэтому абсолютно все сериалы они все сделаны про гуманоидов то есть это обязательно прямоходящий двуногий человек это типа инопланетянин и это на самом деле довольно грустно то есть мы никогда не увидим условный сериал по какого-нибудь там блайн сайту мы никогда не увидим там сериал про каких-нибудь там не за космических жуков типа этих как они назывались господи звезды десант да потому что это дорого делать это дорого сиджай налепить на человека грим и налепить него там какие-нибудь не знаю там представные руки и прочее довольно легко и просто и это дешево именно поэтому все сай-фай сериалы одинаковые даже мое любимое пространство это же очень дешевый сериал если так подумать он снят в шести декорациях и все они происходят внутри космических кораблей даже стараться блять не надо у нас есть дорогие сериалы сайфайные например приведи пример робин зоны которых ты не смотрел это семейная фантастика она пиздец какая дорогая она пиздец какая зрелищная у нетфликса есть может быть нет на самом деле сейчас постепенно с гонкой бюджетов у нас есть момент что сайфайные шоу растут в качестве серьезно растут к блять я недавно буквально совсем недавно пересматривал в 4k firefly я понимаю почему его закрыли он ебанистически дорогой он сейчас то выглядит хорошо а тогда же это вообще был пиздец то есть это ну сериал который финансово невозможно купить из на эфирном телевидении ну может быть но мой потому что сериал хала его большая проблема не в том что у него плохой трейлер трейлер нормальный и на самом деле тот факт что они ушли в параллельной игре канон явно то есть у них там что-то свое в плане экранизации это наверное даже хорошо потому что вот эта творческая лицензия нам нужна таким адаптациям проблема в том что этот сериал хорошо выглядит по стандартам года 2011 потому что не значит о том что сериал получится говно потому что вот ты сейчас будешь на то что когда по показали картану картану играет актриса озвучки картаны господи как плохо это выглядит я вот этого момента понять не могу они насрать ли какая актриса озвучки играет персонажи ну то есть как бы в чем проблема была взять просто обычную актрису назвать и картон в чем проблема была взять просто модель и наложить на да 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 важен был только персонаж ну как бы короче я могу сказать так с хейла смешанные впечатления но мне понравилось я думаю что я бы хотел увидеть чтобы этот сериал прям быстро прям был хорошим или хотя бы как на уровне ведьмака где знаешь ты постоянно кринжуешь от какой-то хуйни но в целом ты смотришь и такой типу ну хорошо хоть так сняли знаешь адаптация типа адаптация мы не озвучить это или чё или как не давай потом ладно короче хайлы мне понравился я могу так сказать тимур ты смотрел те норму ну нет я не смотрел поэтому я ничего не могу сказать хорошо а второй трейлер который мы хотели обсудить этот трейлер даже про хэйла про хэйла да я думал что это про другой трейлер короче но в любом случае я тебя могу сказать что хэйлу трейлер он классный ты типа прям рассчитывать что он будет прям охренеть а он не такой ну короче я могу сказать так я жду я не знаю что получится плохо или хорошо но я жду по крайней мере мой зрительский интерес это шоу пробудило мне интересно посмотреть на что же за видео что половина кадров выглядела как сделано такая типа сквозь рукава да вы только что давай я просто потому что типа вот если сравнить мне кажется ближайшее сравнение экспанс он охуенный экспанс классный он но он клёвый экспанс крутой но типа у него уровень не очень высокий и в итоге ты сидишь и такой понимаешь что типа окей тебе сделают шоу уровне экспанс оно хорошее но не очень крутое и ты типа как бы ты ты настолько влюбляешься в лор настолько влюбляешься типа в сюжет в героев что ты такой думаешь бля мне похуй типа я послежу мне посрать типа потому что это прикольный лор прикольные сюжеты там прикольные персонажи и так далее ну бля можно понимать что типа это уровень типа не очень высокий на самом деле да слушайте давайте мы перейдем к нашей теме с впечатлениями и я могу сказать так а я посмотрел нашумевший корейский сериал netflix и который называется мы все мертвы у него есть какое-то смешное корейское название но я честно сказать не смогу это наверное произнести но джинь кунч кем ури их как юный юн ну короче на netflix и если что эта история вышла тебя расстреляли из зенитки да да и я могу сказать так история следующем есть некая школа в корее которая называется и на эту школу нападают зомби ну то есть как бы история называется как там и даже какой-то момент персонажи это что это как поиск русал но если ты прямо сейчас откроешь в браузере картинки по запросу high school of the dead тут увидишь что мне кажется что что мне кажется что это очень похоже на то о чем ты рассказываешь high school of the dead это аниме или что это аниме но я уверен что это сможет занимать я уверен что это очень похоже просто супер похоже короче смотрите high school of the dead да действительно анима какая гадость я могу сказать так это самый топовый сериал нетфликса за последний сезон до и сейчас в детекс изо всех сил пушит если вы зайдете там не за на главную вам наверняка попадется вся эта история в чем сюжет значит в корейской школе в какой-то момент значит зомби не важно каким образом он произошел заражает значит ребенка тот кусает другого и понеслась в итоге часть старшеклассников забаррикадируется в одном кабинете часть обрикадируется в другом кабинете есть еще там приезжие школьники которые только приехали в эту школу участвовать в соревнованиях по стрельбе из о чем будет важно потом в сериале и и так далее и тому подобное но прикол в том что мне кажется что они все огромное количество денег которые потратились а то что там до жопы массовки до жопы кровищи до жопы всего потратили на первую серию все остальные серии это просто такой лютый тупой трэш просто невозможно смотреть то есть любовная драма местных школьников обязательно кто-нибудь по глупости решит что типа я не достойно жить пойду выброшусь из окна обязательно кто-нибудь там я не знаю по какой-то только ему выдуманной причине сделать какую-то глупость от чего пострадает куча народу и так далее и тому подобное я не смог досмотреть это говно я посмотрел половину что-то серии 5 по моему из 10 и я понял что я просто бездарно трачу время на эту историю мне абсолютно не понравилось и я могу сказать что если вы хотите посмотреть хороший фильм про корейцев и про зомби посмотрите королевство там дело происходит в каком-то там 1600 году но это блять смотрится интереснее чем истории вот эти внутри школы ты понимаешь что у тебя когда в момент у ты хочешь сделать типа сериал про условно школьников там про зомби да или типа у тебя должна быть некоторая такая бига идея не работа большая прям идея которую типа ты берешь и встраиваешь в этот сериал типа чтобы она у тебя шла из серии в серию и вот я тебе уже говорил до этого про эту историю о том что типа у тебя потенциально должен быть ну там типа некий сюжет там там на год вперед да но это же сериал он рассчитан на 10 серий то есть ему не нужно там слишком много и у сюжетных поворотов и вообще мне кажется что ты помнишь типа вот этот самый японский там мультсериал типа который тоже хаускул как-то там типа типа high school of the dead да но ну вот у тебя тоже самое получается типа у тебя там прекрасные клёвые школьницы прекрасные клёвые школьники вот это все типа они сражаются я не смотрел но я понял братан я могу тебе сказать что это такая клишированная гибанина понимаешь что будет в следующей серии и оно так и происходит ничего выдающегося абсолютно если ты берешь и меняешь что-то типа там типа школьник является там каким-то магическим избранным в этом мире и он там типа обладает каким-то невъебенным там щитом или что-то такое типа ну и ты типа начинаешь развивать какую-то историю который типа максимально отличается до типа максимально проторенного пути и она все отличается и ты такой блять там могу бы быть что-то нереально короче я не советую сериал мы все мертвы хер с ним насрать на него абсолютно давайте к играм перейдем я поиграл две игры во-первых я поиграл ван пакинг это игра которая есть в xbox геймпальсе она есть в стиме стоит она не очень дорого это такой восьмибитный но как сказать восьмибитная игра в которой ты раскладываешь вещи то есть ты как будто переехал только что в новую квартиру те есть куча коробок и из которых ты достаешь вещи а значит кружечка эту кружечку наверно надо отнести на кухню поставить там потом у тебя есть там типа дневник дневник надо отнести там типа поставить на письменный стол видеокассета но наверное положить под телек рядом с видеомогетофоном и так далее и тому подобное больше в игре нет ничего если бы не один плот-твист эта история про избиянок 16 бит сорян я могу сказать так она довольно прикольная мне понравилось я с удовольствием провел за ней два часа это абсолютно бездушная история то есть ты сначала в трендом сделал заметь она напомнила напомнила немножко да и здесь года господи гонг хом помнишь это значит и гонг хом дома вот примерно так да вот и в принципе не поиграл она довольно прикольно она может тебя скажем так успокоить это в каком-то смысле какая-то медитация ты просто распаковываешь вещи и раскладываешь их по полочкам там книжечку по книжечке там ага середине книжечки у меня будет рядышком стоять а зелененькие книжечки я поставлю рядом с зелененькими и так далее то подобное больше в игре нет ничего весь сюжет ты узнаешь чисто косвенно а вот девочка переехала на что от родителей к парню а вот она от парня съехал обратно к родителям а вот она приехала в дом начаться своей подругой а вот они завели ребенка вот они живут в одном доме с подругой типа с ребенком это такой окей замечательно короче я советую unpacking мне кажется что как игра которая вот типа знаешь ну не хочется тебе играть ни в какой 3 play не хочется тебе играть ни в какие такие супер-пупер игры ты играешь в unpacking и прям такой знаешь типа просто хорошее чувство того что ты что-то сделал ты распаковал вещи и это классно это прям такая медитация нужно нужно посадить за каком-нибудь там типа хентай игру просто это было бы лучше если честно вторая игра которую я поиграл то аллен вейк ремастерит и я могу сказать так я давным-давно играл волны века это та игра мне самую главную вещь да он реально ремастер а типа прям там графон лучше про мне все лучше нет иди бы или так типа лэйзи ремастер смотри у меня есть просто xbox series я могу в любой момент запустить аллен вейка с 360 иксбокса и посмотреть как это выглядел тогда а я покупал аллен вейк во времена 360 иксбокса его тогда проходил это была та игра которую я очень сильно ждал во первых это remedy создатели макс пейна и в свое время я такой типа они делают хоррор мне очень нравился макс пейн я буду смотреть абсолютно все ролики по этой видеоигре я прям хайпил аллен вейка и мне очень хотелось поиграть в него свое время я его на 360 иксбоксе купил как только он блять вышел и я с удовольствием в него там спустя годы иногда поигрываю а тут спустя какое-то время вышел этот ремастер я думаю дай-ка я сравню поменяли во первых лицо главного героя что на мой взгляд довольно нормально потому что в оригинале у него больше похож теперь на меня он похож теперь больше на актера который выиграет в видеозаставках история в том что в макс пейн и твуку свой в ланвейке есть моменты где ты смотришь телевизор а на телевизоре типа допустим идет ток-шоу и на ток-шоу приходит сэм лейк это этот сами как его там зовут макс ты помнишь имеешь ввиду сами ярви сами ярви да это 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 сценарист лавейка старис контрола он себя называет сэмом лейком ну потому что это прямой перевод его фамилия и вот в игре есть момент где они сидят типа на ток-шоу значит типа актер который играет аллен вейка и сам этот сэм лейк и вот они вдвоем сидят и типа и делают решили два брата это так забавно но и прикол в том что это видео заставка и вот в видео заставки которую не ремастер нули видно какое лицо у аллен вейка было изначально и она точно такой же время стере она нормально сделала в оригинале был просто пиздец второй момент это конечно очень устарелая игра я не советую сейчас не играть никому я не советую ее покупать если вы не играли в оригинал если вы играли в оригинал поиграть в ремастер ремастер классный ремастер хорошо переделанный но если вы новый человек и такой типов скоро выходит аллен вейк 2 дай-ка я поиграю в аллен вейк 1 чуваки нет вы не сможете там хуёвая стрельба там идиотская история с этим фонариком совершенно дебильным которого батарейки заканчиваются через и за там пять секунд и вся история игры наверное ну не произведет такого большого впечатления на вас поэтому я советую дождаться аллен вейка 2 говорят что его в этом году уже покажут он в этом году выйдет это будет более-менее современная игра это будет open world якобы open world хор как они об этом говорили так что вот такая история может быть вообще оба на вордах да сделают я я верю в ремиде они ни разу не оба а ну да иди пожалуйста к этой лесопилке в этой лесопилке тебя напугают так и буду так и не зашел в лесопилку и ей да там тебя должны напугать и да еще еще один ремастеров к подожди секундочку тимурчик ли хотел нам рассказать по поводу дрона который ты купил ну вопрос в том что типово у нас на самом деле большого количества сегодня было потенциальных новостей короче то что мне девушка подарила джи не 2 это тот самый дрон который типа знаете примерно как джи мавик если вы держали если вы себе представляете что такой типа джи мавик типа то окей почему не джи мавик на самом деле это очень крутые дроны там типа огромное количество ими пользуется кинематографов огромное количество блогеров там и так далее эти короче в том что джи выпустили за последнее время две модели которые будете были так скажем типа самыми дешевыми но одна из них это джи мавик мини была так скажем типа максимально облегченной настолько типа что ей было пользоваться ну типа почти нереально до новой модели которая была джи мавик мини 2 которая стала очень сильно приближенной к мавик современной модели которые то вот мавик про мавик зум и так далее то есть у тебя есть условно типа старшей модели и младшей модели и вот младшей модели стала максимально приближенной к старшей короче вы идете покупаете дрон за 50 к рубля и в нем есть типа куча батареек куча типа зарядок там это вот это все короче то есть ну в нем камера встроенная да да естественно да вы за 50 к покупайте дрон который умеет все до 4 ты за 50 тысяч рублей по сути у вас умеет дрон снимать в 4к и он умеет летать быстро хорошо сопротивляться ветру сопротивляться снегу и он может залететь там типа на 300 метров на 400 метров на 500 метров улететь на километр от вас и снять классно клево типа то что вам нужно же ну вот скажи мне рам легко а у тебя какой-то пультик с экраном да или как-то вообще эта история происходит смартфон экраном экраном работает твой смартфон а то есть ты вставляешь до мульт смартфон то есть по сути смотри у тебя дрон связывается с пультом так а пульс и смартфон а то есть у тебя на он в реальном времени пока с картинку все в реальном времени абсолютно да 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 именно все так и самое главное то что типа у тебя мало того что дрон когда летает он все снимает он еще и показывает тебе в реал тайме что у тебя происходит то есть ты по факту управляешь дроном за счет экрана так еще он все красиво классно клево снимает тебе тоже время тайме и я могу сказать что я поснимав на диджай типа зуме на ну который диджай типа там про зум вот это все короче я поснимав на нем там тебя за последние несколько лет я думаю о том что типа мини конечно это все в основном херня какая-то типа ну там типа она может но не можем я правильно понимаю что он очень сильно отличается по характеристикам от больших дронов и что хуже чувак у тебя дрон дальность пары подходит под ограниченные критерии российских дронов которые можно формально запускать воздух а то есть никакие разрешения на него не нужны до в россии без разрешения можно запускать дрон только который типа меньше 250 грамм я немного тебя поправлю потому что нам обязательно за это напихают эти говорю как человек который занимается видеосъемкой смотри если у тебя дрон легче 250 его не надо регистрировать до если у тебя дрон тяжелее его надо регистрировать но тебе не надо получать разрешение у тебя просто зарядка да все так короче в общем дрон который меньше 250 грамм тебе не нужно официально регистрировать dji mini 2 как раз весит 249 грамм да это очень его не нужно регистрировать и смысл в том что типа он является настолько классно круто инженерно собранного что например когда ты взлетаешь воздух даже при довольно сильном ветре снегопадом и так далее его не сносят то есть он способен держать позицию и правильно снимать без того чтобы его сносило я могу сказать что я был в шоке учитывая что типа я летал до этого большими дронами dji то есть я летал там dji mavic mavic 2 там mavic pro mavic zoom там и так далее и так далее короче ну так типа я летал разными дронами от dji которые были так скажем более взрослыми и тут у тебя маленький дрон который умеет летать умеет держаться умеет не сноситься из-за ветра типа там куда-то в пространство и который умеет правильно снимать в 4k с хорошим качеством таким которая способна под color grading я могу сказать что я в шоке просто учитывая что этот дрон в максимальной комплектации стоит там условно под 60 тысяч рублей это что значит что у вас есть сумка дрон 3 батарейки кстати на сколько хватает батарей примерно ну примерно полет с учетом с учетом низкой температуры и вена морозе сокращается на морозе 22 минуты одна батарейка их 3d или как их 3 у тебя в комплекте я естественно у меня друзья короче мне подарили еще 2 у них 5 отец достаточно на хорошие съемки я к тому что ты тебе хватает получается часа на 2 до нет у меня хватает 5 батареек примерно на час-полтора ну то есть они довольно быстро разряжала зарядка их сколько идет примерно полтора часа на три батарейки то есть минут 40 примерно на одну батарейку и правда что там какой-то чехол это что-то эти батареи вставлял и они у тебя специальная хунушка да 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 комплект она немного рейки док-сансу свеча ну типа короче и ты вставляешь типа ее в юсб си и она заряжает 3 батарейки сразу а качество записи как тебя подожди даже деды расскажу поручек смотрите если вы вдруг думали типа дроне и думали о том что типа ну хорошо бы купить дрон там типа ну не очень хочется разбираться вот это все короче в общем диджай мини 2 это офигительный вариант ровно для тех людей которые не очень понимают что они делают как они делают и так далее но для того чтобы научиться это шикарно вы в итоге типа то есть вы заносите денег естественно за дроны за то за все короче ну то есть типа порог входа высокий естественно за стоимость дрона и за стоимость того чтобы типаيت acessor эту историю но потом как только вы типа начинаете снимать вы все это начинайте сохранять на вашу флешку там типа и так далее и вы начинаете все это освозить тоже, типа, не очень сложно. Главное, в момент, когда вы снимаете на дроне, осознавать, что вы, по сути, являетесь маленькой птицей. Тимур абсолютно прав, я поддержу его. Вы являетесь маленькой птицей, потому что, типа, если вы все это воспринимаете как то, что, ой, я там бог ебаный. Нет, вообще не так. Я там все увидел, вообще весь мир, и так далее. Нет. Вот, знаете, типа, в нашем мире есть собачки, есть там, типа... А к чему это? Кенгуру, есть там, типа, волки, а есть собаки, а есть, типа, люди, а есть птица. Вы просто воспринимаете, типа, что вы являетесь маленькой частью вот этой самой пищевой цепи, и то, что, типа, если вы пытаетесь понять, что вы видите сейчас на экране, да, вы являетесь просто маленькой версией птицы. Вы просто умеете летать с не очень большой скоростью, на не очень большой высоте, и увидите какие-то прикольные классные штуки если вам если у вас удастся снять какие-то очень крутые офигенно не удастся ну это нормально ну типа не удалось науки потому что вы не умеете летать вы вы человек всего лишь чтобы вы не понимаете как это вообще типа летать как-то виде красивый там типа вещи и так далее поэтому димка я просто потому что что-то мне и прервал короче когда вы покупаете подобного рода дрон который стоит не очень дорого ваша задача научиться красиво летать и красиво снимать и так далее типа и не париться по поводу того что типа там кто вас как воспринимает что вы делаете на какие-то моральные какие-то типа устои по поводу того как вы летаете так далее у меня был очень интересный момент когда эти при запустил как раз как я летаю на дроне в твиттере и у меня денис селезнев который является владельцем my guides написал о том что типа как бы бля я не умею летать вообще мне ничего не на самом деле много народу вот и он так вот я могу типа бро ты понимаешь типа если ты полетаешь battlefield в gta-4 в gta-5 и так далее типа на вертолетах нам на самолетах и так далее типа тут у тебя очень легко все это получится потому что вот у меня например у меня огромный просто просто невъебенный ну там на сотни часов такой базис того как я летал во всех этих играх типа как вот я использовал разные схемы управления для того чтобы понять как летать там типа там виртуальной условной игре и здесь тоже самое абсолютно но довольно шустрый да я тебе могу сказать знаешь что типа на современные дроны другие более мощные ну типа там условно там типа мавик про там мавик зуб они летают с большей скоростью потому что они летают там типа 15 20 30 там метров в секунду это летает 10 метров в секунду на самой такой типа скажем нормальной скорости когда ты у него включаешь спорт режим он летает 16 метров в секунду это типа хорошая скорость но не очень большая но при этом теоретически может подняться на высоту четыре тысячи метров мне интересно не батарейка нам быстрее разрядить чем поднимется нет он может у него не разрядиться как бы дети могу сказать что реально он может не разрядиться это правда действительно но при этом это очень опасно потому что в какой-то момент раза батарей может например вдруг из-за температуры взять и разрядиться типа одними не типа немедленно а сразу и у тебя типа есть вертолет вертолет который взлетел там типа на два километра и у него кончилось топливо у него кончилось топливо типа пух и все и в нем нет никакой истории того что он есть специальная вас в программа возврата экстренного в нем есть какие-то предохранители которые ты можешь программно снять но я тебе не советую но но все равно зимой надо всегда летать аккуратно учитывая особенности серьезно ладно хорошо вот допустим вернусь назад аккуратно том что как мы это использовали поручи мы поехали типа недалеко от москвы в типа вместо где есть всякие храмы там церкви ну типа красивый клевый москву этого но смотри дело в том что как только ты начинаешь снимать подмосковье в классных клевых местах ты должен осознавать что в этих местах живут люди которые не хотят чтобы ты их снимал поэтому они ставят специальные глушилки которые в первую очередь работают вверх поэтому если ты летаешь например на 50 метров они так ну типа ты такой ну типу кей летаешь ты летаешь на 150 метров и в этот момент у тебя начинает теряться сигнал со спутниками с пультом твоего управления вообще все все сигналы вообще все сигналы и ты такой типа куда я прилетел вообще вот и смысл в том что в россии настолько не хотят чтобы ты их снимал хоть в каком-нибудь доме что у тебя реально может быть ситуация что у тебя не только спутниковые координаты но и твои пульты сигнал координат вообще какие-либо координаты не будут работать вообще и в какой-то момент в итоге твой вертолет твой квадрокоптер будет летать в воздухе потому что нибудь не знать куда ему блять полететь и просто таки рухнет вниз потому что не закончилась у меня с первым миником была такая история потому что мы снимали значит там грубо говоря ролик для недвиги это был давно год полтора назад и мы нарвались на такую глушилку из сарая ловили дрон да был такой я хотел последний джай мини подожди я хотел бы прям последний что подсказать о том что типа вы знаете многие люди думали о том что тебе джай мини на самом деле это она такая типа супер стрипит версия но которая знаете только типа прям все все убрали вообще типа из вертолета вот джай мини 2 это офигительная версия в которой вернули почти все то что убрали джай мини 1 и по сути это версия вертолета который очень близко к современным мавиком всем то есть это версия которая умеет там типа летать над объектами умеет летать очень далеко очень близко летать быстро медленно и так и сяк короче джай мавик мини 2 это по сути примерно то же самое что там типа мавик там зум мавик про и так далее ну чуть-чуть упрощенно до некоторых функций нет до некоторые вещи типа порезаны но в целом это максимально близко в среднем к мавиком версия которая была за последнее время если у вас не очень много денег типа если хотите там типа купить себе охуительный дрон там типа за 50-60 тысяч рублей в котором если что это пак в котором типа сразу куча батареек сумка там и так далее но типа это такой fly more pack называется вот то это офигительный вариант вот то есть раньше мавик мини это был типа супер ущербный супер инвалидный вариант в котором до хера вещей не работают и не не способны типа правильно типа работать сейчас современном мире мавик мини 2 это офигительная версия в которой работает почти все это очень то есть рекомендуешь я очень рекомендую для тех кто только-только начинает свой путь с дронами вот ваня казалось нам 200 рублей люблю вас спасибо тиване мы тебе тоже наверно не знаю точно да ну и напоследок за подожди за 100 рублей простите пропустил вопрос вопрос сколько минут макс обсуждал подкасте gt7 мы не обсуждали gt7 а зря и наверное не будем пока да 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 слушайте напоследок давайте поговорим про uncharted наследие воров это переиздание для playstation 5 которое мы заценили с димой на неделю у нас есть стрим по потерянному наследию где я в двух частях прохожу игру целиком так что можете его посмотреть теперь говоря про вообще саму коллекцию это улучшенные версии для playstation 5 если у вас кстати якобы выйдет и на и пока но только непонятно она не якобы она официально выйдет на пока но пока нет даты на ps5 она уже доступна и вот интересная история с апгрейдом если у вас есть версия ps от ps4 либо обычной игры либо lost legacy и вы хотите получить наследие воров вам надо всего лишь на любую из игр купить апгрейд за 700 рублей и тогда у вас будет сразу две игры вне зависимости от того какую из них вы купили и вы получите все фишки playstation 5 мне дико понравилось две вещи во первых мне дичайше понравился режим 60 кадров несмотря на то что он идет не в нативном 4к он очень четкий он очень классный и прям вот очень клево работает в плане отдачи и прочего то есть играть в такой скажем так отзывчивый uncharted непривычно да это правда а второй момент не дичайше дичайше зашел 3d звук я подключал свои 7506 по проводу в dual sense я подключал platinum по беспроводу и честно сказать 7506 мне звук побольше понравился потому что стерео сцена пошире и это первая игра вот со времен наверное резидента седьмого восьмого который меня очень впечатлил 3d звуком потому что на сверху он очень четко позиционируется и игра реально звучит гораздо лучше чем playstation 4 я могу сказать что я читал всякие обзоры по uncharted а потом поиграл в него сам и мне поразило как многие писали о том что типа ну вот курки dual sense и типа вообще никак не используется и ничего такого выдающегося этого условно не астробот я могу сказать что видимо люди играли жопой потому что я играл не в uncharted я играл в lost legacy в lost legacy есть такой момент что когда ты проходишь определенные испытания ты у тебя героиня получает обруч такой типа на руку браслет этот браслет позволяет искать сокровища такой прикол в том что этот браслет вибрирует когда сокровище рядом находится и вот именно по вибрации этого dual sense а ты можешь понять направление и расстояние до того где лежит сокровище то есть настолько классно интегрирована вот эти операция которая вот именно в dual sense встроена что я прям очень был удивлен этой истории второй момент курки когда ты стреляешь из разного вида оружия он по-разному реагирует на на этом ты за ты заметь там не только правый триггер как это обычно в играх реализован там и левый триггер и у тебя такое ощущение что все оружие дает отдачу не только курок да и причем это то есть для этого то чтобы это заметить надо было просто поиграть в игру ты читаешь все обзоры там пишут ну курки конечно такое себе да блять чувак отключи вибрацию посмотри разницу разница просто как небо и земля особенно с учитывая того что буквально недавно я запускал анчарта 4 именно в плане через обратку 4 типа версии но насколько там сделала вибрации сколько здесь делали братцы с курками то есть для просто небо и земля офигительно сделал 2 момент ну конечно 60 fps это классно замечательно прекрасно но скажем так игра выглядела тогда прикольно и она и сейчас выглядит прикольно то есть в она выглядит как современная клёвая пиздата игра мне интересно чё булька на выйдет на пока потому что есть подозрение что порт получится не очень именно поэтому они его отложили и не стилок пор будет офигительным него делать он будет клёвый делу посмотрим на это но я могу сказать так если вы пекарника не играли в анчарт от этого подождите когда будет на пока и наверняка это будет знаешь от типа люди будут сравнивать ее неизбежно чувак я вспоминаю наш чат где чувак писал о том что типа бля чуваки я только что прошел год of war пиздец эта игра 15 10 это было что-то я вообще не ожидал я никогда в жизни не играл в такую игру и такой простите что такое просто да бро да реально вот есть такие игры которые ты никогда в жизни не поиграешь но просто анчарта неизбежно будут сравнивать с том прайдером и не в обиду последнему но анчарта это скорее довольно линейная несмотря даже что лос-легаси это какие-то зачатки по ворл там были довольно линейное приключение которое такое типа ну летний блокбастер если сравнивать с фильмами то есть вот это примерно такая история и в именно геймплея наверное том прайдер повеселее будет и не подольше но с учетом того что игра выглядит гиббанистически красиво до сих пор до сих пор до в ней довольно прикольный сюжет и за ним интересно следить и вот это лос-легаси в которую я лично играл я вас большим удовольствием перепрошел за хлою там за на 1 эту историю я думаю что это две замечательные игры которые вы получаете за не очень дорого если у вас их не было на playstation и вы там купили playstation 5 и вы не хотите платить 5000 до дарю лайфхак идете в ближайшее м-видео покупаете дисковую версию playstation для playstation 4 апгрейдить ее за 700 рублей получаете версию для playstation 5 в месяц дополнением да и без рая и без разницы если вы можете также купить дисков с легоси и получить анчарта или даже короче я советую макс советует тимурчик клюет носом видимо спать хочет да нет я точно так же советует на самом деле я когда проходил лос-легаси вы еще все его тот момент не прошли я тогда уже в завтра касте говорил о том что типа ребята вы знаете да вы все думаете о том что типа это какой-то там типа lazy job нет это не lazy job это офигительный просто супер крутой экспириенс короче мы советуем то что давайте перейдем к нашей статье к лучшим статьям прошедшей недели наши замечательные рубрики и я в этом плане а совершенно офигительно грустные новости потому что на самом деле хотел посадить статью которая говорит о том как интернет стал помощником сталкеров тех самых людей которые так или иначе выслеживают своих жертв с помощью интернета и пытаются их булить это в самом лучшем случае а в самом худшем случае убивать или еще что-то в этом роде я могу сказать что к сожалению так или иначе проблема сталкеров является до сих пор максимально очень сложной как бы для всех нас том числе для меня например потому что типа из всех из нас типа макс и дима и меня только мне по моему типа некоторые отдельно ебанутые личности берут и делают так типа чтобы мне приходили там типа знаете всякие там эсэмэски всякие звонки там и так далее типа вы иногда это ну происходит такой тип из просто смеешься потому что естественно мне это не трогает но ты понимаешь типа что человек реально заебался чтобы это сделать но это очень грустно типа что реально люди этим занимаются сталкерство это грустно вторая статья которую мы хотим вам посоветовать она посвящена к не странно нашей любимой теме это nft и крипто и я могу сказать так в статье не перечислено что-то новое о чем вы наверное не знали если слушайте наши подкасты не перечислены какие-то истории которые ну для вас будут откровением хотя может быть почитайте но она очень хорошо структурирована это довольно долгий лонгрид где чувак попытался просто разложить все по полочкам какого рода бывает крипто что такое блокчейн что такое nft кто такие крипто бро какие они бывают почему они постоянно пушат историю того что типа приходи покупай мою монету моя монета классная все будет классно и замечательно как это все сделано чтение довольно долго но я прям прочитал на одном дыхании могу сказать что наверное это самая структурированная статья на русском про крипту и про nft это вот на английском есть похожие статьи где чуваки там пытались разобраться но на русском наверное это вот единственная статья очень советую посмотрите почитайте даже если не интересуетесь этой темой то есть у нас дальше еще две статьи которые я советую на самом деле они все немножко близко вместе по одному примерно духу и примерно по одному месседжу первая статья она находится на wiret на английском языке естественно дело в том что эта статья про то как большие технологические компании типа фейсбука там apple и так далее так далее типа пытаются заигрывать этим самым метаверсом и как у них этого не получается сделать потому что они не очень понимают что из этого из всего вообще представляет метаверс и каким метаверс вообще может быть а вторая статья короче это статья на это журнале тоже это по сути перевод вот и она офигительная в том плане о том что каждый человек берет агуре 100 типу но и на все это будучи и вот эти 7 это будущее и вот эти всеми это вселенная это будущее или торроз а какая то будущее и параз истории как внутри свой мет и не очень понимают как они будут дело строить метаверс поскольку никто не спрашивает а как это будет работать все делают вид что все понимают о чем идет речь на самом деле никто не понимает о особенно из тех сотрудников, которым мне пояснили. Я в этом плане хотел сказать и в очередной раз о том, что мы с тобою сталкивались несколько раз с тем, какой метавселенной вообще, в принципе, можно. Во-первых, мы с тобой увидели VR-чат. Да. Потому что... Нет, это все уже вдали, давно вот это все. Ты понимаешь, что ты приходишь в VR-чат, в котором у тебя есть огромное количество порталов, которое переходит между огромным количеством пространств, где ты можешь переодеться в любой скин абсолютный, типа, и с помощью чата, голосового, текста, какого угодно, типа, ты можешь общаться. И в итоге, типа, ты реально приходишь и тебе говорят, типа, слушай, бро, давай перейдем туда, а давай перейдем туда, давай туда. И ты между всеми этими пространствами переходишь, потому что все эти линки, они все уже созданы, они все уже работают. Все находятся внутри Фейсбука, и все это называется метавселенной. А вот теперь пусть Марк Цукерберг это объяснит своим сотрудникам, которые эту историю не понимают. Да, пусть он это попробует сделать, только, блядь, в ебаном Фейсбуке, а не в VR-чате, потому что в VR-чате это уже работает, а в Фейсбуке до сих пор нет. Ну, может и сделают. Мета и метавирусы – это очень крутая штука, про которую мы очень советуем почитать, потому что у нас целых две статьи на эту тему, и они очень крутые, и в том числе по поводу NFT. Если помните, мы много раз говорили по NFT, насколько в целом этот продукт вообще как таковой является максимально неподходящим для той цели, про которую всячески педалируют его фанатики. Вот. И эта статья, которому мы две статьи советуем. Во-первых, про метаверс, а во-вторых, про NFT. Обе статьи говорят о том, насколько все эти понятия. Мы поняли, Тимур, спасибо. Макс, давай. Да, последняя статья, которую мы хотим посоветовать – это огромный пост в блоге «Халид». «Халидэ» – это популярная программа для обработки изображений с камер айфонов, где они разбирают, как поменялся процессинг, как поменялись возможности на камере айфон 13. И я не буду спылить, там очень много картинок, очень много сравнений, очень много выводов. Она на английском языке. Вывод такой. Если вы просто казуально фоткаете, наверное, разницы вы не увидите, но если вы мобильной фотографией занимаетесь серьезно и задрачиваете постобработку, то между двенашкой и тренашкой есть огромный шаг вперед. И там рассказывается, почему, зачем, и дается несколько практических советов, как надо подходить к обработке изображения на айфоне 13. Обязательно почитайте, даже если вам пофиг на мобильную фотографию, потому что просто картинки красивые. То есть я со своей стороны скажу, несмотря на то, что айфон 12 Pro умеет снимать в RAW прямо так сам по себе, короче, но его RAW является не совсем правильным и полноценно. И поэтому я, естественно, всячески педалирую на то, что, типа, вы должны снимать с помощью Lightroom. Потому что Lightroom, даже бесплатный его версия. Что в смысле снимать с помощью Lightroom? Это как? У него есть камера, которая... Да, у него внутренняя камера снимает в RAW. Внутренняя камера, которая умеет снимать в RAW. То есть это, по сути, формат изображения, который сохраняет абсолютно все вообще, что есть в RAW. Я отстал от жизни, а Lightroom есть на айфоне? Да, давно. То есть ты через него снимаешь? Да, я снимаю в основном с него. Дело в том, что Lightroom на айфоне позволяет тебе снимать очень круто. как бы и изображение, которое, типа, в большой выдержке. И в HDR. И, типа, как бы еще как-то. И так, и сяк, короче. А вот этот формат, который Apple представляла, он только для видео? РАВ или как он там назывался? Смотри, они представляли ProRaf, короче. Дело в том, что... Не, ProRaf они представляли. Дело в том, что ProRaf — это довольно прикольный формат, который они имплементировали внутри своей камеры, где ты можешь в любой момент, видя прикольную классную картинку, нажать кнопочку RAV, и у тебя снимется не просто картинка JPEG, а у тебя снимется RAV, в которой будет сохранена вся информация с сенсора. То есть не просто JPEG, а информация со всего сенсора. Что там конкретно было. И ты можешь ее редактировать, как тебе пожелается. Но за последний год, ну, я прям четко увидел, что, ребят, ну, ты берешь, снимаешь на Lightroom, HDR, который, типа, состоит, типа, из, там, нескольких брекетов, грубо говоря, которые соединяются в один, и у тебя есть RAV, сделанная из брекетов HDR в Lightroom, и у тебя есть некий Smart HDR в RAV с Apple, ну, второй всегда хуже. Ну, это почему? То есть... Они все, они все, честно, пытаются педалировать, что, там, типа, круче, класснее. Ну, они всегда хуже. Ну, он, вот реально Lightroom с помощью нейросети умудряется тебе собрать пиздатую картинку. Apple, типа, умудряется собрать пиздатую минус 2. Ну, типа, классно, но не так классно. Круто, но не так классно. Там, кстати, пишут, что я использую Moment. Ты использовал Moment? Да, но Moment классен тем, что у тебя хорошо получаются снимки, если у тебя есть линза Moment. Я в прошлом году заказывал своей девушке, ну, типа, не то, что заказывал, типа, ну, давал намек на то, что, типа, хорошо бы подарить мне на день рождения, типа, линзы Moment, которые, ну, типа, будут пиздаток клевую снимать на iPhone. Она пыталась, и ей доставили из трех линз одну, из трех одну, и, типа, ей в итоге пришлось, типа, как бы с ними там взаимодействовать, и в итоге они попросили ее одну линзу отослать, компенсировали ей все расходы, и не прислали ей замену. Замечательно. Ну, типа, то есть, Moment, это, на самом деле, это там прям куисосы такие. Контора пидорасов так и замечаешь. Контора пидорасов, вот ты серьезно, как бы. При этом я тебе могу сказать, что, чувак, она мне подарила, моя девушка подарила мне дрон, ну, то есть, DJI Mini 2 в полном комплекте, все отлично, все шикарно, а с Moment'ом все было очень-очень у него. Вот, короче, если вы хотите снимать бездаты плевые снимки, снимайте на Lightroom. Lightroom в разы круче снимает, чем встроенный RAV-механизм внутрь iPhone. Ну, или почитайте эту статейку. Слушайте, мы заканчиваем наш подкаст, и, честно сказать, мы на этой неделе, конечно, немножко опоздали с расписанием, потому что мы болеем сегодня по моему голосу, особенно по Максимкиному голосу, да, слышно, что там не очень здорово и не очень хорошо. Хорошо, что мы хотя бы записались. На мой взгляд, это... Мы могли прозрать огромное количество новостей, которые на этой неделе вышли. Реально надо было обсудить и рассказать вам, да. Я могу сказать так, мы, конечно, пишем уже 245 выпуск, мы не собираемся на этом останавливаться, мы будем записывать и другие выпуски. У нас вышел новый подкаст, который пока что доступен только для Патреона и для Apple Podcast. Если хотите послушать его, он только там и есть. Непонятно, будем ли мы его выкладывать в паблик. Скорее всего, это произойдет не скоро. Если это произойдет, то это произойдет реально не скоро. Поэтому, ребят, пожалуйста, подписывайтесь на наши платные подписки, потому что, вы сами понимаете, нам нужно монетизировать подкаст. И если вы это тоже понимаете, то мы будем очень рады вам, и мы попробуем сделать максимально большое количество ништяков для всех для вас, кроме даже вот такого подкаста, который типа эксклюзивно выходит только для подписчиков. Да, напоминаем о том, что у нас когда-нибудь, скорее всего, очень скоро появится наш мерч, который мы опять будем на... Он появится на следующей неделе. Как этот сервис называется? Он называется Everpress. Эверпресс, точно. Это английский сервис, который можно заказать из любой точки мира. Мы расскажем заранее о том, как это все выглядит, покажем, докажем и так далее и тому подобное. Ну и остатки ваших донатов. Давайте я зачитаю. За базис на 200 рублей. Распекты в сторону девушки Тимура. Не каждый будет дарить Мавик. Мне вот пришлось жениться, чтобы мне поиспеть подарили. Ну, тоже хорошо. Бля, ребят, и чтобы понимание, типа, как бы у нас с девушкой отношения, как бы, они очень давние, как бы, и очень серьезные. Поэтому, ну там, я могу на день рождения, например, совершенно спокойно подарить, там, типа, MacBook Air, там, типа, за 100 тысяч рублей. Она может мне подарить, там, типа... Мавик. Мавик спокойно, как бы. Ну, то есть, это тот уровень, когда ты, типа, уже не даришь, там, типа, за 5-10 тысяч рублей подарки. Носки. Это когда уже, типа, уже все серьезно, и ты даришь уже, типа, намного более серьезные подарки. Носки дарить уже неприкольно. Не комильфо. Да. Слушайте, ну и, конечно, мы хотим поблагодарить, во-первых, всех вас за то, что вы слушали, за то, что нам донатили, за то, что сегодня нас смотрели. И, в первую очередь, мы, конечно, хотим поблагодарить тех патронов, которые заносят авторкасту больше всего денег через сервис Patreon. Это Александр Довыгора, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Донатас, Дмитрий Коробенков, Екатерина Александровна, Замбарь из Интелла, крупнейшего в СНГ IT-рекрутингового агентства, Эльнин Егор, Михаил Аронов, Сахалинец, Фет, Алекс Колов, Антон Ленский, Артем Логинов, Артур Галиулин, Артур Васильев, Денис Бондаренко, Евгений Петрунко, funko.com коллекционной фигурки в России, fixfortrader.ru, Григорий Яффа, Илья Кузнецов, Джайкер Меш, Максим Лебедев, Маскульт, подкаст про историю любимых франшиз, Майк Брюханов, Мистер Вайери, Нексенсу, Никита Вольвик-Попков, Никита Стрельников, панкотик, Павел Петлич, Павел Стариков, реплей ГМСПБ открытый, Сергей Язовский, Софар, Ти Юджин, Валерия Неборская, Виктор Тен и один завтрашей, который посчитал нужным остаться анонимным. Спасибо вам большое, пацаны и девчонки. Ребят, нам тот зомбарь заносил 100 рублей и писал. Простите, пропустил стрим. Вопрос, сколько минут Макс обсуждал в подкасте? Мы же это зачитывали, Тимур, пожалуйста. Мы решили GT не обсуждать в этом подкасте, потому что мы подождем, когда она выйдет. Подожди, когда мы будем ее обсуждать? Когда она выйдет? Она выйдет скоро, Тимур. Только это же еще не скоро. 4 марта уже. Через мальчик. Через месяц. Ну, через месяц, да. А что ты хочешь ввести? Стэктов плей? То есть мы целый выпуск прям ей посвятим? Я не понимаю. Отмечай дату в календаре, обводи кружочком, Тимур. Время готовится. Короче, Макс, давай сделаем так, типа, Horizon мне, а GT7 тебе. Давай, Макс, хорошо? Ладно. Ну, Макс, серьезно? Потому что, типа, GT7 мне вообще... Да, мы так и договорились, как бы, алло. О-о-о, отлично, все, короче. В общем, Horizon отходит мне. Пацаны, про Horizon будут рассказывать я. Да, Димка, как обычно, получит хвост масла. На этой расстраивающей ноте давайте мы закончим. Спасибо вам большое, что смотрели. Спасибо, что на все. Давайте, до следующего раза. Всем пока-пока.